Тхая сутта, опасность. АН 3.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, какие бы ни существовали опасности, все они возникают из-за глупца, а не мудреца. Какие бы ни существовали беды, какие бы ни существовали невзгоды, все они возникают из-за глупца, а не мудреца. Подобно тому, как пожар, начавшийся в доме, сделанном из бамбука или травы, сжигает дотла даже дом со строконечной крышей, покрытой штукатуркой изнутри и снаружи, не пропускающей сквозняков, с запертыми ставнями и засовами, то точно так же, какие бы ни существовали опасности, все они возникают из-за глупца, а не мудреца. 1. Так, монахи, глупец несет опасность, мудрец не несет опасности. 2. Глупец несет беду, мудрец не несет беды. 3. Глупец несет невзгоду, мудрец не несет невзгоды. От мудреца нет опасности. От мудреца нет беды. От мудреца нет невзгоды. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем избегать трех качеств, обладая которыми, человек считается глупцом, и мы будем предпринимать и практиковать три качества, обладая которыми, человек считается глупцом. Человек считается мудрецом. Вот как вы должны тренировать себя. Лакхана сутта, характерные черты. АН 3.2. Благословенный сказал, монахи, глупца характеризуют его поступки. Мудреца характеризуют его поступки. Мудрость сияет в своем проявлении. Монахи, того, кто обладает тремя качествами, следует знать глупцом. Какими тремя? 1. Телесным неблагим поведением, 2. Словесным неблагим поведением, 3. Умственным неблагим поведением. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать глупцом. Того, кто обладает другими тремя качествами, следует знать мудрецом. Какими тремя? Телесным, словесным, умственным благим поведением. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать мудрецом. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем избегать трех качеств, обладая которыми, человек считается глупцом, и мы будем предпринимать и практиковать три качества, обладая которыми, человек считается мудрецом. Вот как вы должны тренировать себя. Чиньте сутта, раздумывая. АН 3.3. Благословенный сказал, монахи, у глупца есть эти три характерные черты глупца, отметины глупца, проявления глупца. Какие три? Глупец, один, плохо думает, два, плохо говорит, три, плохо поступает. Если глупец не думал бы плохо, не говорил бы плохо, не поступал бы плохо, то разве мудрые люди знали бы о нем, этот парень, глупец, плохой человек? Но именно потому, что глупец плохо думает, плохо говорит, плохо поступает, мудрые люди знают о нем, этот парень, глупец, плохой человек. Таковы у глупца три характерные черты глупца, отметины глупца, проявления глупца. У мудреца есть эти три характерные черты мудреца, отметины мудреца, проявления мудреца. Какие три? Мудрец хорошо думает, хорошо говорит, хорошо поступает. Если мудрец не думал бы хорошо, не говорил бы хорошо, не поступал бы хорошо, то разве мудрые люди знали бы о нем, этот парень, мудрец, хороший человек? Но именно потому, что мудрец хорошо думает, хорошо говорит, хорошо поступает, мудрые люди знают о нем, этот парень, мудрец, хороший человек. Таковы у мудреца три характерные черты мудреца, отметины мудреца, проявления мудреца. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем избегать трех качеств, обладая которыми, человек считается глупцом, и мы будем предпринимать и практиковать три качества, обладая которыми, человек считается мудрецом. Вот как вы должны тренировать себя. Ачая сутта, проступок. АН 3.4. Благословенный сказал, монахи, того, кто обладает тремя качествами, следует знать глупцом. Какими тремя? Один, он не видит в своем проступке проступка. Два, когда он видит в своем проступке проступок, он не справляет его в соответствии с Дхаммой. Три, когда другой человек сознается ему в собственном проступке, он не принимает его в соответствии с Дхаммой. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать глупцом. Того, кто обладает другими тремя качествами, следует знать мудрецом. Какими тремя? Он видит в своем проступке проступок. Когда он видит в своем проступке проступок, он не справляет его в соответствии с Дхаммой. Когда другой человек сознается ему в собственном проступке, он принимает его в соответствии с Дхаммой. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать мудрецом. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем избегать трех качеств, обладая которыми, человек считается глупцом, и мы будем предпринимать и практиковать три качества, обладая которыми, человек считается мудрецом. Вот как вы должны тренировать себя. Айнниса Сутта, неумела. АН 3.5. Благословенный сказал, монахи, того, кто обладает тремя качествами, следует знать глупцом. Какими тремя? Один, он формулирует вопрос неумело. Два, он отвечает на вопрос неумело. Три, когда другой человек отвечает на вопрос умело, с самодостаточными и вразумительными терминами и фразами, он не одобряет его. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать глупцом. Того, кто обладает другими тремя качествами, следует знать мудрецом. Какими тремя? Он формулирует вопрос умело. Он отвечает на вопрос умело. Когда другой человек отвечает на вопрос умело, с самодостаточными и вразумительными терминами и фразами, он одобряет его. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать мудрецом. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем избегать трех качеств, обладая которыми, человек считается глупцом, и мы будем предпринимать и практиковать три качества, обладая которыми человек считается мудрецом. Вот как вы должны тренировать себя. Акусала сутта «Неблагое» А.Н. 3.6 Благословенный сказал, «Монахи, того, кто обладает тремя качествами, следует знать глупцом. Какими тремя? 1. Телесным неблагим поведением, 2. Словесным неблагим поведением, 3. Умственным неблагим поведением. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать глупцом. Того, кто обладает другими тремя качествами, следует знать мудрецом. Какими тремя? Телесным, словесным, умственным благим поведением. Того, кто обладает этими тремя качествами, следует знать мудрецом. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем избегать трех качеств, обладая которыми человек считается глупцом, и мы будем предпринимать и практиковать три качества, обладая которыми человек считается мудрецом. Вот как вы должны тренировать себя. Саваджа сутта, достойное порицание. АН3.7 Сутта идентична предыдущий АН3.6, но вместо телесное, словесное, умственное и неблагое поведение, благое поведение здесь идет телесное, словесное, умственное поведение, достойное порицание, безукоризненное. Сабибаджа сутта, приносящая страдания. АН3.8 Сутта идентична предыдущей А.Н. 3.7, но вместо достойного порицания, безукоризненно здесь идет причиняющий страданий, не причиняющий страданий. Сутта, изувеченный А.Н. 3.9, благословенный сказал, монахи, обладая тремя качествами, глупый, несведущий, плохой человек содержит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и критики со стороны мудрых. И он порождает множество неблагих заслуг. Какими тремя? 1. Телесным неблагим поведением, 2. Словесным неблагим поведением, 3. Умственным неблагим поведением. Обладая этими тремя качествами, порождает множество неблагих заслуг. Монахи, обладая другими тремя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек содержит себя в неизувеченном и неискалеченном состоянии. Он безукоризненно и не критикуется мудрыми. И он порождает множество благих заслуг. Какими тремя? Телесным, словесным, умственным благим поведением. Обладая этими тремя качествами, порождает множество благих заслуг. Мала сутта «Пятна» А.Н. 3.10. Благословенный сказал, «Монахи, обладая тремя качествами и не отбросив трех пятен, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими тремя? Один, он безнравственный и не отбросил пятна безнравственности. Два, он завистливый и не отбросил пятна зависти. Три, он скупой и не отбросил пятна скупости. Обладая этими тремя качествами и не отбросив этих трех пятен, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая тремя качествами и отбросив три пятна, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими тремя? Он нравственный и отбросил пятна безнравственности. Он независтливый и отбросил пятно зависти. Он не скупой отбросил пятно скупости. Обладая этими тремя качествами и отбросив эти три пятна, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Ньято сутта, известный. А.Н. 3.11. Благословенный сказал, монахи, обладая тремя качествами, известный монах действует ради вреда многих, ради несчастья многих, ради погибели, вреда и несчастья многих, богов и людей. Какими тремя? Один, он поощряет их в противоречащем Дхамме телесном действии, в противоречащем Дхамме словесном действии, и в противоречащих Дхамме умственных качествах. Обладая этими тремя качествами, известный монах действует ради вреда многих, ради несчастья многих, ради погибели, вреда и несчастья многих, богов и людей. Монахи, обладая тремя качествами, известный монах действует ради блага многих, ради счастья многих, ради благополучия, блага и счастья многих, богов и людей. Какими тремя? Он поощряет их в согласии согласующимся с Дхаммой телесном действии, словесном действии, и в согласующихся с Дхаммой умственных качествах. Обладая этими тремя качествами, известный монах действует ради блага многих, ради счастья многих, ради благополучия, благо и счастья многих, богов и людей. Сарания сутта, нужно помнить. А.Н. 3.12. Благословенный сказал, монахи, есть эти три места, которые помазанные на царствование кхаттийский царь должен помнить всю свою жизнь. Какие три? Первое место, это где он родился. Второе место, это где его помазали на царствование. И третье место, это где, выиграв сражение, он выходит победителем на поле боя. Таковы три места, которые помазанные на царствование кхаттийский царь должен помнить всю свою жизнь. Точно так же, монахи, есть эти три места, которые монах должен помнить всю свою жизнь. Какие три? 1. Первое место, это где он обрил волосы и бороду, надел желтые одежды, и покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Два, второе место, это где он понял в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Три, и третье место, это где за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он вошел и пребывал в незапятнанном освобождении ума, освобождение мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Один. Таковы три места, которые монах должен помнить всю свою жизнь. Один, понимание четырех благородных истин обозначает обретение плода вступления в поток. Уничтожение пятен умственных загрязнений обозначает достижение араханства. Тхикхусута, монах. А.Н. 3.13. Благословенный сказал, «Монахи, в мире есть эти три типа личностей. Какие три? Тот, у кого нет ожиданий, тот, кто полон ожиданий, тот, кто преодолел ожидания. И каков, монахи, человек, у которого нет ожиданий? Вот некий человек переродился в низшей семье, семье Чандал, работников по бамбуку, охотников, изготовителей повозок, собирателей цветов, то есть, в бедной семье, в которой мало еды и питья, и одежда добывается с трудом. И он безобразен, некрасив, уродлив, одолеваем хроническими болезнями, плохо видит, калека, хромой или парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, одежду и средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища и лампы. Он слышит, кхаттия помазали на царствование такого-то и такого-то кхаттия. Мысль не приходит к нему, когда же меня тоже помажет на царствование кхаттия? Такой зовется человеком, который не имеет ожиданий. И каков человек, который полон ожиданий? Вот старший сын помазанного на царствование кхаттийского царя, тот, кто только еще будет помазан на царствование, но еще не помазан, достиг непреклонности в этом вопросе. 1. Он слышит, кхаттия помазали на царствование такого-то и такого-то кхаттия. Мысль приходит к нему, когда же меня тоже помажет на царствование кхаттия? Такой зовется человеком, который полон ожиданий. И каков человек, который преодолел ожидания? Вот помазанный на царствовании кхаттийский царь слышит, кхаттия помазали на царствовании такого-то и такого-то кхаттия. Мысль не приходит к нему, когда же меня тоже помажет на царствовании кхаттия и почему? Потому что его прошлое ожидание утихло, когда его помазали на царствовании. Такой зовется человеком, который преодолел ожидания. Таковы три типа личностей, существующих в мире. Точно так же, монахи, в мире есть три типа личности среди монахов. Какие три? Тот, у кого нет ожиданий, тот, кто полон ожиданий, и тот, кто преодолел ожидания. Один, и каков, монахи, человек, у которого нет ожиданий? Вот некий человек безнравственный, с плохим характером, нечист и подозрителен в поведении, вскрытен в своих делах, не отшельник, хотя и заявляет о себе как о таковом, не соблюдает целомудрия, хотя заявляет о себе как о таковом, внутренне прогнивший, порочный, развращенный. Он слышит, такой-то и такой-то монах за счет уничтожения пятен умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни вошел и пребывал в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Мысль не приходит к нему, когда же я тоже за счет уничтожения пятен, проявляя это для себя самостоятельно? Такой зовется человеком, который не имеет ожиданий. Два, и каков человек, который полон ожиданий? Вот монах нравственный, с хорошим характером. Он слышит, такой-то и такой-то монах за счет уничтожения пятен умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни вошел и пребывал в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Мысль приходит к нему, когда же я тоже за счет уничтожения пятен, проявляя это для себя самостоятельно? Такой зовется человеком, который полон ожиданий. Три, и каков человек, который преодолел ожидания? Вот монах, Арахант, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены. Он слышит, такой-то и такой-то монах за счет уничтожения пятен прямо здесь и сейчас в этой самой жизни вошел и пребывал в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Мысль не приходит к нему, когда же я тоже за счет уничтожения пятен, проявляя это для себя самостоятельно? И почему? Потому что его прошлое ожидание освобождения утихло, когда он освободился. Такой зовется человеком, который преодолел ожидания. Таковы, монахи, три типа личности среди монахов. Один, комментарий поясняет, что он, будучи младенцем, еще не имеет желания стать царем, но когда достигает шестнадцатилетнего возраста и уже может править царством, он становится непреклонным в данном вопросе, в том смысле, что он обязательно станет царем. Чикаватти сутта «Миродержец» А.Н. 3.14 Благословенный сказал, монахи, даже царь Миродержец, праведный царь, который правит Дхаммой, не запускает колесо, не имея царя над собой. Когда так было сказано, некий монах сказал благословенному, но, учитель, кто же является этим царем над царем Миродержцем, праведным царем, который правит Дхаммой? Это сама Дхамма, один, монах, ответил благословенный. Монах, царь Миродержец, праведный царь, который правит Дхаммой, полагается только на Дхамму, чтит, уважает и почитает Дхамму, берет Дхамму в качестве мерила, знамени, авторитета, предоставляя праведную защиту, убежище, охрану людям при своем дворе. Далее, царь Миродержец, праведный царь, который правит Дхаммой, полагается только на Дхамму, чтит, уважает и почитает Дхамму, берет Дхамму в качестве мерила, знамени, авторитета, предоставляя праведную защиту, убежище, охрану своим кхатийским князьям, своей армии, брахманам и домохозяевам, людям из селения и городов, жрецам и отшельникам, животным и птицам. Предоставив такую праведную защиту, убежище, охрану всем этим существам, этот царь-миродержец, праведный царь, который правит Дхаммой, вращает колесо, два, исключительно Дхаммой, колесо, которое не может повернуть вспять любое враждебное человеческое существо. 3. 1. Точно так же, монахи, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, праведный царь Дхаммы, полагается только на Дхамму, чтит, уважает и почитает Дхамму, берет Дхамму в качестве мерила, знамени, авторитета, предоставляя праведную защиту, убежище, охрану в отношении телесного действия, говоря, такое телесное действие следует развивать. Такое телесное действие не следует развивать. 2. Далее, Татхагата, в отношении словесного действия, говоря, такое словесное действие следует развивать. Такое словесное действие не следует развивать. 3. Далее, Татхагата, в отношении умственного действия, говоря, такое умственное действие следует развивать. Такое умственное действие не следует развивать. Предоставив такую праведную защиту, убежище, охрану в отношении телесного действия, словесного действия, умственного действия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, праведный царь Дхаммы, приводит в движение непревзойденное колесо Дхаммы исключительно Дхаммой, колесо, которое не может повернуть вспять какой-либо жрец, отшельник, Дева, Мара или Брахма, или кто бы то ни было в мире. Один, комментарий поясняет, что речь идет о десяти течениях благой Каммы, однако такая трактовка, безусловно, слишком узкая, и Дхамма здесь не означает тучение Будды как таковое. Скорее, это основополагающий принцип благости и истины, которому следуют нравственные люди вне зависимости от своих религиозных убеждений. На основании этой Дхаммы царь Миродержец осуществляет праведную Дхаммика, защиту всему своему царству. Два, вероятно речь идет о том, что царь Миродержец не сам открывает принципы блага и истины, но наследует это от своих праотцов. Три, дословно, любое существо, которое стало человеком. Комментарий поясняет, что божества, которые не являются людьми, могут делать что пожелают, поэтому о них не говорится, но упоминаются только люди. Это не безинтересно сравнить с запуском колеса Дхаммы Буддой. Сказано, что его колесо Дхаммы учение не может остановить никто в этом мире, включая божеств. Смотри ниже по тексту сутты. Почитано сутта, Почитано. А.Н. 3.15. Однажды Благословенный пребывал в Варанайсе валением парки в Осипатане. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, в прошлом был царь по имени Почитано. И вот царь Почитано обратился к своему изготовителю колесниц, дорогу изготовитель колесниц, через шесть месяцев будет битва. Можешь ли ты сделать для меня новую пару колес? Могу, господин, ответил изготовитель колесниц. Спустя шесть месяцев без шести дней изготовитель колесниц закончил одно колесо. Царь Почитано обратился к изготовителю колесниц, через шесть дней будет битва. Готова ли новая пара колес? За шесть месяцев без шести дней я закончил одно колесо, но, дорогу изготовитель колесниц, можешь ли ты закончить для меня второе колесо за шесть дней? Могу, господин, ответил изготовитель колесниц. И тогда за следующие шесть дней изготовитель колесниц закончил второе колесо. Он принес новую пару колес царю почитаний и сказал, вот новая пара колес, которую я сделал для вас, господин, но в чем отличие? Дорогу изготовитель колесниц, между колесом, работа над которым заняла шесть месяцев без шести дней, и тем, работа над которым заняла шесть дней? Я не вижу каких-либо отличий между ними, есть отличий, господин. Понаблюдайте отличия. И тогда изготовитель колесниц крутануло колесо, работа над которым заняла шесть дней. Оно вращалось, пока сила движения поддерживала его, а затем задрожала и упала на землю. Но колесо, работа над которым заняла шесть месяцев без шести дней, вращалось, пока сила движения поддерживала его, а затем замерла, как если было бы прикреплено к ося. Тогда царь спросил, но почему, дорогу-изготовитель колесниц, колесо, работа над которым заняла шесть дней, вращалось, пока сила движения поддерживала его, а затем оно задрожало и упало на землю, тогда так как колесо, работа над которым заняла шесть месяцев без шести дней, вращалось, пока сила движения поддерживала его, а затем оно замерло, как если было бы прикреплено к ося. Изготовитель колесниц ответил, колесо, работа над которым заняла шесть дней, господин, имеет кривой обод с изъянами и дефектами, кривые спицы с изъянами и дефектами, кривую ступицу с изъянами и дефектами. Вот почему оно вращалось, пока сила движения поддерживала его, а затем задрожала и упала на землю. Но колесо, работа над которым заняла шесть месяцев без шести дней, имеет ровный обод без изъянов и дефектов, у него ровные спицы без изъянов и дефектов, у него ровная ступица без изъянов и дефектов. Вот почему она вращалась, пока сила движения поддерживала его, а затем замерла, как если было бы прикреплено к ося. Быть может, монахи, вы подумаете, в том случае изготовителем колесниц был кто-то другой. Но вам не следует думать так. В том случае изготовителем колесниц был я сам. В то время я был умелым в вопросах искривления, изъянов и дефектов дерева. Но теперь я арахант, полностью просветленный. 1. Умелый в вопросах искривления, изъянов и дефектов тела. 2. Умелый в вопросах искривления, изъянов и дефектов речи. 3. Умелый в вопросах искривления, изъянов и дефектов ума. Любой монах или монахиня, которые не отбросили искривления, изъянов и дефектов тела, речи и ума, отпали от этой Дхамы и Винаи, подобно колесу, работа над которым заняла шесть дней. Любой монах или монахиня, которые отбросили искривление, изъяна и дефекты тела, речи, и ума, утвердились в этой Дхамме Винае, подобно колесу, работа над которым заняла шесть месяцев без шести дней. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим искривление, изъяна и дефекты тела, мы отбросим искривление, изъяна и дефекты речи, мы отбросим искривление, изъяна и дефекты ума. Вот как вы должны тренировать себя. Апаннака сутта, безошибочный. АН 3.16. Благословенный сказал, монахи, обладая тремя качествами, монах практикует безошибочный путь и заложил основу для уничтожения пятен загрязнений ума. Какими тремя? Вот монах охраняет двери органов чувств, соблюдает умеренность везде, и предается бодрствованию. Один, и как, монахи, монах охраняет двери органов чувств? Вот, увидев форму глазом, монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Вот каким образом монах охраняет двери органов чувств. Два, и как монах соблюдает умеренность в еде. Вот, тщательно это осмыслив, он употребляет пищу не ради развлечений, не ради упоения, не ради физической красоты и привлекательности, а просто для содержания и поддержания этого тела, чтобы устранить недуг, тем самым поддержать ведение святой жизни, осознавая, так я устраню старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Я буду здоровым, не буду этим порицаем, буду пребывать в успокоении. Вот каким образом монах соблюдает умеренность в еде. Три, и каким образом монах предается бодрствованию? Вот днем монах сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Во время первой стражи ночи он сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Во время срединной стражи ночи он ложится на правый бок в позе льва, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, предварительно сделав в уме отметку, когда следует вставать. После подъема, во время последней стражи ночи, он ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Вот каким образом монах предается бодрствованию. Монах, который обладает этими тремя качествами, практикует безошибочный путь и заложил основу для уничтожения пятен загрязнений ума. Аттабья Бодхасутта, собственной. А.Н. 3.17. Благословенный сказал, монахи, эти три качества ведут к собственному несчастью, к несчастью других, к несчастью обоих. Какие три? Один, телесное неблагое поведение, два, словесное неблагое поведение, три, умственное неблагое поведение. Эти три качества ведут к собственному несчастью, к несчастью других, к несчастью обоих. Эти другие три качества не ведут к собственному несчастью, к несчастью других, к несчастью обоих. Какие три? Телесное, словесное, умственное благое поведение. Эти три качества не ведут к собственному несчастью, к несчастью других, к несчастью обоих. Дывалока сутта «Мир Дэвов» А.Н. 3.18 Благословенный сказал, монахи, если странники приверженцы других учений и спросили бы вас, друзья, вы ведете святую жизнь под учительством отшельника Гатамы ради перерождения в мире Дэвов, то в этом случае разве не ощутили бы вы отторжение, унижение, отвращение? Так оно, учитель. Поэтому, монахи, поскольку вы чувствуете отторжение, унижение, отвращение по отношению к небесному жизненному сроку, небесной красоте, небесному счастью, небесной славе и небесному владычеству, то куда больше отторжение, унижение, отвращение вы должны ощущать к 1. телесному неблагому поведению, 2. словесному неблагому поведению, 3. умственному неблагому поведению. Патхама Папаника сутта, владелец славки 1. А.Н. 3.19 Благословенный сказал, монахи, обладая тремя факторами, владелец лавки не способен обрести еще необретенное богатство или же увеличить уже обретенное богатство. Какими тремя? Вот владелец лавки не берется с прилежанием за свою работу утром, днем, или вечером. Обладая этими тремя факторами, владелец лавки не способен обрести еще необретенное богатство или же увеличить уже обретенное богатство. Точно так же, обладая тремя факторами, монах не способен достичь еще недостигнутого благого состояния или же увеличить уже достигнутое благое состояние. Какими тремя? Вот монах не берется с прилежанием за объект сосредоточения – один, утром, два, днем, или, три, вечером. Обладая этими тремя факторами, монах не способен достичь еще недостигнутого благого состояния или же увеличить уже достигнутое благое состояние. Монахи, обладая тремя факторами, владелец лавки способен обрести еще необретенное богатство. Какими тремя? Вот владелец лавки берется с прилежанием за свою работу утром, днем, или вечером. Обладая этими тремя, увеличить уже обретенное богатство. Точно так же, обладая тремя факторами, монах способен достичь еще недостигнутого благого состояния. Какими тремя? Вот монах берется с прилежанием за объект сосредоточения утром, днем, или вечером. Обладая этими тремя, увеличить уже достигнутое благое состояние. Дутие Папаника сутта, владелец лавки 2. АН 3.20. Благословенный сказал, монахи, обладая тремя факторами, владелец лавки вскоре обретает обширное и обильное богатство. Какими тремя? Вот у владельца лавки острый глаз, он ответственный, у него есть покровители. И каким образом, монахи, у владельца лавки острый глаз? Вот владелец лавки знает о товаре, если этот товар будет куплен по такой-то цене и продан по такой-то, то понадобится столько-то вложений, и это принесет столько-то выручки. Вот каким образом у владельца лавки острый глаз? И каким образом владелец лавки ответственный? Вот владелец лавки умелый в покупке и продаже товаров. Вот каким образом владелец лавки ответственный? И каким образом у владельца лавки есть покровителя? Вот богатые, состоятельные, зажиточные домохозяева и сыновья домохозяев знают о нем, у этого владельца лавки острый глаз и он ответственный. Он способен содержать свою жену и детей время от времени и выплачивать нам. Поэтому они вкладывают в его торговлю свое богатство, говоря, заработав этим нашим богатством себе богатство, дорогу и владелец лавки, содержи свою жену и детей и выплачивай нам часть своего дохода время от времени. Вот каким образом у владельца лавки есть покровители. Обладая этими тремя факторами, владелец лавки вскоре обретает обширное и обильное богатство. Точно так же, монахи, обладая тремя качествами, монах вскоре обретает обширные и обильные благие качества. Какими тремя? Вот у монаха острый глаз, он ответственный, у него есть покровители. Один, и каким образом, монахи, у монаха острый глаз? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом у монаха острый глаз? Два, и каким образом монах ответственный? Вот монах зародил усердие к оставлению неблагих качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не отложил своей обязанности развивать благие качества. Три, и каким образом у монаха есть покровителя? Вот время от времени монах подходит к тем монахам, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхамме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы, интересуются у них, достопочтенные, как это понять? Какого значения этого? И те достопочтенные раскрывают ему то, что для него не было раскрыто, проясняют неясные, рассеивают его замешательства в отношении многочисленных трудных моментов. Вот каким образом у монаха есть покровители. Обладая этими тремя качествами, монах вскоре обретает обширные и обильные благие качества. Савиттха сутта, Савиттха. А.Н. 3.21. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда достопочтенный Савиттха и достопочтенный Махакоттхита подошли к достопочтенному Сарипутте и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом. Тогда достопочтенный Сарипутта сказал достопочтенному Савиттхе, друг Савиттха, в мире есть эти три типа личностей. Какие три? Засвидетельствовавший телом, достигшего зрения, освобожденный верой. Один. Таковы три типа личностей в мире. Какого из этих трех типов личностей ты считаешь наиболее превосходным и высочайшим? Друг Сарипутта, из этих трех типов личностей я считаю наиболее превосходным и высочайшим освобожденного верой. И почему? Почему? Потому что преобладающим качеством этой личности является вера. Тогда достопочтенный Сарипутта сказал достопочтенному Махакоттхите, друг Каттхита, в мире есть эти три типа личности. Какие три? Какого из этих трех типов личности ты считаешь наиболее превосходным и высочайшим? Друг Сарипутта, из этих трех типов личности я считаю наиболее превосходным и высочайшим за свидетельствовавшего телом. И почему? Потому что преобладающим качеством этой личности является сосредоточении». Тогда Достопочтенный Махакот-Кхито сказал достопочтенному Сарипутте «Друг Сарипутта, в мире есть эти три типа личностей». Какие три? Какого из этих трех типов личностей ты считаешь наиболее превосходным и высочайшим? Друг Катхита, из этих трех типов личностей я считаю наиболее превосходным и высочайшим достигшего воззрения. И почему? Потому что преобладающим качеством этой личности является мудрость. Тогда Достопочтенный Сарипутта обратился к Достопочтенному Савиттхи и Достопочтенному Махакоттхите, друзья, каждый из нас объяснил в соответствии со своим собственным идеалом. Ну же, пойдемте к Благословенному и расскажем ему об этом. Запомним так, как он объяснит это нам. Да, друг, ответили Достопочтенный Савиттха и Достопочтенный Махакоттхита. И тогда Достопочтенный Сарипутта, Достопочтенный Савиттха, и Достопочтенный Махакоттхита отправились к Благословенному, поклонились ему и сели рядом. Затем достопочтенный Сарипутта поведал ему обо всей случившейся беседе. Благословенный ответил, не просто, Сарипутта, сделать однозначное утверждение в этом вопросе и сказать, из этих трех типов личности вот этот является наиболее превосходным и высочайшим. Один, ведь существует возможность, что тот, кто освобожден верой, практикует ради араханства, два, тогда как засвидетельствовавший телом и достигшего зрения являются однажды возвращающимися или не возвращающимися. Не просто, Сарипутта, сделать однозначное утверждение в этом вопросе и сказать, из этих трех типов личности вот этот является наиболее превосходным и высочайшим. Два, ведь существует возможность, что тот, кто является засвидетельствовавшим телом, практикует ради араханства, тогда как освобожденные верой и достигшего зрения являются однажды возвращающимися или не возвращающимися. Не просто, Сарипутта, сделать однозначное утверждение в этом вопросе и сказать, из этих трех типов личности вот этот является наиболее превосходным и высочайшим. 3. Ведь существует возможность, что тот, кто является достигшим воззрения, практикует радиораханство, тогда как освобожденные верой и засвидетельствовавшие телом являются однажды возвращающимися или невозвращающимися. Непросто, Сарипута, сделать однозначное утверждение в этом вопросе и сказать, из этих трех типов личности вот этот является наиболее превосходным и высочайшим. 1. Они объясняются в МН-70. Эти три класса учеников – секха, уровней со вступившего в поток вплоть до того, кто идет по пути к араханству. Они отличаются развитостью конкретных качеств. Засвидетельствовавший телом имеет сильное сосредоточение и достигает бесформенных сфер в медитации. Достигший воззрения имеет более сильную мудрость, но не достигает бесформенных сфер. Освобожденный вера имеет сильную веру, и не достигает бесформенных сфер. 2. Примечание переводчика СВ. Речь идет о седьмом уровне ученика благородных. Этот тот, кто находится на пути к араханству, но еще не стал арахантом. Тем не менее, он более развит в благих качествах, чем невозвращающийся, поэтому находится посередине между невозвращающимся и арахантом. Смотри. СН-48-18. Гелана Сутта – болен. АН-3-22. Благословенный сказал, монахи, есть три вида больных в мире. Какие три? Бывает так, что некий больной не выздоравливает от своей болезни вне зависимости от того, получает ли он подходящую еду, подходящие лекарства и сведущего прислужника. 1. Другой больной выздоравливает от своей болезни вне зависимости от того, получает ли он подходящую еду, подходящие лекарства и сведущего прислужника. И еще другой больной выздоравливает от своей болезни только если получает подходящую еду и не выздоравливает, если не может получить, получает подходящие лекарства и не выздоравливает, если не может получить. Еда, лекарства и сведущий прислужник предписаны именно тому больному, который выздоравливает от своей болезни только если получает и не выздоравливает, если не может получить. Но, несмотря на наличие такого больного, за другими больными также следует ухаживать. Таковы три вида больных в мире. Точно так же, монахи, есть три типа личностей в мире, похожих на больных. Какие три? 1. Бывает так, что некий человек не вступает на твердый путь правильности в благих качествах. 2. Вне зависимости от того, удается ли ему увидеть Тадхагату или нет, удается ли ему услышать Дхаму и Винаю, что были провозглашены Тадхагатой, или же нет. 2. Другой человек вступает на твердый путь правильности в благих качествах вне зависимости от того, удается ли ему увидеть Татхагату или нет, удается ли ему услышать Тхаму и Винаю, что были провозглашены Татхагатой, или же нет. 3. И еще другой человек вступает на твердый путь правильности в благих качествах только если увидит Татхагату, и не вступает, если не увидит его, только если слышит Тхаму и Винаю, что были провозглашены Татхагатой, и не вступает, если не слышит их. Учение Дхаммы предписано именно той личности, которая вступает на твердый путь правильности в благих качествах только если увидит Татхагату, и не вступает, если не увидит его, только если слышит Дхамму и Винаю, что были провозглашены Татхагатой, и не вступает, если не слышит их. Но, несмотря на наличие такой личности, Дхамме также следует обучать и других. Таковы три типа личностей в мире, похожих на больных. 1. Смотри. АН 5.124. 2. Под вступлением на твердый путь правильности в суттах обычно понимается вступление на путь, ведущий к обретению плода вступления в поток. Такие личности являются самыми низшими учениками благородных, которые делятся на идущих за счет Дхаммы и идущих за счет веры. Смотри. СН 25, а также АН 5.151.153, АН 6.86.88. 3. Примечание переводчика С.В. Не совсем понятно о ком именно здесь идет речь, так как достичь вступления в поток можно только в том случае, если услышать Дхамму, открытую Гуддой. Быть может, подразумеваются подчика Будды, которые достигают просветления вперед, когда открытой Дхаммы в мире нет, и они самостоятельно открывают ее для себя, но не распространяют это учение в мире. Сэнгхара сутта, формирователя. АН 3.23. Благословенный сказал, монахи, в мире есть три типа личностей. Какие три? Один, вот, монахи, некий человек порождают болезненные телесные волевые формирователи, болезненные словесные волевые формирователи, болезненные умственные волевые формирователи. Вследствие этого он перерождается в болезненном мире. Когда он перерождается в таком мире, его касаются болезненные контакты. Когда его касаются болезненные контакты, он испытывает болезненные чувства, всецело болезненные, как в случае с существами ада. Два, другой человек порождает неболезненные телесные, словесные, умственные волевые формирователя. Вследствие этого он перерождается в неболезненном мире. Когда он перерождается в таком мире, его касаются неболезненные контакты. Когда его касаются неболезненные контакты, он испытывает неболезненные чувства, всецело приятные, как в случае с дэвами сверкающего великолепия. 1. 3. Еще другой человек порождает и болезненные, и неболезненные телесные, словесные, умственные волевые формирователя. Вследствие этого он перерождается в мире, который болезненный и неболезненный. Когда он перерождается в таком мире, его касаются и болезненные и неболезненные контакты. Когда его касаются и болезненные и неболезненные контакты, он испытывает чувства, которые болезненные и неболезненные, смешанные удовольствия и боль, как в случае с человеческими существами, некоторыми девами, а также некоторыми существами в нижних мирах. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. Один, это девы мира форм. Смотри. АН 4.123. Бахукара сутта, полезен. АН 3.24. Благословенный сказал, монахи, эти три личности полезны другому. Какие три? Один, бывает такой человек, с помощью которого другой человек принял прибежище в Будде, Дхаме и Сангхе. Это человек полезен другому человеку. Два, далее, бывает такой человек, с помощью которого другой человек пришел к пониманию в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Это человек полезен другому человеку. Один, три, далее, бывает такой человек, с помощью которого другой человек за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. 2. Этот человек полезен другому человеку. Таковы три личности, которые полезны другому. Я говорю вам, монахи, что для другого человека нет кого-либо более полезного, чем эти три личности. И также я говорю, что не просто отплатить этим трем личностям поклонами, вставанием перед ними, почтительным приветствием, подобающим обхождением, дарением им одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных. 1. Речь идет о достижении вступления в поток. 2. Речь идет о достижении полного просветления, араханства. Ваджирупа Масутта, Алмаз. АН 3.25. Благословенный сказал, монахи, есть три типа личностей в мире. Какие три? Тот, чей ум подобен открытой язве, тот, чей ум подобен молнии, тот, чей ум подобен алмазу. Один, и каков, монахи, человек, чей ум подобен открытой язве? Вот некий человек склонен к злобе легко раздражается. Если его хоть немного покритикуют, он выходит из себя, становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он проявляет злость, ненависть, и горечь. Подобно тому, как если гнойную язву задеть палкой или острым обломком, вытечет лишь еще больше гноя, то точно так же некий человек склонен к злобе, проявляет злость, ненависть, и горечь. Об этом человеке говорится, что его ум подобен открытой язве. Два, и каков человек, чей ум подобен молнии? Вот некий человек понимает в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Подобно тому, как в кромешной тьме ночи человек с хорошим зрением мог бы увидеть формы, освещенные вспышкой молнии, точно так же некий человек понимает в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Об этом человеке говорится, что его ум подобен молнии. Один. Три, и каков человек, чей ум подобен алмазу? Вот за счет уничтожения пятен умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни некий человек входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Подобно тому, как нет ничего, что не мог бы разрезать алмаз, будь то самоцвет или камень, точно так же за счет уничтожения пятен, для себя самостоятельно. Об этом человеке говорится, что его ум подобен алмазу. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. Один. Примечание переводчика СВ, здесь речь идет явно о вступившем в поток, поскольку фрагмент ниже повествует о бараханте. Встречается мнение, что метафора с молнией здесь описывает тот момент, когда практикующий якобы на краткое мгновение видит Нигбану, и именно за счет этого и становится вступившим в поток. Подобная точка зрения основывается на поздней комментаторской традиции. Однако, на мой взгляд, данную метафору не следует понимать совсем уж буквально, и главная идея здесь заключается в самом противопоставлении кромешной ночи, невидении, и вспышке молнии, понимании. Эта же мысль подтверждается и в ряде других сутт, например, в Айан 3.94, где вступление в поток описывается не как мгновенная вспышка, после которой опять наступает тьма, а как восхождение солнца на рассвете, то есть свет понимания рассеивает тьму неведения. Сивитабба сутта, стоит общаться. Айан 3.26. Благословенный сказал, монахи, есть три типа личностей в мире. Какие три? Есть человек, с которым не стоит общаться, за ним не стоит следовать, и ему не стоит служить. Есть человек, с которым стоит общаться, за ним стоит следовать, и ему стоит служить. Есть человек, с которым стоит общаться, за ним стоит следовать, и ему стоит служить с уважением и почтением. Один, и с каким человеком не стоит общаться, не стоит следовать за ним, и не стоит служить ему? Вот некий человек является низшим по сравнению с вами в нравственном поведении, сосредоточении и мудрости. С таким человеком не стоит общаться, служить ему. Два, и с каким человеком стоит общаться, стоит следовать за ним, и стоит служить ему? Вот некий человек является таким же по сравнению с вами в нравственном поведении, сосредоточении и мудрости. С таким человеком стоит общаться, служить ему. И почему? Потому что нужно рассуждать так, поскольку мы схожи в нравственном поведении, у нас случится беседа о нравственном поведении, и она будет протекать между нами плавно, мы будем чувствовать себя легко. Поскольку мы схожи в сосредоточении, у нас случится беседа о сосредоточении, и она будет протекать между нами плавно, мы будем чувствовать себя легко. Поскольку мы схожи в мудрости, у нас случится беседа о мудрости, и она будет протекать между нами плавно, мы будем чувствовать себя легко. Поэтому с таким человеком стоит общаться, стоит следовать за ним, и стоит служить ему. 3. И с каким человеком стоит общаться, стоит следовать за ним, и стоит служить ему с уважением и почтением. Вот некий человек является высшим по сравнению с вами в нравственном поведении, сосредоточении и мудрости. С таким человеком стоит общаться, служить ему с уважением и почтением. И почему? Потому что нужно рассуждать так, вот таким образом я исполню совокупность нравственного поведения, которую я еще не исполнил, или же различными отношениями посодействую мудростью совокупности нравственного поведения, которую я уже исполнил. Я исполню совокупность сосредоточения. Я исполню совокупность мудрости, которую я уже исполнил, или же различными отношениями посодействую мудростью совокупности мудрости, которую я уже исполнил. Поэтому с таким человеком стоит общаться, стоит следовать за ним, и стоит служить ему с уважением и почтением. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. И далее он добавил, общается кто с низшими людьми, тот не спадает. Общается кто с равными, к упадку не идет. Коль высшим людям служишь, развиваешься ты быстро, поэтому иди за тем, кто лучше, чем ты сам. Джигучихи Таббасутта, Отвращений. А.Н. 3.27. Благословенный сказал, монахи, есть три типа личностей в мире. Какие три? Есть человек, на которого нужно смотреть с отвращением, с ним не стоит общаться, не стоит следовать за ним, не стоит служить ему. Есть человек, на которого нужно смотреть с невозмутимостью, с ним не стоит общаться, не стоит следовать за ним, не стоит служить ему. Есть человек, с которым стоит общаться, стоит следовать за ним, стоит служить ему. Один, и каков, монахи, человек, на которого нужно смотреть с отвращением, с которым не стоит общаться, следовать за ним или же служить ему? Вот некий человек безнравственный, с плохим характером, нечист и подозрителен в поведении, вскрытен в своих делах, не отшельник, хотя и заявляет о себе как о таковом, не соблюдает целомудрия, хотя заявляет о себе как о таковом, внутренне прогнившей, порочной, развращенной. На такого человека нужно смотреть с отвращением, с ним не стоит общаться, следовать за ним или же служить ему. И почему? Даже если не следовать примеру такого человека, все равно о вас пойдет плохая молва, у него плохие друзья, плохие спутники, плохие товарищи. Подобно змея, проползший по фекалиям, даже если она никого не покусает, она все равно кого-нибудь да запачкает. Точно так же, даже если не следовать примеру такого человека, все равно о вас пойдет плохая молва, у него плохие друзья, плохие спутники, плохие товарищи. Поэтому на такого человека нужно смотреть с отвращением, с ним не стоит общаться, следовать за ним или же служить ему. Два, и каков человек, на которого нужно смотреть с невозмутимостью, с которым не стоит общаться, следовать за ним или же служить ему? Вот некий человек склонен к злобе и легко раздражается. Если его хоть немного покритикуют, он выходит из себя, становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он проявляет злость, ненависть, и горечь. Подобно тому, как если гнойную язву задеть палкой или острым обломком, вытечет лишь еще больше гноя, то точно так же, некий человек склонен к злобе, проявляет злость, ненависть, и горечь. Подобно головешке из дерева тиндуки, если ее ударить палкой или острым осколком, она зашипет и затрещит еще больше, то точно так же. Подобно отхожей яме, если ее ударить палкой или острым осколком, она станет еще более зловонной, то точно так же некий человек склонен к злобе, проявляет злость, ненависть, и горечь. На такого человека нужно смотреть с невозмутимостью, с ним не стоит общаться, не стоит следовать за ним, не стоит служить ему. И почему? Потому что нужно рассуждать так, он может оскорбить меня, поругать меня, причинить мне вред. Вот почему на такого человека нужно смотреть с невозмутимостью, с ним не стоит общаться, не стоит следовать за ним, не стоит служить ему. Три, и каков человек, с которым стоит общаться, стоит следовать за ним, стоит служить ему? Вот некий человек нравственный, с хорошим характером. С таким человеком стоит общаться, стоит следовать за ним, стоит служить ему. И почему? Даже если не следовать примеру такого человека, все равно о вас пойдет благая молва, у него хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарища. Поэтому с таким человеком стоит общаться, стоит следовать за ним, стоит служить ему. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. И далее он добавил, общается кто с низшими людьми, тот не спадает. Общается кто с равными, к упадку не идёт. Коль высшим людям служишь, развиваешься ты быстро, поэтому иди за тем, кто лучше, чем ты сам. Гудхабхани сутта, речь, подобная навозу. АН 3.28. Благословенный сказал, монахи, есть три типа личностей в мире. Какие три? Тот, чья речь подобна навозу, тот, чья речь подобна цветам, тот, чья речь подобна мёду. Один, и каков, монахи, человек, чья речь подобна навозу? Вот, если его вызывают на совещании, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдии или на суд, и спрашивают его как свидетеля, и так, почтенный, расскажи, что ты знаешь, и тогда он, не зная, говорит, я знаю, или, зная, он говорит, я не знаю, не видя, он говорит, я вижу, или же, видя, он говорит, я не вижу. Таким образом, он сознательно говорит неправду ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Такой зовётся человеком, чья речь подобна навозу. Два, и каков человек, чья речь подобна цветам? Вот, если его вызывают на совещании, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдии или на суд, и спрашивают его как свидетеля, и так, почтенный, расскажи, что ты знаешь, и тогда он, не зная, говорит, я не знаю, или, зная, он говорит, я знаю, не видя, он говорит, я не вижу, или же, видя, он говорит, я вижу. Таким образом, не говорит сознательно неправду ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Такой зовётся человеком, чья речь подобна цветам. Три, и каков человек, чья речь подобна мёду? Вот некий человек, отбросив грубую речь, воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, привлекательные и нравящиеся большинству людей. Таков человек, чья речь подобна мёду. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. Антха-сутта, слепой. АН 3.29. Благословенный сказал, монахи, есть три типа личностей в мире. Какие три? Слепой человек, одноглазый человек, двуглазый человек. Один, и каков, монахи, слепой человек? Вот у некоего человека нет того вида глаза, благодаря которому можно обрести ещё необретённое богатство или же увеличить уже обретённые, а также у него нет того вида глаза, благодаря которому можно знать благие качества и неблагие качества, достойные порицания и безукоризненные, низшие и высшие качества, тёмные и яркие качества и их противоположности. Такой зовётся слепым человеком. 2. И каков, одноглазый человек? Вот некий человек имеет тот вид глаза, благодаря которому можно обрести ещё необретённое богатство или же увеличить уже обретённые, но у него нет того вида глаза, благодаря которому можно знать благие качества и неблагие качества, достойные порицания и безукоризненные, низшие и высшие качества, тёмные и яркие качества и их противоположности. Такой зовется одноглазым человеком. 3. И каков двуглазый человек? Вот некий человек имеет тот вид глаза, благодаря которому можно обрести еще необретенное богатство или же увеличить уже обретенные, а также имеет и тот вид глаза, благодаря которому можно знать благие качества и неблагие качества, достойные порицания и безукоризненные, низшие и высшие качества, темные и яркие качества и их противоположности. Такой зовется двуглазым человеком. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. И далее он добавил, нет ни богатства у него, и не свершает он заслуг. Слепец обоих глаз лишён, тем неудачен он вдвойне. Тот, кто один имеет глаз, богатство ищущих анжа, к богатству праведно идёт, или неправедно подчас. Обманом, как и воровством, а также лживым словом, имущество накопит он. В усладых чувств он вязнет. Из этой жизни в ад идёт, где мучиться он будет. Ну а двуглазым говорят, что лучше остальных он. Средствами праведными смог добыть себе богатство. С намерением он лучшим затем дары подарит, умом единодушным та личность обладает. Потом переродится он в высшем состоянии, уйдя туда, где нет какой-либо печали. И подаль держитесь, слепых и одноглазых. С двуглазыми дружите, которые всех лучше. Авакуджи сутта, перевёрнутые. А.Н. 3.30. Благословенный сказал, монахи, есть три типа личностей в мире. Какие три? Человек с перевёрнутой мудростью, человек с надколенной мудростью, человек с широкой мудростью. Один, и каков, монахи, человек с перевёрнутой мудростью? Бывает так, когда некий человек часто посещает монастырь, чтобы послушать от монахов Дхамму. Монахи учат его Дхамме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, и прекрасной в конце, правильной в духе и букве. Они раскрывают ему святую жизнь в совершенстве полную и чистую. По мере того, как он сидит там на своём сиденье, он не уделяет внимания этой беседе в начале, в середине, или в конце. После того, как он встал со своего сиденья, он всё ещё не уделяет внимания этой беседе в начале, в середине, или в конце. Подобно тому, как если перевернуть вверх тормашками горшок, вода, которая налилась в него, выливается и не остаётся в нём, то точно так же, бывает так, когда некий человек, не уделяет внимания этой беседе в начале, в середине, или в конце. Такой зовётся человеком с перевёрнутой мудростью. Два, и каков человек с надколенной мудростью? Бывает так, когда некий человек часто посещает монастырь, чтобы послушать от монахов Дхамму. Монахи учат его Дхамме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, и прекрасной в конце, правильной в духе и букве. Они раскрывают ему святую жизнь в совершенстве полную и чистую. По мере того, как он сидит там на своём сиденье, он уделяет внимание этой беседе в начале, в середине, и в конце. Но после того, как он встал со своего сиденья, он не уделяет внимания этой беседе в начале, в середине, или в конце. Подобно тому, как если бы человек разложил у себя на коленях различную еду, зёрна кунжута, рисовые зёрна, лепёшки, ю-юбы, если он утратит осознанность, когда встанет с этого сиденья, то он разбросает всё это по полу. Точно так же, некий человек часто посещает монастырь, чтобы послушать от монаха в Дхамму. Но после того, как он встал со своего сиденья, он не уделяет внимания этой беседе в начале, в середине, или в конце. Такой зовётся человеком с надколенной мудростью. И каков человек с широкой мудростью? Бывает так, когда некий человек часто посещает монастырь, чтобы послушать от монаха в Дхамму. Монахи учат его Дхамме – прекрасной в начале, прекрасной в середине, и прекрасной в конце, правильной в духе и букве. Они раскрывают ему святую жизнь в совершенстве полную и чистую. По мере того, как он сидит там на своем сиденье, он уделяет внимание этой беседе в начале, в середине, и в конце. После того, как он встал со своего сиденья, он вновь уделяет внимание этой беседе в начале, в середине, и в конце. Подобно тому, как если правильно поставить горшок, вода, которая налилась в него, остается в нем и не выливается, то точно так же, некий человек часто посещает монастырь, чтобы послушать от монахов Дхамму. После того, как он встал со своего сиденья, он вновь уделяет внимание этой беседе в начале, в середине, и в конце. Такой зовется человеком с широкой мудростью. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. И далее он добавил, то человек, чья мудрость перевернута, глупым является, вещей не различает. Он ходит часто навестить монахов, чтобы послушать объяснение Дхаммы. Но уловить-то человек не может хотя бы толики из этой вот беседы в ее конце, начале, середине, так как всецело мудрости лишен он. Тот, мудрость чья подобна над коленной, лучшим считается в сравнении с прежним. Он также ходит навещать монахов, когда сидит он на своем сиденье, слова беседы может ухватить он, в ее конце, начале, середине. Когда он встал, уже не понимает, но забывает все, о чем он сам услышал. А человек с мудростью широчайше и лучшим считается в сравнении с ними. Слова и фразы тут же постигает, в конце, в начале, также в середине, то и вот беседы, что ведут монахи. Намерением он лучшим обладает, умом единодушным, все он помнит. И, практикуя в соответствии с Дхаммой, конец страданиям положить он может. Сабрахмака сутта, с Брахмой. АН 3.31. Сутта идентична АН 4.63, включая стих, но здесь нет третьего пункта о первых божествах. Ананда сутта, Ананда. АН 3.32. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, учитель, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, так что, один, у него не будет сотворения я и сотворения моего, а также скрытой склонности к самомнению в отношении этого тела с его сознанием. 2. У него не будет сотворения я и сотворения моего, а также скрытой склонности к самомнению в отношении всех внешних объектов. 3. Он войдет и будет пребывать в таком освобождении ума, освобождении мудростью, посредством которых более не происходит сотворения я и сотворения моего, а также скрытой склонности к самомнению для того, кто входит и пребывает в этом. Может, Ананда. Но как, учитель, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот монах думает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастия, прекращение, ниббана. Вот каким образом, Ананда, монах может обрести такое состояние сосредоточения. Скрытой склонности к самомнению для того, кто входит и пребывает в этом. Именно в отношении этого я сказал в Параяне, в вопросах Пуннаки, один, познав вершины и низины мира, ничем он в мире этом не взволнован. Спокойный и нераздраженный, без всяческих проблем, желаний, он пересек рождение и старость. Один, эта сутта содержится в Параяне, последней главе суттанипаты. Строфы из Параяна цитируются в Ингутара Никае и других Никаях, что указывает на древность этих стихов. Параяна также рассматривается древним комментарием, чуланикдисой. Возможно, Параяна была отдельным произведением до того, как ее включили в суттанипату. Сарипутта сутта, Сарипутта. АН 3.33. И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, Сарипутта, я могу обучать Дхамме кратко. Я могу обучать Дхамме подробно. Я могу обучать Дхамме и кратко и подробно. Но мало тех, кто может понять. Сейчас подходящий момент, благословенный. Сейчас подходящий момент, счастливый. Благословенному следует научить Дхамми кратко. Ему следует научить Дхамми подробно. Ему следует научить Дхамми кратко и подробно. Будут те, кто смогут понять Дхамму. В таком случае, Сарипута, вот как вы должны тренировать себя, у нас не будет сотворения я и сотворения моего, а также скрытой склонности к самомнению в отношении этого тела с его сознанием. Два, не будет сотворения я и сотворения моего, а также скрытой склонности к самомнению в отношении всех внешних объектов. 3. Мы войдем и будем пребывать в таком освобождении ума, освобождении мудростью, посредством которых более не происходит сотворение «я» и сотворение моего, а также скрытой склонности к самомнению для того, кто входит и пребывает в этом. 4. Вот как вы должны тренировать себя. Когда, сарепута, монах, у которого нет сотворения «я» и сотворения моего, а также скрытой склонности к самомнению в отношении этого тела с его сознанием, входит и пребывает в этом, то тогда он зовется монахом, который отрезал жажду, сбросил пут и, полностью пробившись сквозь самомнение, положил конец страданиям. И именно в отношении этого я сказал в Параяне «вопросы худая», отбросив обе эти вещи, уныние чувственные восприятия, апатию развеяв, сожаление отвратив, 1. С невозмутимостью, осознанностью чистой, предтечей коих было рассмотрение Дхаммы, вот что и есть освобождение знанием конечным, вот что и есть невежество распад. 2. 1. Здесь речь идет о преодолении пяти умственных помех, неварана, которые мешают достижению джханы. 2. Комментарий поясняет, что здесь речь идет о достижении раханства на основе четвертой джханы. Фраза в стихе «упикхасатисан субдхан» напоминает стандартную формулу четвертой джханы. 3. Недано сутта, причина. АН 3.34. Благословенный сказал, монахи, есть эти три причины возникновения Каммы. Какие три? Жажда является причиной возникновения Каммы. Злоба является причиной возникновения Каммы. Заблуждение является причиной возникновения Каммы. 1. Любая Камма, монахи, сформированная через жажду, рожденная из жажды, обусловленная жаждой, возникшая из жажды, созревает там, где перерождается существо. Когда эта кама созревает, то именно там оно и переживает ее результат, либо в этой самой жизни, либо в следующем перерождении, либо в некоем последующем случае. 2. Любая кама, сформированная через злобу, либо в следующем перерождении, либо в некоем последующем случае. 3. Любая кама, сформированная через заблуждение, либо в следующем перерождении, либо в некоем последующем случае. Представьте, монахи – семена, которые были бы не разбитыми, не испорченными, не поврежденными ветром и жарой солнца, плодоносные, хорошо сохраненные. Их поместили бы в хорошо подготовленную почву в хорошем поле, а также проливалось бы достаточно дождя. Таким образом, эти семена дали рост, прибавление, созревание. Точно так же, любая кама, сформированная через жажду, злобу, заблуждение, рожденное из заблуждения, обусловленное заблуждением, возникшее из заблуждения, созревает там, где перерождается существо. Когда эта кама созревает, то именно там оно и переживает ее результат, либо в этой самой жизни, либо в следующем перерождении, либо в некоем последующем случае. Таковы три причины возникновения камы. Монахи, есть эти три иные причины возникновения камы. Какие три? Не жажда является причиной возникновения камы. Не злоба является причиной возникновения камы. Незаблуждение является причиной возникновения каммы. Любая камма, монахи, сформированная через нежажду, рожденная из нежажды, обусловленная нежаждой, возникшая из нежажды, отбрасывается, когда жажда угасла. Она срезана под корень, сделана подобной обрубкой пальмы, уничтожена так, что боли не сможет появиться в будущем. Один. Любая камма, сформированная через незлобу, незаблуждение, отбрасывается, когда заблуждение угасло. Она срезана под корень, сделана подобной обрубкой пальмы, уничтожена так, что боли не сможет появиться в будущем. Представьте, монахи, семена, которые были бы не разбитыми, не испорченными, не поврежденными ветром и жарой солнца, плодоносные, хорошо сохраненные. И затем человек сжег бы их в огне и измельчил бы в золу, а затем развеял золу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, те семена были бы срублены под корень, сделаны подобной обрубкой пальмы, уничтожены так, что боли не смогут возникнуть в будущем. Точно так же, любая камма, сформированная через не жажду, не злобу, не заблуждение, отбрасывается, когда заблуждение угасло. Она срезана под корень, сделана подобной обрубкой пальмы, уничтожена так, что боли не сможет появиться в будущем. Таковы, монахи, три причины возникновения каммы. И далее он добавил, невеждаю накопленная камма, рожденная из жажды, злобы, заблуждения, которые сотворил он много или мало, им пережито будет прямо здесь, нет места для нее иного. 2. Поэтому мудрец должен отбросить деяния из жажды, злобы, заблуждения. Монах, который обретает знания, должен оставить неблагие все уделы. 1. Это утверждение следует тщательно прояснить. В случае Араханта, который отбросил жажду, злобу, заблуждение, камма, созданная им ранее, плохая или хорошая, все еще способна принести плоды в его последней жизни. Но поскольку у него больше не будет перерождения, то с его смертью вся накопленная прошлая камма становится недееспособной. Поэтому смысл данного утверждения состоит не в том, что Арахант не может пережить плоды прошлой каммы, пока он жив, но в том, что она становится недееспособной, когда он умирает, так как нет боли и продолжительности его существования, в которой эта камма могла бы созреть. Примечание переводчика СВ, на мой взгляд, метафора с сожженными семенами говорит о том, что любая накопленная камма уничтожается до момента смерти Араханта. Эта же идея подтверждается, например, в Айон 10-219 и Айон 4-195, а также и в стихе ниже по тексту, хотя в нем сказано только о неблагой камме. Достопочтенный брахмали, здесь следует различать не жажду, а лобха. И ситуацию, когда жажда угасла, лобха-вирога. Первый относится к мотивации и конкретному поступку, который ею обусловлен, а последний – к полному уничтожению жажды, что достигается только невозвращающимся или даже Арахантом. Только в свете такого рассмотрения подобное утверждение имеет смысл. Два, комментарий поясняет последние две строки как то, что камма созреет именно у этого самого человека, и, эта камма, накопленная им самим, не может созреть у кого-либо другого. Хат-Хака сутта, Хат-Хака. А.Н. 3.35. Однажды Благословенный пребывал в Олаве на куче листьев, расстеленных на коровьей тропе в рощи семсаповых деревьев. И тогда Хат-Хака из Олаве, прогуливаясь и разминаясь, увидел Благословенного, сидящего там. Тогда он подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал Благословенному, господин, я надеюсь, Благословенный спал спокойно? Да, принц, я спал спокойно. Я из тех в мире, кто спит спокойно. Но, господин, зимние ночи холодны. Сейчас восьмидневный период, когда выпадает снег. Один. Земля, истоптанная кровьими копытами, группа, а подстилка из листвы тонкая. Листьев на деревьях мало, в желтых одеждах монаха холодно, да и дуют сильные холодные ветра. И все же, Благословенный говорит так, да, принц, я спал спокойно. Я из тех в мире, кто спит спокойно. Что же, принц, в таком случае я задам тебе вопрос на эту тему. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, принц, у домохозяина или сына домохозяина может быть дом с остроконечной крышей, покрытой штукатуркой изнутри и снаружи, не пропускающей сквозняков, с запертыми ставнями и засовами. Там у него может быть диван с пледами, одеялами, накидками, с превосходным покрытием из шкуры антилопы, с навесом наверху и красными подушками по обеим сторонам. Горела бы лампа и его четыре жены обслуживали бы его неимоверно приятными способами. Как ты считаешь, спокойно бы он спал или же нет, или что ты об этом думаешь? Он бы спал спокойно, господин. Он был бы одним из тех в мире, кто спит спокойно. Один, но как ты считаешь, принц, мог бы в этом домохозяине или сыне домохозяина возникнуть телесный и умственный жар, рожденный страстью, который мучил бы его так, что он спал бы беспокойно? Мог бы, господин. В этом домохозяине или сыне домохозяина мог бы возникнуть телесный и умственный жар, рожденный страстью, который мучил бы его так, что он спал бы беспокойно. Но Татхагата отбросил эту страсть, срубил ее под корень, сделал ее подобной обрубкой пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем. Поэтому я спал спокойно. 2. Как ты считаешь, принц, мог бы в этом домохозяине или сыне домохозяина возникнуть телесный и умственный жар, рожденный ненавистью? 3. Заблуждением, которым учил бы его так, что он спал бы беспокойно? В этом домохозяине или сыне домохозяина мог бы возникнуть телесный и умственный жар, рожденный заблуждением, которым учил бы его так, что он спал бы беспокойно. Но Татхагата отбросил это заблуждение, срубил его под корень, сделал его подобным обрубку пальмы, уничтожил так, что оно более не сможет возникнуть в будущем. Поэтому я спал спокойно. И далее он добавил, всегда он спит спокойно, не Бабана Брахман достигший, угасан, лишен обретений, усладой он чувств не запятнен. Отрезав любые цепляния, отбросив мучения в сердце, он спит хорошо, он спокоен, покоя в уме ведь достиг он. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о последних днях месяца Мадхи, соответствует примерно середине февраля. Девадута сутта, небесные посланники. АН 3.36. Благословенный сказал, монахи, есть эти три небесных посланника. 1. Какие три? Вот, монахи, некий человек пускается в неблагое поведение телом, речью, и умом. В результате с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Там смотрители ада хватают его за обе руки и приводят к царю Яме. 2. Ваше Величество, этот человек вел себя неподобающе со своим отцом и своей матерью. Он вел себя неподобающе со жрецами и отшельниками. Он не чтил старейшин семьи. Пусть Ваше Величество наложит на него наказание. 1. И тогда царь Яма задает ему вопросы, спрашивает его, допрашивает разными путями насчет первого небесного посланника. Уважаемый, разве не видел ты первого небесного посланника, который появился среди людей? И он отвечает, нет, владыка, я не видел его. Тогда царь Яма говорит ему, но, уважаемый, разве ты никогда не видел среди людей женщину или мужчину, которому 80, 90 или 100 лет, кривого, как подпорка для крыши, скрюченного, трясущегося по мере того, как он идет, опираясь на палку, больного, утратившего молодость, с разбитыми зубами, с редкими седыми волосами или лысого, с морщинистой кожей, покрытого пятнами? И человек отвечает, да, владыка, я видел. Тогда царь Яма говорит ему, уважаемый, но разве к тебе, умному и зрелому человеку, не пришла мысль, я тоже подвержен старости, я не избегу старости. Что если я буду совершать благое телом, речью и умом? Нет, владыка, я не мог. Я был обеспечен. Тогда царь Яма говорит, из-за обеспечности, уважаемый, ты не сумел сделать благого телом, речью или умом. Вне сомнений, с тобой теперь будут обращаться так, как это и соответствует твоей беспечности. Эта твоя неблагая кама была совершена не твоим отцом или матерью, не твоим братом или сестрой, не твоими друзьями и товарищами, не твоими родственниками и членами семьи, не божествами, не жрецами и не отшельниками. Напротив, именно ты совершил эту плохую каму, и тебе самому и придется переживать ее результат. Два, когда царь Яма задал ему вопросы, спросил его, да просил разными путями насчет первого небесного посланника, он далее задает ему вопросы, спрашивает его, да спрашивает разными путями насчет второго небесного посланника, уважаемый, разве не видел ты второго небесного посланника, который появился среди людей? И он отвечает, нет, владыка, я не видел его. Тогда царь Яма говорит ему, но, уважаемый, разве ты никогда не видел среди людей женщину или мужчину, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, лежит в своей же моче или испражнениях, которого поднимают одни и укладывают другие? И человек отвечает, да, владыка, я видел. Тогда царь Яма говорит ему, уважаемый, но разве к тебе, умному и зрелому человеку, не пришла мысль, я тоже подвержен болезням, я не избегу болезней. Что если я буду совершать благое телом, речью, и умом? Нет, владыка, я не мог. Я был обеспечен. Тогда царь Яма говорит, из-за беспечности, уважаемый, ты не сумел сделать благого телом, речью, или умом. Вне сомнений, с тобой теперь будут обращаться так, как это и соответствует твоей беспечности, именно ты совершил эту плохую каму, и тебе самому и придется переживать ее результат. 3. Когда царь Яма задал ему вопросы, спросил его, да просил разными путями насчет второго небесного посланника, он далее задает ему вопросы, спрашивает его, да спрашивает разными путями насчет третьего небесного посланника, уважаемый, разве не видел ты третьего небесного посланника, который появился среди людей? И он отвечает, нет, владыка, я не видел его. Тогда царь Яма говорит ему, но, уважаемый, разве ты никогда не видел среди людей женщину или мужчину, который мертв уже, один день как, два дня, или три дня, вздувшийся, мертвенно бледный, гноящийся от труб? И человек отвечает, да, владыка, я видел. Тогда царь Яма говорит ему, уважаемый, но разве к тебе, умному и зрелому человеку, не пришла мысль, я тоже подвержен смерти, я не избегу смерти. Что если я буду совершать благое телом, речью, и умом? Нет, владыка, я не мог. Я был обеспечен. Когда, монахи, царь Яма задал ему вопросы, спросил его, да просил разными путями насчет третьего небесного посланника, он далее замолкает. И тогда смотрители ада пытают его пятичастным пронзанием. Они пронзают раскаленным железным штырем одну руку и другим раскаленным железным штырем другую руку. Они пронзают раскаленным железным штырем одну ногу и другим раскаленным железным штырем другую ногу. Они пронзают его раскаленным железным штырем в середину его груди. Там он переживает болезненные, раздирающие, пронзающие чувства, но, все же, он не умирает, пока эта плохая кама не зарасходуется. Затем смотрители ада бросают его у озим и срезают с него кожу топорами. Там он переживает болезненные, раздирающие, пронзающие чувства, но, все же, он не умирает, пока эта плохая кама не зарасходуется. Затем смотрители ада переворачивают его вверх тормашками и срезают с него кожу теслами. Затем смотрители ада привязывают его к колеснице и возят его туда-сюда по земле, которая горит, пылает, полыхает. Затем смотрители ада заставляют его улезать и слезать с огромной кучей углей, которые горят, пылают, полыхают. Затем смотрители ада переворачивают его вверх тормашками и окунают в котел с расплавленной медью, которая горит, пылает, полыхает. Там он варится во вспененном водовороте. И по мере того, как он варится там во вспененном водовороте, его швыряют вверх, вниз, по сторонам. Там он переживает болезненные, раздирающие, пронзающие чувства, но, все же, он не умирает, пока эта плохая кама не зарасходуется. Затем смотрители ада бросают его в великий ад. Монахи, и вот что можно сказать насчет великого ада, угла четыре в нем, четыре в нем двери. Он на отдельные четыре части разделен. Он окружен железными стенами, железной крышей сверху он закрыт. И также из железа сделан пол в нем, и раскален он так, что полыхает. Раскинулся на полных сто йоджан, и постоянно их он покрывает. Как-то раз, монахи, царь Яма подумал, те в мире, кто совершают плохие поступки, наказываются такими разнообразными пытками. Ох, если бы мне удалось обрести человеческое состояние. И так, чтобы тот хагата, арахант, полностью просветленный возник бы в мире. И так, чтобы я прислуживал благословенному. И так, чтобы благословенный обучил бы меня Дхаме. И так, чтобы я смог бы понять его Дхамму. Монахи, я не повторяю чего-либо, что я услышал бы от другого жреца или отшельника, но я говорю о том, что я сам действительно познал, увидел и понял сам. И далее он добавил, небесных посыльных увидев, беспечным кто остается, горюет тот долгое время, отправившись в Нижнее Царство. Но люди хорошие эти, небесных посыльных увидев, беспечными вновь стать не могут, коль это касается Дхаммы. Увидев опасность в цеплянии, источник рождения и смерти, свободным став с нецеплянием, рождение и смерть устранив, спасение счастливый добился, небабан и достиг в этой жизни. Опасность, вражду одолевшая, за рамки страдания он вышел. Один, комментарий, старый человек, больной человек, труп называются небесными посланниками, девадута, поскольку они пробуждают в человеке чувство безотлагательности, как будто предупреждая его, сейчас ты должен предстать перед смертью. Примечание переводчика СВ, смотри. СН 9, Вана Саньютту, где содержатся сутты, рассказывающие о том, как божества пытаются пробудить чувство безотлагательности в монахах, которые начинают лениться или неумелым образом осуществляют практику. Два, мифологический бог смерти и судья, определяющий дальнейшую участь человека. Патхама Читомахараджи Сутта, Четыре Великих Царя 1. Аэн 3.37. Благословенный сказал, монахи, один, на восьмой день половины месяца министры и члены собрания небесных четырех великих царей странствуют по этому миру с такой мыслью. Надеемся, что многие люди, которые ведут себя подобающе со своей матерью и отцом, ведут себя подобающе со жрецами и отшельниками, чтят старейшин семьи, соблюдают упасадху, соблюдают дополнительные дни, совершают накопление заслуг. Один. Два, на четырнадцатый день половины месяца сыновья четырех великих царей странствуют по этому миру с такой мыслью. Надеемся, что многие люди, которые ведут себя подобающе. Три, на пятнадцатый день половины месяца сами четыре великих царя странствуют по этому миру с такой мыслью. Надеемся, что многие люди, которые ведут себя подобающе. Если, монахи, мало людей в мире, которые ведут себя подобающе, совершают накопление заслуг, то тогда четыре великих царя сообщают об этом дэвам Таватимсы, когда они встречаются и заседают в Судхаме, зале для собраний, многоуважаемые, мало тех людей, которые ведут себя подобающе, совершают накопление заслуг. И тогда из-за этого дэвы Таватимсы становятся недовольными, говоря, увы, небесная свита будет приходить в упадок, а свита Асуров будет процветать. Но если много людей в мире, которые ведут себя подобающе, то тогда четыре великих царя сообщают об этом дэвам Таватимсы, когда они встречаются и заседают в Судхаме, зале для собраний, многоуважаемые, много тех людей, которые ведут себя подобающе, совершают накопление заслуг. И тогда из-за этого дэвы Таватимсы становятся радостными, говоря, воистину, небесная свита будет процветать, а свита Асуров будет приходить в упадок. Монахи, как-то раз, когда Сакка, царь дэвов, руководил дэвами Таватимсы, он произнес эту строфу, если кто хочет быть таким, как я, у посадху он должен соблюдать, что факторами восемью полна, на день, что в половине месяца восьмой, пятнадцатый, четырнадцатый день, а также и в особенные дни. 2. Эту строфу, монахи, Сакка, царь богов, продекламировал плохо, а не хорошо. Она была сформулирована плохо, а не хорошо. И почему? Потому что Сакка, царь дэвов, не лишен страсти, ненависти, заблуждения. 3. Но в случае с монахом, который Арахант, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, полностью уничтожил оковы существования и всецело освободился посредством окончательного знания, именно ему подобает говорить. А также и в особенные дни. И почему? Потому что этот монах лишен страсти, ненависти, заблуждения. 1. Комментарий поясняет, что люди соблюдают восемь правил поведения, упасадху, восемь раз в месяц, а также, помимо этого, они каждый раз добавляют один день до упасадхи и один день после, что и называется дополнительными днями соблюдения. Что касается накопления заслуг, то комментарий говорит о подношении цветов и ламп, слушании дхаммы, соблюдении правил поведения, сооружении построек для монастыря и т.д. 2. Комментарий поясняет, что речь идет в том числе и о соблюдении упасадхи в течение трех месяцев сезон дождей. Дутия Читомахара Джисутта, Четыре Великих Царя 2. А.Н. 3.38. Благословенный сказал, монахи, как-то раз, когда Сакка, царь Дейвов, руководил довом этого Тимсы, он произнес эту строфу, если кто хочет быть таким, как я, упасадху он должен соблюдать, что факторами восемью полна, на день, что в половине месяца восьмой, пятнадцатый, четырнадцатый день, а также и в особенные дни. Эту строфу монахи, Сакка, царь богов, продекламировал плохо, а не хорошо. Она была сформулирована плохо, а не хорошо. И почему? Потому что Сакка, царь Дейвов, не освобожден от рождения, старости и смерти, от печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он не освобожден от страданий, я говорю вам. Но в случае с монахом, который Арахант, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, полностью уничтожил оковы существования и всецело освободился посредством окончательного знания, именно ему подобает говорить. И почему? Потому что этот монах освобожден от рождения, старости и смерти, от печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он освобожден от страданий, я говорю вам. Сухумала сутта, утонченность. А.Н. 3.39. Благословенный сказал, монахи, меня воспитывали утонченным, необычайно утонченным, неимоверно утонченным. В резиденции моего отца были сделаны лотосовые пруды просто ради моего удовольствия, один с цветущими красными лотосами. Другой с цветущими белыми лотосами, и третий с цветущими голубыми лотосами. Я не пользовался иным сандаловым деревом, кроме как привезенным из касси. Мой тюрбан, как и моя туника, нижние одеяния, верхние одеяния были сделаны из кассийской ткани. Днем и ночью надо мной держали белый навес, чтобы защитить меня от жары и холода, пыли, травы и росы. У меня было три дворца, один для зимнего сезона, один для летнего, один для сезона дождей. Один. Четыре месяца я проводил во дворце для сезона дождей, где меня развлекали музыканты, и среди них были только женщины и не было ни одного мужчины. И я ни разу не покидал дворца. Тогда как рабов, вслух и рабочих в других домах кормили разбитым рисом и кислой кашей, в доме моего отца им давали выбранный горный рис, мясо, вареный рис. Один. Среди такой роскоши и утонченной жизни мысль пришла ко мне, необученный заурядный человек, будучи сам подверженным старости и не способный избежать старости, чувствует отторжение, унижение, отвращение, когда видит того, кто стар, но в этом случае он не замечает собственной ситуации. Ведь я тоже подвержен старости и не способен избежать старости. Поскольку это так, то если бы я ощутил отторжение, унижение, отвращение при виде того, кто стар, то это было бы неподобающе для меня. И когда я обдумал это, мое опьянение молодостью было всецело отброшено. Два. Мысль пришла ко мне, необученный заурядный человек, будучи сам подверженным болезням и не способный избежать болезней, чувствует отторжение, унижение, отвращение, когда видит того, кто болен, но в этом случае он не замечает собственной ситуации. Ведь я тоже подвержен болезням и не способен избежать болезней. Поскольку это так, то если бы я ощутил отторжение, унижение, отвращение при виде того, кто болен, то это было бы неподобающе для меня. И когда я обдумал это, мое опьянение здоровьем было всецело отброшено. Два. Мысль пришла ко мне, необученный заурядный человек, будучи сам подверженным смерти и не способный избежать смерти, чувствует отторжение, унижение, отвращение, когда видит того, кто умер, но в этом случае он не замечает собственной ситуации. Ведь я тоже подвержен смерти и не способен избежать смерти. Поскольку это так, то если бы я ощутил отторжение, унижение, отвращение при виде того, кто умер, то это было бы неподобающе для меня. И когда я обдумал это, мое опьянение жизнью было всецело отброшено. Монахи, есть такие три вида опьянения. Какие три? Опьянение молодостью, опьянение здоровьем, опьянение жизнью. Опьяненный молодостью, необученный заурядный человек пускается в неблагое поведение телом, речью и умом. С распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Опьяненный здоровьем, опьяненный жизнью, перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Опьяненный молодостью, монах оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Или опьяненный здоровьем, или опьяненный жизнью, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. И далее он добавил, болезням, старости и смерти подвержены простые люди. Им отвратительны все те, как и соответствуют природе. Если бы имел я отвращение к тем, кто таков из-за природы, неправильно бы это было, ведь я и сам такой же точно. И когда пребывал я так, без обретения зная состояния, преодолел все виды опьянений здоровьем, молодостью, жизнью, защиту видя в отречении. Возникло рвение во мне, когда увидел я Нибану. И не способен я теперь попасть под наслаждение чувств. Опершись на святую жизнь, назад уже я не вернусь. 1. Комментарий поясняет, что в зимнем дворце было 9 этажей, которые были низкими, чтобы удержать тепло. В летнем было 5 высоких этажей, чтобы воздух был прохладным. Во дворце для сезона дождей было 7 этажей не слишком низких, не слишком высоких, чтобы поддерживать среднюю температуру. Атхипатия сутта, авторитет. АН 3.40. Благословенный сказал, монахи, есть эти три авторитета. Какие три? Сам себе авторитет, мир как чей-либо авторитет, тхама как чей-либо авторитет. 1. И что такое, монахи, сам себе авторитет? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева или в пустую хижину, монах рассуждает так, «Я покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, не ради одеяний, еды, жилищ, или же ради становления таким или эдаким, но с мыслью, я погружен в рождение, старость и смерть, в печаль, в стенание, боль, уныние и отчаяние. Я погружен в страдании, одолеваем страданием. Вероятно, как-нибудь можно достичь окончания всей этой груды страдания. 2. Будучи тем, кто покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, было бы неподобающе для меня выискивать чувственное удовольствие наподобие тех, что я оставил, или даже те, которые хуже, чем эти. 3. Затем он рассуждает так, неослабевающее усердие возникнет во мне. Незамутненная осознанность будет установлена. 4. Моё тело будет безмятежным, невзволнованным. Мой ум будет сосредоточенным и однонаправленным. Взяв в качестве своего авторитета самого себя, он отбрасывает неблагое и развивает благое. Он отбрасывает то, что достоина порицания, и развивает безукоризненное. Он поддерживает себя в чистоте. Вот что такое сам себе авторитет. 2. И что такое, монахи, мир как чей-либо авторитет? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева или в пустую хижину, монах рассуждает, я покинул жизнь домохозяйскую. Вероятно, как-нибудь можно достичь окончания всей этой груды страдания. Будучи тем, кто покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, я могу обдумывать чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. Но обитель мира обширна. В обширной обители мира есть жрецы и отшельники, обладающие сверхъестественными силами и божественным глазом, которые знают умы других. Они видят вещи издалека, но их самих не увидеть, даже если они близко. Они знают умы других своим собственным умом. Они могут узнать обо мне так, посмотри-ка на этого представителя клана. Хоть он благодаря вере и покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, он запятнан плохими, неблагими состояниями. Есть также и божества со сверхъестественными силами и божественным глазом, которые знают умы других. Они видят вещи издалека, но их самих не увидеть, даже если они близко. Они тоже знают умы других своим собственным умом. Они тоже могут узнать обо мне так, посмотри-ка на этого представителя клана. Хоть он благодаря вере и покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, он запятнан плохими, неблагими состояниями. Затем он рассуждает так, неослабевающее усердие возникнет во мне. Незамутненная осознанность будет установлена. Мое тело будет безмятежным, невзволнованным. Мой ум будет сосредоточенным и однонаправленным. Взяв в качестве своего авторитета мир, он отбрасывает неблагое и развивает благое. Он отбрасывает то, что достойно порицания, и развивает безукоризненное. Он поддерживает себя в чистоте. Вот что такое мир как чей-либо авторитет. Три, и что такое, монахи, тхамы как чей-либо авторитет? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева или в пустую хижину, монах рассуждает, я покинул жизнь домохозяйскую. Вероятно, как-нибудь можно достичь окончания всей этой груды страдания. Эта тхама превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. У меня есть товарищи монахи, которые знают и видят. Будучи тем, кто покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной в этой хорошо провозглашенной тхаме и винае, было бы неподобающе для меня быть ленивым и беспечным. Затем он рассуждает так, неослабевающие усердия возникнет во мне. Незамутненная осознанность будет установлена. Мое тело будет безмятежным, невзволнованным. Мой ум будет сосредоточенным и однонаправленным. Взяв в качестве своего авторитета тхамму, он отбрасывает неблагое и развивает благое. Он отбрасывает то, что достоина порицания, и развивает безукоризненно. Он поддерживает себя в чистоте. Вот что такое тхама как чей-либо авторитет. Таковы, монахи, три авторитета. И далее он добавил, «И для того, кто совершает злодеяние, нет места в мире, что могло бы назваться скрытым». И, человек, ты сам внутри ведь знаешь, правда ли это, или же неправда. Воистину, почтенный, ты свидетель, благое, я, который отвергает, а также, я, порочно и скрывает, находится, который в тебе же. Глупца такого да и вы, Будда знают, что нечестиво поступает в этом мире. Поэтому осознанным быть нужно, себя возьми своим авторитетом. Он бдительный, он медитирует, и мир берет за свой авторитет он. Живет в согласии он с Дхаммой, авторитетом он ее считает. К старанию себя склоняя, этот мудрец упадку не подвержен. И когда Мару одолеть сумел он, повергнув Созидателя кончины, этот борец покончить смог с рождением. Этот мудрец, провидец, знаток мира, в мире ни с чем себя не соотносит. Саммукхибхова сутта, наличествуют. АН 3.41 Благословенный сказал, Монахи, когда наличествуют три вещи, представитель клана, обладающий верой, порождает множество заслуг. Какие три? Один, когда наличествует вера, представитель клана, обладающий верой, порождает множество заслуг. Два, когда наличествует предмет, который он намеревается подарить, представитель клана обладает верой и порождает множество заслуг. Три, когда наличествуют те, кто достойный подношений, представитель клана, обладающий верой, порождает множество заслуг. Титхана сутта, случай. АН 3.42. Благословенный сказал, монахи, в трех случаях о человеке можно понять, что он наделен верой и уверенностью. В каких трех? 1. Когда он желает увидеть тех, кто обладает нравственным поведением. 2. Когда он желает услышать благую Дхамму. 3. И когда он пребывает дома с умом, лишенным пятна о скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. В этих трех случаях о человеке можно понять, что он наделен верой и уверенностью. И далее он добавил, тот, кто желает нравственных людей увидеть, тот, слушать кто благую Дхамму хочет, тот, устранил кто с ка редности пятна, зовется тем, кто обладает верой. Абдхаваса сутта, преимущество. АН 3.43. Благословенный сказал, монахи, когда человек видит три преимущества, то этого достаточно для обучения других Дхамме. Какие три? 1. Тот, кто учит Дхамме, переживает смысл Дхамму. 2. Тот, кто слышит Дхамму, переживает смысл Дхамму. 3. И тот, кто учит Дхамме, и тот, кто слышит Дхамму, переживают смысл Дхамму. Видение этих трех преимуществ является достаточным для того, чтобы обучать Дхамме. Катхапавати сутта, плавное течение. АН 3.44. Благословенный сказал, монахи, разговор протекает плавно в трех случаях. В каких трех? 1. Когда тот, кто обучает Дхамме, переживает смысл Дхамму. 2. Когда тот, кто слушает Дхамму, переживает смысл Дхамму. 3. Когда и тот, кто обучает Дхамме, и тот, кто слушает Дхамму, переживает смысл Дхамму. В этих трех случаях разговор протекает плавно. Пандита сутта, мудрец. А.Н. 3.45. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вещи, предписанные мудрыми, предписанные хорошими людьми». Какие три? 1. Даяние предписано мудрыми, предписано хорошими людьми. 2. Уход в бездомную жизнь из жизни домохозяйская предписано мудрыми, предписано хорошими людьми. 3. Услужение собственной матери отцу предписано мудрыми, предписано хорошими людьми. Эти три вещи предписаны мудрыми, предписаны хорошими людьми. И далее он добавил, даяние предписаны хорошими людьми, безвредными, обузданными, сдержанными, а также услужение матери, отцу, и тем, кто безмятежен и ведет святую жизнь. Вот каковы хорошие дела, к которым мудрый себя должен устремлять. Он обладает видением и благороден он, в счастливый мир он после смерти попадет. Силаванта сутта, нравственный. АН 3.46. Благословенный сказал, монахи, когда нравственные люди, ушедшие в бездомную жизнь, пребывают в зависимости от некоего города или деревни, то тамошние люди порождают множество благих заслуг тремя путями. Какими тремя? Один – телом, два – речью, три – умом. Когда нравственные люди, ушедшие в бездомную жизнь, пребывают в зависимости от некоего города или деревни, то тамошние люди порождают множество благих заслуг этими тремя путями. Сангхаталакхана сутта, обусловленной. АН 3.47. Благословенный сказал, монахи, есть эти три характеристики, определяющие обусловленной. Какие три? Один – видно возникновение обусловленного, два – видно угасание обусловленного, три – видно изменение обусловленного по мере того, как оно наличествует. Таковы три характеристики, определяющие обусловленной. Монахи, есть эти три характеристики, определяющие необусловленной. Какие три? Не видно возникновение необусловленного, не видно угасание необусловленного, не видно изменение необусловленного по мере того, как оно наличествует. Таковы три характеристики, определяющие необусловленные. Подбатарджи сутта, горы. АН 3.48. Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, великие соловые деревья разрастаются тремя путями. Какими тремя? Они разрастаются в ветвях, листьях, листве, они разрастаются в коре и побегах, они разрастаются в заболоне и сердцевине. Основываясь на Гималаях, царе всех гор, великие соловые деревья разрастаются этими тремя путями. Точно так же, когда глава семьи обладает верой, то люди в семье, которые зависят от него, возрастают тремя путями. Какими тремя? 1. Они возрастают в вере, 2. Они возрастают в нравственности, 3. Они возрастают в мудрости. Когда глава семьи обладает верой, то люди в семье, которые зависят от него, возрастают этими тремя путями. И далее он добавил, как если бы деревья разрастались, в зависимости от горы скалистой, находится которая в глубокой дикой чаще, и стали бы потом владыками лесными, то точно так же, коль глава семейства, сам нравственный обладает верой, его жена и дети родня, все возрастают, от него завися, как и его друзья, семейный круг, и все, кто от него зависит. Все те, кто обладают развлечением, увидев нравственного человека поведение, щедрость его, как и различные дела благие, поступят так же, следуя его примеру. Коли жизнь прожита в согласии с Дхаммой, с путем, приводит что в дел хороший, все те, кто наслаждению чувств желают, возродуются в мире небожители потом. От аппокарания сутта, рвение. АН 3.49. Благословенный сказал, монахи, рвение следует прилагать в трех случаях. Каких трех? 1. Рвение следует прилагать ради невозникновения невозникших плохих, неблагих качеств. 2. Рвение следует прилагать ради возникновения невозникших благих качеств. 3. Рвение следует прилагать ради терпения возникших телесных чувств, болезненных, мучительных, острых, пронзающих, раздирающих и неприятных, высасывающих жизненную силу. В этих трех случаях следует прилагать рвение. Когда монах прилагает вение ради невозникновения невозникших плохих, неблагих качеств, ради возникновения невозникших благих качеств, и ради терпения возникших телесных чувств, болезненных, высасывающих жизненную силу, то тогда он зовется монахом, который решителен, бдителен и осознан ради осуществления полного окончания страданий. Махачура сутта, вор. АН-350. Сутта идентична АН-503, но здесь рассмотрены только первые три фактора вора и монаха. АН-503, а не пять, как бы АН-503. Подхамадви Брахмана сутта, два Брахмана один. АН-351. И тогда два Брахмана, которые были старыми, отягощенными годами, много прожившими, чьи дни подходили к концу, которым шел 120-й год, подошли к Благословенному и обменялись с ним приветствиями. После обмена приветствиями и любезностями, они сели рядом и сказали Благословенному, «Мы Брахманы, мастер Гатама, старый, отягощенными годами, идет нам 120-й год. Но мы не сделали ничего хорошего и благого, как и не создали для себя убежище. Пусть мастер Гатама посоветует нам, наставит нас так, чтобы это привело бы к нашему благополучию и счастью на долгое время. Воистину, Брахманы, вы старые, отягощены годами, идет вам 120-й год, но вы не сделали ничего хорошего и благого, как и не создали для себя убежище. Воистину, этот мир сметается старостью, болезнями и смертью. Но хотя мир сметается старостью, болезнями и смертью, когда кто-либо умирает, телесный, словесный и умственный самоконтроль обеспечит ему убежище, пристанище, остров, прибежище и поддержку». И далее он добавил, «Жизнь протекла, жизнь не короток срок. Старым коль стал, то убежища нет. В смерти угрозу вот эту узрев, свершая заслуги, что счастье несут». 1. И когда в мир ты ноя отойдешь, сдержанность в теле, и речи, уме, как и заслуги, что в жизни свершил, к счастью тебя приведут твоему. 1. Этой строфой к Будде обращается божество в СН 1.3. Дутия 2 Брахмана Сутта, 2 Брахмана 2. АН 3.52. И тогда два Брахмана, которые были старыми, отягощенными годами, много прожившими, чьи дни подходили к концу, которым шел 120-й год, подошли к Благословенному и обменялись с ним приветствиями. После обмена приветствиями и любезностями, они сели рядом и сказали Благословенному, «Мы Брахманы, мастер Гатама, старый, отягощенный годами, идет нам 120-й год. Но мы не сделали ничего хорошего и благого, как и не создали для себя убежище. Пусть мастер Гатама посоветует нам, наставит нас так, чтобы это привело бы к нашему благополучию и счастью на долгое время. Воистину, Брахманы, вы старые, отягощенные годами, идет вам 120-й год, но вы не сделали ничего хорошего и благого, как и не создали для себя убежище. Воистину, этот мир горит старостью, болезнями и смертью. Но хотя мир горит старостью, болезнями и смертью, когда кто-либо умирает, телесный, словесный и умственный самоконтроль обеспечит ему убежище, пристанище, остров, прибежище и поддержку». И далее он добавил, «Когда твой дом в огне, то выставлен сосуд. Но этот ли полезен, или тот, горит в огне который? Когда мир полыхает стареньем и смертью, то выставлять, спасая, нужно свое даяние, ведь сделанный подарок, есть лучшее спасение. 1. И когда в мир тыной отойдешь, сдержанность в теле, и речи, уме, как и заслуги, что в жизни свершил, к счастью тебя приведут твоему». 1. Эти две строфы есть в беседе между Буддой и Божеством в СН 1.41. 1. Аньитара Брахмана сутта, Некий Брахман. А.Н. 3.53. И тогда Некий Брахман подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Мастер Гатама, напрямую видимая Дхамма, напрямую видимая Дхамма, так говорят. В каком смысле Дхамма видна напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно». 1. Брахман, вот некий человек возбужден страстью, одолеваем страстью, с умом, охваченным ей, планирует совершить что-либо, что принесет несчастье самому себе, несчастье другим, несчастье обоим, и он переживает умственные страдания и унынии. Но когда страсть отброшена, то он не планирует совершить что-либо, что принесет несчастье самому себе, несчастье другим, несчастье обоим, и он не переживает умственного страдания и уныния. Вот каким образом Дхамма видна напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Два, вот некий человек полон ненависти, одолеваем ненавистью, с умом, охваченным ей, планирует совершить что-либо, что принесет несчастье, переживает умственные страдания и унынии. Но когда ненависть отброшена, то он не планирует, не переживает умственного страдания и уныния. И таким образом также Дхамма видна напрямую, познается мудрыми самостоятельно. Три, вот некий человек полон заблуждения, одолеваем заблуждением, с умом, охваченным им, планирует совершить что-либо, что принесет несчастье, переживает умственные страдания и унынии. Но когда заблуждение отброшено, то он не планирует, не переживает умственного страдания и уныния. И таким образом также Дхамма видна напрямую, познается мудрыми самостоятельно. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Парибаджика Сутта – Странник А.Н. 3.54 И тогда некий Брахман-странник подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Мастер Гатама, напрямую видимая Дхамма, напрямую видимая Дхамма, так говорят». В каком смысле Дхамма видна напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. 1. Страстью, с умом, охваченным ей, пускается в неблагое поведение телом, речью, и умом. Но когда страсть отброшена, он не пускается в неблагое поведение телом, речью, и умом. Тот, кто возбужден страстью, одолеваем страстью, с умом, охваченным ей, не понимает в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. Но когда страсть отброшена, он понимает в соответствии с действительностью собственное благо, благо других, благо обоих. Вот каким образом Дхамма видна напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Два, вот некий человек полон ненависти. Три, вот некий человек полон заблуждения, одолеваем заблуждением, с умом, охваченным им, планирует совершить что-либо, что принесет несчастье, переживает умственные страдания и унынии. Но когда заблуждение отброшено, то он не планирует, не переживает умственного страдания и уныния. Тот, кто заблуждается, одолеваем заблуждением, с умом, охваченным им, пускается в неблагое поведение телом, речью и умом. Но когда заблуждение отброшено, он не пускается в неблагое поведение телом, речью и умом. Тот, кто заблуждается, одолеваем заблуждением, с умом, охваченным им, не понимает в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. Но когда заблуждение отброшено, он понимает в соответствии с действительностью собственные блага, блага других, блага обоих. И таким образом также Дхамма видна напрямую, познается мудрыми самостоятельно. «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто! Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Ниббута сутта, Ниббана АН 3.55. И тогда Брахман Джанусони подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Мастер Гатама, напрямую видимая Ниббана, напрямую видимая Ниббана, так говорят. В каком смысле Ниббана видна напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно? Один, Брахман, вот некий человек возбужден страстью, одолеваем страстью, с умом, охваченным ей, планирует совершить что-либо, что принесет несчастье самому себе, несчастье другим, несчастье обоим, и он переживает умственные страдания и унынии. Но когда страсть отброшена, то он не планирует совершить что-либо, что принесет несчастье самому себе, несчастье другим, несчастье обоим, и он не переживает умственного страдания и уныния. Вот каким образом Ниббана видна напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведёт к цели, познаётся мудрыми самостоятельно. Два, вот Никит человек полон ненависти. Три, вот Никит человек полон заблуждения, одолеваем заблуждением, с умом, охваченным им, планирует совершить что-либо, что принесёт несчастье, переживает умственные страдания и унынии. Но когда заблуждение отброшено, то он не планирует, не переживает умственного страдания и уныния. И таким образом также Нигбана видна напрямую, познаётся мудрыми самостоятельно. Когда, Брахман, кто-либо переживает безостаточное уничтожение страсти, безостаточное уничтожение ненависти, и безостаточное уничтожение заблуждения, то и таким образом также Нигбана видна напрямую, познаётся мудрыми самостоятельно. Великолепно, Мастер Гатама! Великолепно, Мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевёрнуто. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Палока сутта, сокращение населения. А.Н. 3.56 И тогда некий брахман подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Мастер Гатама, я слышал, как старшие брахманы, которые старые, отягощенные годами, учителя-учителей, говорят так, в прошлом этот мир был настолько плотно населен, что, казалось, нет места даже между людьми. Деревня, города, столицы были так близко друг к другу, что петухи могли бы перелетать между ними. 1. Почему, мастер Гатама, в настоящее время количество людей сократилось, можно увидеть сокращение численности населения, а деревня, города, и округи исчезли. 1. В наше время, брахман, люди возбуждены недозволенной страстью. 2. Одолеваемы неправедной жаждой, подавлены неправильной дхаммой. В результате они берут оружие и убивают друг друга. Поэтому многие люди умирают. Вот в чем причина того, что в наше время количество людей сократилось, можно увидеть сокращение численности населения, а деревня, города, и округи исчезли. 2. Далее, в наше время люди возбуждены недозволенной страстью, одолеваемы неправедной жаждой, подавлены неправильной дхаммой. Когда так происходит, то не выпадает достаточного количества дождя. В результате наступает голод и зерна мало. Урожай гибнет и превращается в солому. Поэтому многие люди умирают. Такова еще одна причина того, что в наше время количество людей сократилось, можно увидеть сокращение численности населения, а деревня, города, и округи исчезли. 3. Далее, в наше время люди возбуждены недозволенной страстью, одолеваемы неправедной жаждой, подавлены неправильной дхаммой. Когда так происходит, то ягдхи выпускают диких духов. 3. Поэтому многие люди умирают. Такова еще одна причина того, что в наше время количество людей сократилось, можно увидеть сокращение численности населения, а деревня, города, и округи исчезли. 4. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Комментарий поясняет, что дома одного селения были так близко расположены к другим, что петух с крыши одного дома мог перелететь на крышу другого дома, относящегося к другому селению. Примечание переводчика СВ, не безинтересно, что аналогичный фрагмент приводится в ДН-26 в описании утопического мира будущего, а не прошлого, где люди живут по 80 000 лет, у них нет болезней, а индийский город Варанаси известен как Китумати. 2. Комментарий поясняет, что недозволенная страсть, Адхаммарага, и неправедная жажда, Висамалабха, это страсть и жажда к чужому имуществу. 3. Комментарий поясняет, что правящий, главный, яггхи выпускают злобных яггхов, и когда появляется возможность, они лишают жизни людей. Вачхаготта сутта, Вачхаготта. АН 3.57. И тогда странник Вачхаготта подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Мастер Гатама, вот что я слышал, отшельник Гатама говорит так, подаяние следует давать только мне, а не другим. Подаяние следует давать только моим ученикам, а не ученикам других. Только то, что было подарено мне, приносит большой плод, а не то, что подарено другим. Только то, что подарено моим ученикам, приносит большой плод, а не то, что подарено ученикам других. Те, кто говорят это, говорят ли именно так, как это было сказано благословенным, и не говорят ли того, что было бы противоположным действительности? Объясняют ли они в соответствии с Дхамой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики? Потому что мы не хотели бы искажать сказанные благословенным. Вачха, те, кто говорят, отшельник Гатама говорит так, подаяние следует давать только мне. Не говорят того, что было сказано мной, искажают сказанное мной тем, что является неправдой, тем, что противоречит действительности. Тот, кто не дает другому совершить дарение, создает преграду и камень преткновения для трех людей. Каких трех? Один, для дающего он создает преграду обрести заслугу, два, для получающего, получить дар, три, и он себя уже изувечил и скалечил сам. Тот, кто не дает другому совершить дарение, создает преграду и камень преткновения для этих трех людей. Но, Вачха, я утверждаю, что человек обретает заслугу, даже если после мытья посуды выбросит воду в помойную яму или сточную канаву с мыслью, пусть существа, живущие здесь, поддержат себя этим пропитанием. Что уж говорить о том, когда кто-либо дает дар человеческим существам. Однако, я утверждаю, что дар тому, кто обладает нравственным поведением, принесет больший плод, чем дар безнравственному человеку. И самым достойным получателем является тот, кто отбросил пять факторов и наделен пятью факторами. И какие пять факторов он отбросил? Чувственное желание, недоброжелательность, лень и апатию, неугомонность и сожаление, сомнение. И какими пятью факторами он наделен? Нравственным поведением, сосредоточением, мудростью, освобождением, знанием и видением освобождения того, кто окончил тренировку. Таковы пять факторов, которыми он наделен. Вот каким образом, я говорю тебе, дар тому, кто отбросил пять факторов и наделен пятью факторами, приносит очень хороший результат. И далее он добавил, среди всех копытных, что в мире живут, тех, белый кто, черный или красный на вид, или сизый, а может быть и золотой, хоть светом одним или вкрапинку весь, рождается бык, что приручен уже. Он может тяжелые грузы тащить, он сильный и быстрым он шагом идет. И груз тогда взвалят они на него, и их не волнует окрас у быка. И точно ведь так же и среди людей, различные виды рождения есть, есть хаттия, весы и брахманы есть, есть сборщики мусора, суды, чиндалы. И в группе родиться ведь может в любой, прирученный, добрый во всем человек, устойчивый в Дхамме, благой в поведении, правдивый в речах, кто стыда не лишен. Он тот, кто оставил рождение и смерть, и жизнь он святую довел до конца. Он тяготы сбросил, и он отделен, свободный от пятен задачу свершил. Он вышел за грань всяких разных вещей, и он не цеплянием ни бана достиг. Воистину дар величайший даст, коль будет посажен на поле таком. Глупцы понимания же лишены, тупые умом, в них учености нет. Святых навещать не желают они, но людям сторонним подарки дают. Но те, кто желают святых навещать, мудрейших, провидцами коих зовут, как те, кто в счастливого веру взрастил, упрочил ее, хорошо утвердил, отправится в мир тот, где дэвы живут, а может, родятся в хорошей семье. И так, шаг за шагом стремясь все вперед, мудрейший ни бана достигнет потом. Тиканна сутта, Тиканна. АН 3.58. И тогда Брахман Тиканна подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Затем, сидя рядом, Брахман Тиканна в присутствии Благословенного произнес восхваление Брахманом, которые освоили тройственные знания, таковы Брахманы, мастера тройственного знания. Таковы брахманы, мастера тройственного знания. Благословенный сказал, но как, брахман, брахманы описывают брахмана, который мастер тройственного знания? Мастер Гатама, вот брахман хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он декламатор и сохранитель гимнов, знаток трех вет с их словарями, ритуалами, фонологией, этимологией и, как пяты, историями. Он имел и в филологии и грамматике, прекрасно сведущую натур философии и знаках великого человека. Вот каким образом брахманы описывают брахмана, который мастер тройственного знания. Брахман, мастер тройственного знания в учении благородных довольно так и отличается от мастера тройственного знания, которого описывают брахманы. Но каким образом, мастер Гатама, кто-либо является мастером тройственного знания в учении благородных? Было бы хорошо, если бы мастер Гатама научил бы меня Дхамме так, чтобы прояснить то, каким образом человек является мастером тройственного знания в учении благородных. В таком случае, брахман, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, почтенный, ответил брахман Тиканна. Благословенный сказал, вот, брахман, будучи отстраненным о чувственных удовольствии, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. Один, четвертой джхане, которая неприятно-неболезненна, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Один, когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, незамутненным, лишенным загрязнений, податливым, мягким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию воспоминания прошлых обителей. Два. Так он вспоминает многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Таково первое истинное знание, обретенное им. Невежество развеяно, истинное знание и возникло. Тьма развеяна, свет возник. Вот как происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным, решительным. Два. Когда его ум стал таким сосредоточенным, он направляет его к знанию смерти и перерождения существ. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Таково второе истинное знание, обретенное им. Невежество развеяно, истинное знание и возникло. Тьма развеяна, свет возник. Вот как происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным, решительным. Три. Когда его ум стал таким сосредоточенным, он направляет его к знанию уничтожения пятен загрязнений ума. Он распознает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Таково третье истинное знание, обретенное им. Невежество развеяно, истинное знание и возникло. Тьма развеяна, свет возник. Вот как происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным, решительным. И далее он добавил, тот, нравственность чья безупречна, кото бдителен, кто медитирует, и кто умом смог овладеть своим, сосредоточенным, однонаправленным, мудрец, который разгоняет тьму, владелец знания троичного и победитель смерти. И он зовется оставителем всего, и покровителем людей, богов. И обладая тройкой этих знаний, он тот, кто не имеет заблуждений. И поклоняются они Гатами Будде, последнее, кто тело свое носит. Кто знает прошлое и свои рождения, как увидел небеса и нижние миры. И кто достиг рождения и прекращения, тот напрямую видящий мудрец. И из-за тройки этих самых знаний, становится Брахманом таковым. Его зову я мастером трех знаний, а не того, стихи бармочет кто. Вот каким образом, Брахман, человек является мастером тройственного знания в учении благородных. Мастер Гатама, мастер тройственного знания в учении благородных довольно таки отличается от мастера тройственного знания, которого описывают Брахманы. И мастер тройственного знания, которого описывают Брахманы, не стоит и одной шестнадцатой мастера тройственного знания в учении благородных. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто. Пусть мастер Гатамма помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, однотипный фрагмент, раскрывающийся так же, как например, в Айн 9.32. Два, эти три знания раскрываются так же, как, например, в Айн 4.198. Джинус Сони сутта, Джинус Сони. Айн 3.59. Сутта аналогична предыдущей Айн 3.58, но здесь к Будде приходит брахман по имени Джинус Сони, а также немного отличается вводная часть из тих, который короче на две строфы. Мастер Гатама, тот, у кого есть жертвование, памятное кушание, приготовленная еда для подношения, или же что-либо, что можно подать, должен давать этот свой дар брахманам, который мастера тройственного знания. Благословенный сказал, но как, брахман, брахмана описывают брахмана, который мастер тройственного знания? И далее он добавил, Кату в нравственности совершенен, в предписаниях, Кату собран и решителен, всегда, и кто умом смог овладеть своим, сосредоточенным, однонаправленным, Кату знает прошлое и свои рождения, Кату видел небеса и нижние миры, и кто достиг рождения прекращения тот напрямую видящий мудрец. И из-за тройки этих самых знаний становится брахманом таковым. Его зову я мастером трех знаний, а не того, стихи бармочет кто? Сангарава сутта, Сангарава. АН 3.60. И тогда брахман Сангарава подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Затем, сидя рядом, брахман Сангарава сказал благословенному, Мастер Гатама, мы, брахманы, совершаем жертвовния и предписываем другим совершать жертвовния. И тот, кто жертвует сам, и тот, кто предписывает другим совершать жертвовния, пускается в практику, приносящую заслуги, которая охватывает многих людей, то есть ту практику, которая основывается на жертвовании. Но тот, кто оставляет свою семью и оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, укращает только лишь самого себя, умиротворяет только лишь самого себя, ведет к небыбани только лишь самого себя. В этом случае он пускается в практику, приносящую заслуги, которая охватывает только одного человека, то есть ту практику, которая основывается на уходе в бездомную жизнь. Что же, брахман, я задам тебе вопрос на эту тему. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, брахман? Вот Татхагата появляется в мире, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, счастливый, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Он говорит так, ну же, вот, путь, это, путь. Практикуя в соответствии с ним, я реализовал для себя самостоятельно прямым знанием непревзойденную вершину святой жизни и раскрыл знание об этом остальным. Ну же, практикуйте так же. Практикуя в соответствии с этим, вы тоже реализуете для себя самостоятельно прямым знанием непревзойденную вершину святой жизни не будете пребывать в ней. Вот так учитель учит этой Дхаме, и другие практикуют соответственно. Многие сотни, многие тысяча, многие сотни тысяч делают так. Как ты думаешь? Если такова ситуация, то является ли уход в бездомную жизнь приносящий заслуги практикой, которая охватывает одного человека или же многих людей? В этой ситуации, Мастер Готама, это приносящая заслуги практика, которая охватывает многих людей, то есть та практика, которая основывается на уходе в бездомную жизнь». Когда так было сказано, Достопочтенный Ананда обратился к Брахману Сангораве. «Из этих двух практик, Брахман, какая представляется тебе более простой и наименее вредной, а также более плодотворной и полезной?» И тогда Брахман Сангорава сказал Достопочтенному Ананде, «Я считаю, что мастер Гатама и мастер Ананда достойны уважения и похвалы». И во второй раз Достопочтенный Ананда обратился к Брахману. «Брахман, я не спрашиваю тебя о том, кого ты считаешь достойным уважения и похвалы. Я спрашиваю тебя о том, какая из этих двух практик представляется тебе более простой и наименее вредной, а также более плодотворной и полезной. Но и во второй раз Брахман Сингарава ответил, я считаю, что мастер Гатама и мастер Ананда достойны уважения и похвалы. И в третий раз достопочтенный Ананда обратился к Брахману. Брахман, я не спрашиваю тебя о том, кого ты считаешь достойным уважения и похвалы. Я спрашиваю тебя о том, какая из этих двух практик представляется тебе более простой и наименее вредной, а также более плодотворной и полезной. Но и в третий раз Брахман Сынгарава ответил, «Я считаю, что мастер Гатама и мастер Ананда достойны уважения и похвалы». Тогда Благословенный подумал, даже в третий раз Брахман Сынгарава мямлет и не отвечает, хотя Ананда задает ему справедливый вопрос. Почему бы мне не освободить его от надобности отвечать? И тогда Благословенный сказал Брахману Сынгараве, «Брахман, какая беседа случилась сегодня среди царской святы, когда они собрались вместе и сидели в царском дворце? Вот какая, мастер Гатама, прежде было меньше монахов, но больше тех, кто демонстрировал сверхчеловеческие чудеса посредством сверхъестественных сил. Но теперь монахов больше, но меньше тех, кто демонстрирует сверхчеловеческие чудеса посредством сверхъестественных сил. Вот какая беседа случилась сегодня среди царской святы, когда они собрались вместе и сидели в царском дворце? Брахман, есть три вида чудес. Какие три? Чудо сверхъестественной силы, чудо чтения ума, чудо наставления. Сверхъестественная сила. Один, и что такое, Брахман, чудо сверхъестественной силы? Вот монах владеет различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, он становится многими, будучи многими, он становится одним. Он появляется. Он исчезает. Он беспрепятственно проходит сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Он ныряет и выныривает из земли, как если бы она была водой. Он ходит по воде и не тонет, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, он летит по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой он касается и ударяет даже солнце и луну, настолько он силен и могущественен. Он так влияет на тело, что достигает даже мира Брахмы. Это называется чудом сверхъестественной силы. Чтение мыслей. Два, и что такое, Брахман, чудо чтения ума? Бывает такой человек, который посредством некоторых подсказок, один, заявляет, твои мысли таковы, вот о чем ты думаешь, твой ум в таком-то и таком-то состоянии. И даже если он делает много таких заявлений, они раскрывают все, именно так, как и есть на самом деле, а не иначе. Далее, некий человек не заявляет о состоянии ума другого, на основании подсказок, но он слышит звуки людей, духов, или божеств, которые говорят о состоянии ума этого человека, и заявляет, твои мысли таковы, вот о чем ты думаешь, твой ум в таком-то и таком-то состоянии. И даже если он делает много таких заявлений, они раскрывают все, именно так, как и есть на самом деле, а не иначе. Далее, некий человек не заявляет о состоянии ума другого на основании подсказок, или же из-за слышания звуков людей, духов, или божеств, которые говорят о состоянии ума этого человека, но слышат звук отраженной мысли другого человека по мере того, как тот направляет и удерживает на некой идее свой ум, и тогда заявляет, твои мысли таковы, вот о чем ты думаешь, твой ум в таком-то и таком-то состоянии. И даже если он делает много таких заявлений, они раскрывают все именно так, как и есть на самом деле, а не иначе. Далее, некий человек не заявляет на основании подсказок, или же из-за слышания звуков, или же из-за слышания звука отраженной мысли, но своим собственным умом он охватывает ум того, кто достиг сосредоточения без направления и удержания, и понимает, судя по тому, как расположены формации ума этого человека, он прямо сейчас подумает вот эту мысль. И даже если он делает много таких заявлений, они раскрывают все именно так, как и есть на самом деле, а не иначе. Это называется чудом чтения ума. Чудо-наставление. И что такое, Брахман, чудо-наставление? Вот некий человек наставляет других, так, думай вот так, а не так. Уделяй этому внимание так, а не так. Отбрось это и войди и пребывай в том. Вот что называется чудом наставления. Таковы, Брахман, три вида чудес. Какое из этих чудес кажется тебе наиболее превосходным и возвышенным? Что касается этих чудес, мастер Гатама, то когда кто-либо совершает это чудо, посредством которого он владеет различными видами сверхъестественных сил, достигает даже мира Брахмы, это переживает только тот, кто совершает это, и это происходит только с ним. Это чудо кажется похожим мне на магический трюк. Далее, мастер Гатама, когда кто-либо совершает это чудо, посредством которого он заявляет о состоянии ума другого на основании подсказок, или же из-за слышания звуков, или же из-за слышания звукоотраженной мысли, или же своим собственным умом охватье в ум, понимает, судя по тому, как расположены формации ума этого человека, он прямо сейчас подумает вот эту мысль, и даже если он делает много таких заявлений, они раскрывают всё именно так, как и есть на самом деле, а не иначе, то, опять-таки, это переживает только тот, кто совершает это, и это происходит только с ним. Это чудо также кажется похожим мне на магический трюк. Но, мастер Гатама, когда некий человек совершает это чудо, посредством которого он наставляет других так, думай вот так, а не так. Уделяя этому внимание так, а не так. Отбрось это и войди и пребывая в том. Это чудо кажется мне наиболее превосходным и возвышенным среди этих трёх чудес. Удивительно и поразительно, мастер Гатама, как хорошо сказал об этом мастер Гатама. И мы считаем мастера Гатаму тем, кто может совершать эти три чудо. Ведь мастер Гатама владеет различными видами сверхъестественных сил, достигает даже мира Брахмы. Мастер Гатама своим собственным умом, охватив ум, понимает, судя по тому, как расположены формации ума этого человека, он прямо сейчас подумает вот эту мысль. И мастер Гатама наставляет других так, думай вот так, а не так. Уделяя этому внимание так, а не так. Отбрось это и войди и пребывая в том. Вне сомнений, Брахман, ты нахален и назойлив, три, в своих словах, но, тем не менее, я отвечу тебе. Действительно, я владею различными видами сверхъестественных сил, достигаю даже мира Брахмы. Своим собственным умом, охватив ум, понимаю, судя по тому, как расположены формации ума этого человека, он прямо сейчас подумает вот эту мысль. И я наставляю других так, думай вот так, а не так. Уделяя этому внимание так, а не так. Отбрось это и войди и пребывая в том. Но, мастер Гатама, есть кроме мастера Гатамы хотя бы еще один монах, который может совершать эти три чудо. Ни одна сотня, ни две сотни, ни три сотни, ни четыре сотни, ни пять сотен монахов, но куда больше этих монахов, которые могут совершать эти чудеса. Но где же в настоящее время проживают эти монахи? Здесь, Брахман, в этой сангхе монахов. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, комментарий поясняет, что человек смотрит на черты лица или жесты другого человека и за счет этого угадывает состояние его ума. Два, примечание переводчика СВ, достопочтенный Бодхи переводит этот фрагмент так, что один человек, достигающий тшханы, охватывает умом ум другого человека, который достиг как минимум второй тшханы, без витековичеры, факторов направления и удержания ума на объекте медитации, как это объясняет Тхировадинский комментарий. Однако достопочтенный Тханиссара переводит иначе, далее, некий человек не заявляет на основании подсказок, или же из-за слышания звуков, или же из-за слышания звука отраженной мысли, но, достигнув сосредоточения без направления и удержания, он охватывает своим собственным умом ум другого, и понимает. Другими словами, по мнению достопочтенного Тханиссара, человек, достигнув второй тшханы, сам охватывает ум любого человека, и тогда напрямую видит, читает, его мысли и состояние ума. Три, обычно это слово, асаджи, означает словесно нападать, оскорблять, но такое значение в данном контексте выглядит слишком грубым. Поэтому я предполагаю, что эти слова здесь, не будучи оскорблением, все же, неуместны, так как являются переходом на личность. Типтхаята на сутта, приверженец другого учения. АН 3.61. Благословенный сказал, монахи, есть эти три идеиных принципа приверженцев других учений, один, который, если мудрые будут задавать этим приверженцам вопросы насчет этих принципов, спрашивать, допрашивать их разными путями, выльются в постулаты неделания. Два. Какие три? Монахи, бывают некие жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины и такого воззрения. Все, что переживает этот человек, удовольствие, боль, ни удовольствие, ни боль, все это обусловлено тем, что было сделано им в прошлом. Бывают другие жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины и такого воззрения. Все, что переживает этот человек, удовольствие, боль, ни удовольствие, ни боль, все это обусловлено созидательной деятельностью Бога. И бывают еще другие жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины и такого воззрения, все, что переживает это человек, удовольствие, боль, неудовольствие, не боль, все это происходит без условия, без причины. Три воззрения приверженцев других учений. Один, монахи, я подошел к тем жрецам и отшельникам, которые придерживаются такой доктрины и такого воззрения, все, что переживает это человек, удовольствие, боль, неудовольствие, не боль, все это обусловлено тем, что было сделано им в прошлом, и сказал им, «Правда ли, почтенные, что вы придерживаетесь такой доктрины и воззрения? Когда я спросил их так, они подтвердили это. Тогда я сказал им, в таком случае, из-за прошлых поступков теперь может быть так, что вы уничтожаете жизнь, берете то, что вам не было дано, пускаетесь в сексуальную активность, лжете, своими речами сеете распри, грубите, пускаетесь в пустую болтовню, и можете быть полны жажды, иметь недоброжелательный ум, придерживаться неправильных воззрений. Те, кто отступают к прошлым поступкам как к основополагающей истине, не умеют желания делать то, что следует делать и избегать делания того, чего не следует делать, как и не прилагают в этом отношении усилий. Поскольку они не считают действительным и истинным то, что следует делать, и то, чего не следует делать, они пребывают замутненными умами, не охраняют себя, сдержанностью органов чувств, и даже определение отшельник не может быть оправданно применено к ним лично. Таковым было мое первое аргументированное и опровержение тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины и воззрения. 2. Далее, монахи, я подошел к тем жрецам и отшельникам, которые придерживаются такой доктрины и такого воззрения, все, что переживает этот человек – удовольствие, боль, неудовольствие и не боль – все это обусловлено созидательной деятельностью Бога. И сказал им, правда ли, почтенные, что вы придерживаетесь такой доктрины и воззрения? Когда я спросил их так, они подтвердили это. Тогда я сказал им, в таком случае, из-за созидательной деятельности Бога теперь может быть так, что вы уничтожаете жизнь, и можете быть полны жажды, иметь недоброжелательный ум, придерживаться неправильных воззрений. Те, кто отступают к созидательной деятельности Бога как к основополагающей истине, не имеют желания делать то, что следует делать и избегать делания того, чего не следует делать, как они прилагают в этом отношении усилий. Поскольку они не считают действительным и истинным то, что следует делать, и то, чего не следует делать, они пребывают замутненными умами, не охраняют себя сдержанностью органов чувств, и даже определение отшельник не может быть оправданно применено к ним лично. Таковым было мое второе аргументированное опровержение тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины и воззрения. Три, далее, монахи, я подошел к тем жрецам и отшельникам, которые придерживаются такой доктрины и такого воззрения, все, что переживает этот человек, удовольствие, боль, ни удовольствие, ни боль, все это происходит без условия, без причины, и сказал им, правда ли, почтенный, что вы придерживаетесь такой доктрины и воззрения? Когда я спросил их так, они подтвердили это. Тогда я сказал им, в таком случае, без условия или причины теперь может быть так, что вы уничтожаете жизнь, и можете быть полны жажды, иметь недоброжелательный ум, придерживаться неправильных воззрений. Те, кто отступают к отсутствию условий и причины как к основополагающей истине, не имеют желания делать то, что следует делать и избегать делания того, чего не следует делать, как и не прилагают в этом отношении усилий. Поскольку они не считают действительным и истинным то, что следует делать, и то, чего не следует делать, они пребывают замутненными умами, не охраняют себя сдержанностью органов чувств, и даже определение отшельник не может быть оправданно применено к ним лично. Таковым было моё третье аргументированное опровержение тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины и воззрения. Таковы, монахи, три идейных принципа приверженцев других учений, которые, если мудрые будут задавать этим приверженцам, вопросы насчёт этих принципов, спрашивать, допрашивать их, разными путями, выльются в постулату, не делание. Но, монахи, этот хама, который я научил, не опровергается, не загрязняется, не подвергается критике и упрёкам со стороны мудрых жрецов и отшельников. И какова тхама, которой я научил, и которая не опровергается, не загрязняется, не подвергается критике и упрёкам со стороны мудрых жрецов и отшельников? Есть эти шесть элементов, такова, монахи, тхама, которой я научил, и которая не опровергается, со стороны мудрых жрецов и отшельников. Есть эти шесть сфер контакта. Есть эти восемнадцать умственных исследований. Есть эти четыре благородных истины, такова, монахи, Дхамма, которой я научил, и которая не опровергается, со стороны мудрых жрецов и отшельников. Шесть элементов. Когда так было сказано, есть эти шесть элементов, такова, монахи, Дхамма, которой я научил, и которая не опровергается, со стороны мудрых жрецов и отшельников, то почему так было сказано? Есть эти шесть элементов, элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент ветра, элемент пространства, элемент сознания. Когда так было сказано, есть эти шесть элементов. То вот почему так было сказано. Шесть сфер контакта. Когда так было сказано, есть эти шесть сфер контакта. То почему так было сказано? Есть эти шесть сфер контакта, глаз как сфера для контакта, ухо как сфера для контакта, нос как сфера для контакта, язык как сфера для контакта, тело как сфера для контакта, ум как сфера для контакта. Когда так было сказано, есть эти шесть сфер контакта, то вот почему так было сказано. Восемнадцать умственных исследований. Когда так было сказано, есть эти восемнадцать умственных исследований, то почему так было сказано? Увидев форму глазом, человек изучает форму, которая является основанием для радости. Он изучает форму, которая является основанием для недовольства. Он изучает форму, которая является основанием для невозмутимости. Услышав ухом звук, учуяв носом запах, распробовав языком вкус, ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он изучает ментальный феномен, который является основанием для радости. Он изучает ментальный феномен, который является основанием для недовольства. Он изучает ментальный феномен, который является основанием для невозмутимости. Когда так было сказано, есть эти восемнадцать умственных исследований. То вот почему так было сказано. Четыре благородные истины. Когда так было сказано, есть эти четыре благородные истины. То почему так было сказано? В зависимости от шести элементов происходит нисхождение эмбриона. Когда происходит нисхождение эмбриона, то наличествует имя и форма. С именем и формой как условием наличествуют шесть сфер чувств. С шестью сферами чувств как условием наличествует контакт. С контактом как условием наличествует чувство. Именно, для того, кто переживает чувства, я провозглашаю, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. И что такое, монахи, благородная истина страдания? Рождение – это страдание, старость, болезни, смерть, печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние – это страдание. Неполучение желаемого – это страдание. Если кратко, то пять совокупностей, подверженных цеплянию – это страдание. Вот что называется благородная истина страданий. И что такое, монахи, благородная истина об источнике страдания? С невежеством как условием, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. С шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старость и смерть, печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние возникают. Это называется благородная истина об источнике страдания. И что такое, монахи, благородная истина о прекращении страдания? С безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. С прекращением рождения, старость и смерть, печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние прекращаются. Это называется благородная истина о прекращении страдания. 3. И что такое, монахи, благородная истина о пути, ведущим к прекращению страданий. Это этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это называется благородная истинная пути, ведущим к прекращению страданий. Когда так было сказано, есть эти четыре благородные истины, это, монахи, Тхамма, которые я научил, и которая не опровергается, не загрязняется, не подвергается критике и упрекам со стороны мудрых жрецов и отшельников, то вот почему так было сказано. Один, слово Титха, санскрит, Титха, изначально обозначавшее брод через реку, стало использоваться для обозначения религиозных учений, вероятно, в том смысле, что эти учения представляют собой брод, чтобы пересечь поток омрачений и достичь дальнего берега освобождения, в МН 34 содержится метафора на этот счет. Комментарий объясняет, что Титха – это не буддийские религиозные движения с теми или иными из воззрений, упомянутых в Брахмаджала-суте, ДН1. Основатели этих сект обозначаются словом Титхакара. Это те, кто формулирует подобные воззрения. Приверженцы, последователи, этих движений обозначаются словом Титхиа. В джайнизме величайшие учителя обозначаются санскритским словом Титханакара. Два, примечания переводчика СВ, доктрина неделания состоит в опровержении полного или частичного существования механизма Каммы. В практическом смысле это означает, что приверженец такой доктрины не имеет особого желания прилагать активные усилия к устранению своих умственных загрязнений. Три, по заметке достопочтенного Бодхи, это, должно быть, единственное место в канонии, где вторая и третья истины описываются полным циклом из двенадцать звеньев зависимого возникновения и прекращения соответственно. Тхая сутта, опасности. АН 3.62. Благословенный сказал, монахи, не обученный заурядный человек говорит об этих трех опасностях, которые разлучают мать с сыном. Каких трех? Приходит время, когда возникает великий пожар. Когда возник великий пожар, он сжигает деревни, города и столицы. Когда деревни, города и столицы полыхают, мать не находит своего сына, а сын не находит свою мать. Такова первая опасность, которая разлучает мать с сыном, о которой говорит необученный заурядный человек. Далее, приходит время, когда возникает великое дождевое облако. Когда возникло великое дождевое облако, происходит великое наводнение. Когда происходит великое наводнение, деревни, города и столицы смываются. Когда деревни, города и столицы смываются, мать не находит своего сына, а сын не находит свою мать. Такова вторая опасность, которая разлучает мать с сыном, о которой говорит необученный заурядный человек. Далее, приходит время, когда возникают опасности смута в безлюдных местах, и люди повсеместно взбираются на свои средства передвижения и бегут отовсюду. Когда происходит опасность смута в безлюдных местах, и люди повсеместно взбираются на свои средства передвижения и бегут отовсюду, мать не находит своего сына, а сын не находит свою мать. Такова третья опасность, которая разлучает мать с сыном, о которой говорит необученный заурядный человек Таковы три опасности, которые разлучают мать с сыном, о которых говорит необученный заурядный человек Монахи, есть эти три опасности, когда мать и сын воссоединяются, но необученный заурядный человек говорит о них как об опасностях, которые разлучают мать с сыном Какие три? Приходит время, когда возникает великий пожар Когда возник великий пожар, он сжигает деревни, города и столицы. Когда деревни, города и столицы полыхают, то иногда случается так, что мать находит своего сына, а сын находит свою мать. Такова первая опасность, когда мать и сын воссоединяются, но необученный заурядный человек говорит о ней как об опасности, которая разлучает мать с сыном. Далее, приходит время, когда возникает великое дождевое облако, случается так, что мать находит своего сына, а сын находит свою мать. Далее, приходит время, когда возникают опасности смута в безлюдных местах, случается так, что мать находит своего сына, а сын находит свою мать. Таковы три опасности, когда мать и сын воссоединяются, но необученный заурядный человек говорит о них как об опасностях, которые разлучают мать с сыном. Монахи, есть три опасности, которые разлучают мать с сыном. Какие три? Опасность старости, опасность болезни, опасность смерти. Один, когда сын стареет, мать не может исполнить подобного своего пожелания, пусть я буду стареть, но пусть мой сын не стареет. И когда стареет мать, сын не может исполнить подобного своего пожелания, пусть я буду стареть, но пусть моя мать не стареет. Два, когда сын заболевает, мать не может исполнить подобного своего пожелания, пусть я заболею, но пусть мой сын не заболевает. И когда заболевает мать, сын не может исполнить подобного своего пожелания, пусть я заболею, но пусть моя мать не заболевает. 3. Когда сын умирает, мать не может исполнить подобного своего пожелания, пусть я умру, но пусть мой сын не умирает. И когда умирает мать, сын не может исполнить подобного своего пожелания, пусть я умру, но пусть моя мать не умирает. Таковы три опасности, которые разлучают мать с сыном. Монахи, есть путь, есть метод, который ведет к оставлению и преудолению этих трех опасностей, когда мать и сын воссоединяются, и этих трех опасностей, которые разлучают мать с сыном. И что это за путь и метод? Это этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Вот каков путь и метод, который ведет к оставлению и преодолению этих трех опасностей, когда мать и сын воссоединяются, и этих трех опасностей, которые разлучают мать с сыном. Винагапура сутта, Винагапура. АН 3.63. 3. Однажды благословенный странствовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов, когда прибыл в брахманскую Касальскую деревню под названием Винагапура. И тогда брахманы домохозяева Винагапуры услышали, говорят, отшельник Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, прибыл в Винагапуру. И об этом мастере Готами распространилась славная молва, в самом деле благословенный, Арахант, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Напрямую увидев своей мудростью, он познал мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями отшельников и жрецов, богов и людей, и он раскрыл это знание остальным. Он учит Дхамме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, и прекрасной в конце, правильной в духе и в букве. Он раскрывает святую жизнь, в совершенстве полную и чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда Брахман и домохозяева Винагапура отправились к благословенному. Некоторые, поклонившись ему, сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав его в почтении сложенными у груди ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом просто молча. И тогда Брахман Вачхаготта из Винагапура сказал благословенному, удивительно и поразительно, мастер Готама, как умиротворены черты лица мастера Готамы, как чистый ярок цвет его кожи. Подобно желтому плоду Юбы, который чистый и яркий осенью, точно так же, черты лица мастера Готамы умиротворены, цвет его кожи чистый ярок. Подобно тому, как чистый ярок фрукт пальмы, который отломили от стебля, точно так же, черты лица мастера Готамы умиротворены, цвет его кожи чистый ярок. Подобно украшение из чистейшего золота, которое хорошо подготовил золотых дел мастер, весьма умело обработав его в печи, положив на красную парчу, где оно лучится, сверкает и сияет, то точно так же, черты лица мастера Гатамы умиротворены, цвет его кожи чист и ярок. Вне сомнений, мастер Гатамы обретает без сложностей и проблем любые высокие и роскошные постели, какие только бывают, софу, диван, покрывало с длинным ворсом, разноцветное покрывало, белое покрывало, шерстяное покрывало с узорами в виде цветов, стеганное одеяло из хлопка сердца, шерстяное одеяло с узорами в виде животных, шерстяное одеяло с двойными каймами, шерстяное одеяло с единственной каймой, мягкое полотно, усеянное самоцветами, полотно с шелковыми нитями, усеянное самоцветами, накидку танцовщика, накидку слона, накидку лошади, накидку клесницы, накидку из шкуры антилопы, покрывало из шкуры оленя Кадали, постель с навесом и красными подушечками по краям. Брахман, эти высокие и роскошные постели редко обретают те, кто ушли в бездомную жизнь, и даже если они их обретают, то это непозволительно им. Но, Брахман, есть три вида высоких и роскошных постелей, которые я обретаю в настоящем без сложностей и проблем. Какие три? Небесную высокую и роскошную постель, Божественную высокую и роскошную постель, и Благородную высокую и роскошную постель. Таковы три вида высоких и роскошных постелей, которые я обретаю в настоящем без сложностей и проблем. Но, мастер Гатама, что такое небесная высокая и роскошная постель, которую вы обретаете в настоящем без сложностей и проблем? Один, Брахман, когда я пребываю в зависимости от города или деревни в добывании средств к жизни, утром я встаю, одеваюсь, беру свою чашу и одеяние, и вхожу в этот город или деревню. После приема пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, я вхожу в рощу. Я собираю в кучу траву или листья, которые я там найду, а затем сажусь. Скрестив свои ноги и выпрямив спину, я устанавливаю осознанность впереди. И тогда, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, я вхожу и пребываю в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, я вхожу и пребываю во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга я пребываю невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущаю приятное телом. Я вхожу и пребываю в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, я вхожу и пребываю в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. И тогда, Брахман, когда я нахожусь в таком состоянии, если я хожу вперед-назад, то в этом случае мое хождение вперед и назад небесно. 1. Если я стою, то в этом случае мое стояние небесно. Если я сижу, то мое сидение небесно. Если я лежу, то в этом случае это является моей небесной высокой роскошной постелью. Именно эту небесную высокую роскошную постель я обретаю в настоящем без сложностей и проблем. Удивительно и поразительно, Мастер Гатама. Кто еще помимо Мастера Гатама мог бы обрести без сложностей и проблем такую небесную высокую роскошную постель? Но, Мастер Гатама, что такое божественная высокая и роскошная постель, которую вы обретаете в настоящем без сложностей и проблем? 2. Брахман, когда я пребываю в зависимости от города или деревни в добывании средств к жизни, утром я встаю, одеваюсь, беру свою чашу и одеяние, и вхожу в этот город или деревню. После приема пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, я вхожу в рощу. Я собираю в кучу траву или листья, которые я там найду, а затем сажусь. 3. Скрестив свои ноги и выпрямив спину, я устанавливаю сознанность впереди. И тогда я пребываю, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, я наполняю весь мир умом, насыщенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Я пребываю, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сарадованием, невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И тогда, Брахман, когда я нахожусь в таком состоянии, если я хожу вперед-назад, то в этом случае мое хождение вперед-назад божественно. Если я стою, то в этом случае мое стояние божественно. Если я сижу, то мое сидение божественно. Если я лежу, то в этом случае это является моей божественной высокой и роскошной постелью. Именно эту божественную высокую и роскошную постель я обретаю в настоящем без сложностей и проблем. Удивительно и поразительно, мастер Гатама. Кто еще помимо мастера Гатама мог бы обрести без сложностей и проблем такую божественную высокую и роскошную постель? Но, мастер Гатама, что такое благородная высокая и роскошная постель, которую вы обретаете в настоящем без сложностей и проблем? 3. Брахман, когда я пребываю в зависимости от города или деревни в добывании средств к жизни, утром я встаю, одеваюсь, беру свою чашу и одеяние, и вхожу в этот город или деревню. После приема пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, я вхожу в рощу. Я собираю в кучу траву или листья, которые я там найду, а затем сажусь. 4. Скрестив свои ноги и выпрямив спину, я устанавливаю сознанность впереди. И тогда я понимаю так, я отбросил жажду, срезал ее под корень, сделал подобную обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем. Я отбросил злобу, я отбросил заблуждение, более не сможет возникнуть в будущем. И тогда, Брахман, когда я нахожусь в таком состоянии, если я хожу вперед-назад, то в этом случае мое хождение вперед-назад благородно. Если я стою, то в этом случае мое стояние благородно. Если я сижу, то мое сидение благородно. Если я лежу, то в этом случае это является моей благородной высокой и роскошной постелью. Именно эту благородную высокую и роскошную постель я обретаю в настоящем без сложностей и проблем. Удивительно и поразительно, Мастер Готама. Кто еще помимо Мастера Готама мог бы обрести без сложностей и проблем такую божественную высокую и роскошную постель? «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Мы принимаем прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхи Монахов. Пусть мастер Гатама помнит нас как мирских последователей, принявших прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, исходя из этого утверждения создается впечатление, что даже в состоянии четвертой джханы возможно такое грубое телесное движение как ходьба. Однако, комментаторская традиция настаивает на том, что здесь речь идет о состоянии, когда практикующие выходят из джханы, а не находятся в ней. Примечание переводчика СВ, также можно отметить, что, согласно суттам, в четвертой джхане прекращается дыхание, вдох и выдох, так что едва ли возможно ходить вперед и назад, находясь в таком состоянии. Сарабха сутта, Сарабха. АН 3.64. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе «Утес Ястребов». И в то время странник по имени Сарабха недавно покинул эту Дхамму и Винаю. Один. Он поведал собранию в Раджагахе, «Я выучил Дхамму отшельников, следующую за сыном Сакиев. После того, как я выучил их Дхамму, я оставил их Дхамму и Винаю». И затем, утром, группа монахов оделась, взяла чашь и одеяния, и вошла в Раджагаху за подаяниями. И они услышали, как странник Сарабха делает такое заявление собранию в Раджагахе. Тогда те монахи, походив в Раджагахе за подаяниями, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, отправились к Благословенному, поклонились ему, сели рядом и сказали ему, «Учитель, странник Сарабха, который недавно покинул эту Дхамму и Винаю, рассказывал собранию в Раджагахе, «Я выучил Дхамму отшельников, следующую за сыном Сакиев. После того, как я выучил их Дхамму, я оставил их Дхамму и Винаю». «Было бы хорошо, учитель, если бы Благословенный отправился бы в Парк Странников, что на берегу реки Сапеники, и из сострадания подошел бы к страннику Сарабхи. Благословенный молча согласился. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в Парк Странников, что на берегу реки Сапеники. Он подошел к страннику Сарабхи, сел на подготовленное для него сидение и сказал ему, правда ли, Сарабха, что ты говорил? Я выучил Дхамму отшельников, следующих за сыном Саакьев. После того, как я выучил их Дхамму, я оставил их Дхамму и Л'Най. Когда так было сказано, странник Сарабха молчал. И во второй раз благословенный сказал страннику Сарабхе, скажи мне, Сарабха, как ты выучил Дхамму отшельников, которые следуют за сыном Саакьев? Если ты не полностью ее выучил, я восполню для тебя этот пробел. Но если ты выучил ее полностью, то я порадуюсь. Но и во второй раз странник Сарабха молчал. В третий раз благословенный сказал страннику Сарабхе, скажи мне, Сарабха, как ты выучил Дхамму отшельников, которые следуют за сыном Саакерф? Если ты не полностью ее выучил, я восполню для тебя этот пробел. Но если ты выучил ее полностью, то я порадуюсь. Но и в третий раз странник Сарабха молчал. 2. И тогда те странники сказали страннику Сарабхе, отшельник Гатама предложил тебе взять то, о чем ты мог бы просить его, друг Сарабха. Говори, друг Сарабха, как ты выучил Дхаму отшельников, которые следуют за сыном Саакерф? Если ты не полностью ее выучил, отшельник Гатама восполнит для тебя этот пробел. Но если ты выучил ее полностью, то он порадуется. Когда так было сказано, странник Сарабха пришел в смущение и замолк, паник, сидел с потупленным взором угрюмый и безмолвный. И тогда благословенный, увидев, что странник Сарабха пришел в смущение и замолк, паник, сидит с потупленным взором угрюмый и безмолвный, сказал тем странникам, один, странники, если кто-либо скажет обо мне, хоть ты и заявляешь, что ты полностью просветленный, все же, ты не полностью просветлен в отношении этих вещей, то я могу задать ему вопрос в точности по этой самой теме. спрошу его, да прошу разными путями. Когда я задал ему вопрос, спросил, да просил разными путями, то не может быть такого, немыслимо, чтобы он не оказался бы в одном из этих трех последствий. Он либо станет отвечать уклончиво и переводить беседы на не относящуюся к делу тему, либо проявит злобу, ненависть и горечь, либо придет в смущении и замолкнет, поникнет, будет сидеть с потупленным взором угрюмым и безмолвным, точно как странник Сарабха. 2. Странники, если кто-либо скажет обо мне, хоть ты заявляешь, что твои пятна умственных загрязнений уничтожены, все же, ты не полностью уничтожил эти пятна, то я могу задать ему вопрос, будет сидеть с потупленным взором угрюмым и безмолвным, точно как странник Сарабха. 3. Странники, если кто-либо скажет обо мне, Бхаммани ведет того, кто ее практикует, к полному уничтожению страданий, то есть к цели, ради которой ты обучаешь ей, то я могу задать ему вопрос, будет сидеть с потупленным взором угрюмым и безмолвным, точно как странник Сарабха. И затем Благословенный, прорычав свой львиный рык три раза в парке странников, что на берегу реки Сапеники, взмыл воздух и одыл. 3. И затем, вскоре после того, как Благословенный ушел, те странники задали страннику Сарабхе основательную словесную порку. 4. Сказав, точно старый шакал, который в огромном лесу мог бы подумать, я пророчу львиным рыком, но, все же, вместо этого, просто лишь взвыл бы и завизжал, так и ты, друг Сарабха, заявляя в отсутствии отшельника Гатамы, я пророчу львиным рыком, только лишь взвыл и завизжал, как шакал. Друг Сарабха, точно курица, которая могла бы подумать, я запою как петух, но, все же, вместо этого, просто лишь запела бы как курица, так и ты, друг Сарабха, заявляя в отсутствии отшельника Гатамы, я спою как петух, только лишь спел как курица. Друг Сарабха, точно бык, который задумал бы глубоко промычать в пустом коровьем сарае, так и ты, друг Сарабха, думал, что можешь глубоко промычать в отсутствии отшельника Готамы. Вот как те странники задали страннику Сарабхе основательную словесную порку. Один, комментарий поясняет, что другие странники хотели узнать секрет популярности Будды и его Сангхи, и поэтому отправили странника Сарабху, чтобы он получил монашеское посвящение в Сангхи Будды и выяснил этот вопрос. Получив посвящение, он выучил по Тимокху, основные монашеские правила, и, посчитав, что это является секретом популярности Сангхи Будды, растригся и вернулся к группе странников. Два, согласно МН 35, если кто-либо не отвечает на вопрос, который Будда справедливо задал трижды, то его голова на том самом месте расколется на семь частей. Однако, несмотря на то, что Сарабха не ответил трижды, его голова не раскололась, и, более того, в его адрес не прозвучало какой-либо угрозы. Три, не безинтересно, что в китайской версии этой сутты Будда просто встает и уходит, не демонстрируя сверхъестественных способностей. Четыре, в китайской версии сутты сказано, что они покритиковали его. Калама сутта, Каламы. АН 365. Однажды благословенный странствовал по стране Касау вместе с Большой Сангхой монахов, когда прибыл в город Калам под названием Кисапутта. Каламы из Кисапутты услышали, говорят, отшельник Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев бездомную жизнь, прибыл в Кисапутту. И об этом мастере Готами распространилась славная молва, в самом деле благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Напрямую увидев своей мудростью, он познал мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями отшельников и жрецов, богов и людей, и он раскрыл это знание остальным. Он учит Хаме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, и прекрасной в конце, правильной в духе и в букве. Он раскрывает святую жизнь, в совершенстве полную и чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда Каламы из Кисапутты отправились к благословенному. Некоторые, поклонившись ему, сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав его в почтении сложенными у груди ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом просто молча. Сидя рядом, Каламы сказали благословенному, господин, есть некоторые жрецы и отшельники, которые приходят в Кисапутту. Они объясняют и проясняют свои собственные доктрины, но принижают, чернят, осмеивают и осуждают доктрины других. Но затем некие другие жрецы и отшельники приходят в Кисапуту, и они также объясняют и проясняют свои собственные доктрины, но принижают, чернят, осмеивают и осуждают доктрины других. Господин, мы находимся в сомнениях и замешательстве в плане того, какие из этих хороших отшельников говорят истину, а какие говорят ложь. Само собой, каламы, что вы находитесь в замешательстве, само собой, что вы находитесь в сомнениях. Сомнение возникло в возотношении того, что приводит в замешательство. Ну же, каламы, не принимайте чего-либо только на основании устной традиции, наследия учения, слухов, собрания священных текстов, логических рассуждений, умозаключений, раздумий, согласий с мнением после его обдумывания, кажущейся осведомленности говорящего, или же если когда-то думаешь, этот отшельник, наш гуру. Один. Но когда вы знаете сами, эти вещи являются неблагими, эти вещи достойны порицания, эти вещи порицаются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к вреду и страданию, то тогда вам следует отбросить их. Два. Один. Как вы думаете, каламы? Когда жажда возникает в человеке, это ведет к его благополучию или к его вреду? К его вреду, господин. Каламы, жаждущий человек, одолеваемый жаждой, с умом, охваченным ей, уничтожает жизнь, берет то, что ему не было дано, совершает проступок с чужой женой, лжет, и он побуждает других поступать так же. Приведет ли это к его вреду и страданию на долгое время? Да, господин. Два. Как вы думаете, каламы? Когда злоба возникает в человеке, это ведет к его благополучию или к его вреду? Каламы, полный злобы человек, одолеваемый злобой, с умом, охваченным ей, уничтожает жизнь, берет то, что ему не было дано, совершает проступок с чужой женой, лжет, и он побуждает других поступать так же. Приведет ли это к его вреду и страданию на долгое время? Три. Как вы думаете, каламы? Когда заблуждение возникает в человеке, это ведет к его благополучию или к его вреду? Каламы, заблуждающийся человек, одолеваемый заблуждением, с умом, охваченным им, уничтожает жизнь, берет то, что ему не было дано, совершает проступок с чужой женой, лжет, и он побуждает других поступать так же. Приведет ли это к его вреду и страданию на долгое время? Как вы думаете, каламы, эти вещи являются благими или неблагими? Неблагими, господин. Полицаемыми или безукоризненными? Полицаемыми, господин. Критикуемыми или восхваляемыми мудрыми? Критикуемыми мудрыми, господин. Если их принять и предпринимать, они ведут к вреду и страданию или же нет? Или как вы считаете? Если их принять и предпринимать, они ведут к вреду и страданию. Вот как мы считаем. Поэтому, каламы, когда мы сказали, ну же, каламы, не принимайте чего-либо только на основании устной традиции, но когда вы знаете сами, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к вреду и страданию, то тогда вам следует отбросить их, то вот почему так было сказано. Ну же, каламы, не принимайте чего-либо только на основании или же если когда ты думаешь, этот отшельник, наш гуру. Но когда вы знаете сами, эти вещи являются благими, эти вещи безукоризненны, эти вещи восхваляются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к благополучию и счастью, то тогда вам следует жить в соответствии с ними. Как вы думаете, Каламы? Когда нежажда возникает в человеке, это ведет к его благополучию или к его вреду? К его благополучию, господин Каламы, человек, не имеющий жажды, не одолеваемой жаждой, с умом, не охваченным ей, не уничтожает жизнь, не берет то, что ему не было дано, не совершает проступок с чужой женой, не лжет, и не поощряет других поступать так. Приведет ли это к его благополучию и счастью на долгое время? Как вы думаете, Каламы? Когда не злоба возникает в человеке, и не поощряет других поступать так. Приведет ли это к его благополучию и счастью на долгое время? Как вы думаете, Каламы? Когда незаблуждение возникает в человеке, это ведет к его благополучию или к его вреду? Каламы, незаблуждающийся человек, не одолеваемый заблуждением, с умом, не охваченным им, не уничтожает жизнь, не берет то, что ему не было дано, не совершает проступок с чужой женой, не лжет, и не поощряет других поступать так. Приведет ли это к его благополучию и счастью на долгое время? Благими, господин. Безукоризненными, господин. Восхваляемыми мудрыми, господин. Если их принять и предпринимать, они ведут к благополучию и счастью или же нет, или как вы считаете? Если их принять и предпринимать, они ведут к благополучию и счастью. Вот как мы считаем. Поэтому, каламы, когда мы сказали, ну же, каламы, не принимайте чего-либо только на основании устной традиции, но когда вы знаете сами, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к благополучию и счастью, то тогда вам следует жить в соответствии с ними, то вот почему так было сказано. Затем, Каламы, этот ученик благородных, который подобным образом лишён влечения, лишён недоброжелательности, не избит с толку, бдителен, всегда осознан, пребывает, наполняя первую сторону света умом, наделённым доброжелательностью, состраданием, сорадованием, невозмутимостью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвёртую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, как к самому себе, он наполняет весь мир умом, насыщенным невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Этот ученик благородных, Каламы, чей ум подобным образом лишён вражды, не имеет недоброжелательности, не загрязнён и чист, добился четырёх гарантий в этой самой жизни. Вот какова первая гарантия, которую он добился, если есть следующий мир, и если есть плод и результат благих и плохих поступков, то есть возможность, что после распада тела, после смерти, я перерожусь в благом уделе, в небесном мире. Вот какова вторая гарантия, которую он добился, если нет следующего мира, и если нет плода и результата благих и плохих поступков, то уже прямо здесь, в этой самой жизни, я поддерживаю себя в счастье, не имея вражды и недоброжелательности, будучи свободным от неприятностей. Вот какова третья гарантия, которую он добился, что если зло приходит к тому, кто творит зло, в таком случае, поскольку у меня нет злых намерений к кому бы то ни было, то как страдание может отдалить меня, ведь я не совершаю никаких плохих поступков. Вот какова четвёртая гарантия, которую он добился, что если зло не приходит к тому, кто творит зло, в таком случае, прямо здесь я чист в обоих отношениях. 3. Этот ученик благородных, Каламы, чьим подобным образом лишён вражды, не имеет ни доброжелательности, ни загрязнённый чист, добился этих четырёх гарантий в этой самой жизни. Так оно, благословенный. Так оно, счастливый. Этот ученик благородных, чьим подобным образом лишён вражды, не имеет ни доброжелательности, ни загрязнённый чист, добился четырёх гарантий в этой самой жизни. Вот какова первая гарантия, которую он добился. 4. Добился этих четырёх гарантий в этой самой жизни. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевёрнуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внёс бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Мы принимаем прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит нас как мирских последователей, принявших прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Примечание переводчика СВ. Аналогичный фрагмент содержится в Айн-4-193. По заметке достопочтенного Бодхе, в китайской версии сутты нет этих десяти пунктов, и Будда говорит, что каламам не нужно сомневаться, так как сомнения ведут к замешательству. Он также говорит, что у них нет чистой мудрости в отношении вопроса жизни после смерти, а также в отношении вопроса о том, какие поступки являются проступками, а какие нет. 2. По заметке достопочтенного Бодхе, в китайской версии сутты Будда не предлагает судить каламам самостоятельно, но в категоричной форме заявляет о том, что он познал сам своим прямым знанием. По его мнению, китайский аналог сутты был сделан на основе изначального текста, который был близок к палийской сутте, в те времена, когда Будда стал считаться неоспоримым авторитетом. 3. По заметке достопочтенного Бодхе, возможно, речь идет о том, что он очищен благим поведением, а также практикой развития безмерных состояний ума, перечисленных выше, сострадания и так далее. 4. Повторяются все четыре пункта о гарантиях так, как это изложил Будда. Салха сутта, Салха. АН 3.66. Так я слышал. Однажды достопочтенный Нандака пребывал в Саваттхе в особняке Мегараматы в Восточном парке. И тогда Салха, внук Мегары, а также Рахана, внук Пикхуни, подошли к достопочтенному Нандаке, поклонились ему и сели рядом. Тогда достопочтенный Нандака сказал Салхе, ну же, Салха, не принимайте чего-либо только на основании устной традиции, наследия учения, слухов, собрания священных текстов, логических рассуждений, умозаключений, раздумий, согласия с мнением после его обдумывания, кажущейся осведомленности говорящего, или же если когда ты думаешь, этот отшельник, наш гуру. Но когда вы знаете сами, эти вещи являются неблагими, эти вещи достойны порицания, эти вещи порицаются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к вреду и страданию, то тогда вам следует отбросить их. Один, как ты думаешь, Салха, существует ли жажда? Да, господин. И я говорю тебе, что это означает влечение. Жаждущий человек, полный влечения, уничтожает жизнь, берет то, что ему не было дано, совершает проступок с чужой женой, лжет, и он побуждает других поступать также. Приведет ли это к его вреду и страданию на долгое время? Два, как ты думаешь, Салха, существует ли злоба? И я говорю тебе, что это означает недоброжелательность. Человек, полный ненависти, с умом, одолеваемым недоброжелательностью, уничтожает жизнь, берет то, что ему не было дано, совершает проступок с чужой женой, лжет, и он побуждает других поступать также. Приведет ли это к его вреду и страданию на долгое время? Три, как ты думаешь, Салха, существует ли заблуждение? И я говорю тебе, что это означает невежество. Заблуждающийся человек, с умом, погружённым в невежество, уничтожает жизнь, берет то, что ему не было дано, совершает проступок с чужой женой, лжёт, и он побуждает других поступать так же. Приведёт ли это к его вреду и страданию на долгое время? Как ты думаешь, Салха? Эти вещи являются благими или неблагими? Неблагими, господин. Порицаемыми или безукоризненными? Порицаемыми, господин. Критикуемыми или восхваляемыми мудрыми? Критикуемыми мудрыми, господин. Если их принять и предпринимать, они ведут к вреду и страданию или же нет, или как вы считаете? Если их принять и предпринимать, они ведут к вреду и страданию. Вот как мы считаем. Поэтому, Салха, когда мы сказали, ну же, Салха, не принимайте чего-либо только на основании устной традиции, но когда вы знаете сами, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к вреду и страданию, то тогда вам следует отбросить их, то вот почему так было сказано. Ну же, Салха, не принимайте чего-либо только на основании устной традиции. Этот отшельник, наш гуру. Но когда вы знаете сами, эти вещи являются благими, эти вещи безукоризненны, эти вещи восхваляются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к благополучию и счастью, то тогда вам следует жить в соответствии с ними. Как ты думаешь, Салха, существует ли не жажда? И я говорю тебе, что это означает отсутствие влечения. Человек, не имеющий жажды, не имеющий влечения, не уничтожает жизнь, не берет то, что ему не было дано, не совершает проступок с чужой женой, не лжет, и не поощряет других поступать так. Приведет ли это к его благополучию и счастью на долгое время? Как ты думаешь, Салха, существует ли не злоба? И я говорю тебе, что это означает доброту. Человек, не имеющий ненависти, с умом, полным доброты, не уничтожает жизнь, не берет то, что ему не было дано, не совершает проступок с чужой женой, не лжет, и не поощряет других поступать так. Приведет ли это к его благополучию и счастью на долгое время? Как ты думаешь, Салха, существует ли не заблуждение? И я говорю тебе, что это означает истинное знание. Незаблуждающийся человек, который дошел до истинного знания, не уничтожает жизнь, не берет то, что ему не было дано, не совершает проступок с чужой женой, не лжет, и не поощряет других поступать так. Приведет ли это к его благополучию и счастью на долгое время? Благими, Господин. Безукоризненными, Господин. Восхваляемыми мудрыми, Господин. Если их принять и предпринимать, они ведут к благополучию и счастью или же нет, или как вы считаете? Если их принять и предпринимать, они ведут к благополучию и счастью. Вот как мы считаем. Поэтому, Салха, когда мы сказали, ну же, Салха, не принимайте чего-либо только на основании устной традиции, но когда вы знаете сами, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к благополучию, учуясь счастью, то тогда вам следует жить в соответствии с ними, то вот почему так было сказано. Затем, Салха, этот ученик благородных, который подобным образом лишён влечения, лишён недоброжелательности, не избит с толку, бдителен, всегда осознан, пребывает, наполняя первую сторону света умом, наделённым доброжелательностью, состраданием, сорадованием, невозмутимостью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвёртую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем так к самому себе, он наполняет весь мир умом, насыщенным невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И тогда он понимает так, есть это. Есть низшие. Есть высшие. Есть дальнейшее спасение от всего, во что вовлечено восприятие. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственности, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освобождён, приходит знание, он освобождён. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Он понимает так, прежде была жажда. Это было неблагим. Теперь её нет. Это является благим. Прежде была злоба. Это было неблагим. Теперь её нет. Это является благим. Прежде было заблуждение. Это было неблагим. Теперь его нет. Это является благим. Вот как он в этой самой жизни пребывает без потребности, угасшим и потухшим, переживая блаженство, сам став божественным. Один. Один, эта же фраза встречается в Айн 4 198. По мнению достопочтенного Бодхи, Будда использует терминологию из Упанишит, Брахмабхутина от Танавихарати, Брахмабхи, наделяя её своим смыслом. Катхаваттху сутта, темы для дискуссий. Айн 3 67. Благословенный сказал, «Монахи, есть три темы для дискуссий. Какие три?» Один, можно вести разговор о прошлом, говоря, так было в прошлом. Два, можно вести разговор о будущем, говоря, так будет в будущем. Три, или можно вести разговор о настоящем, говоря, так оно в настоящем. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора, или не подходит. Если его спрашивают, а он, не дает категоричного ответа на вопрос, требующий категоричного ответа, не дает аналитического ответа на вопрос, требующий аналитического ответа, не задает уточняющего вопроса на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса, не откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону. Тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, дает категоричный ответ на вопрос, требующий категоричного ответа, дает аналитический ответ на вопрос, требующий аналитического ответа, задает уточняющий вопрос на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса, откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону, тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Не поддерживает ведение разговора в рамках того, что является возможным или того, что является невозможным, если не поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если не поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинные, если не поддерживает принятый порядок осуществления разговора, один, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, поддерживает ведение разговора в рамках того, что является возможным или того, что является невозможным, если поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинные, если поддерживает принятый порядок осуществления разговора, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Мечется от одной вещи к другой, сбивает дискуссию с темы, проявляет злобу и неприязнь, сердится, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, не мечется от одной вещи к другой, не сбивает дискуссию с темы, не проявляет злобу и неприязнь, не сердится, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Унижает того, кто задал вопрос, давит на него, насмехается над ним, цепляется за незначительные ошибки, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, не унижает того, кто задал вопрос, не давит на него, не насмехается над ним, не цепляется за незначительные ошибки, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, приближается ли он к конечной цели или не приближается. Тот, кто склоняет ухо, тот приближается. Тот, кто не склоняет ухо, тот не приближается. Приближаясь, человек ясно знает одно качество, постигает одно качество, отбрасывает одно качество, реализует одно качество. 2. Ясно зная одно качество, постигая одно качество, отбрасывая одно качество, реализуя одно качество, он достигает правильного освобождения. В этом цель ведения дискуссий, в этом цель обсуждений, в этом цель приближения к конечной цели, в этом цель склонения уха, чтобы слушать, то есть, освобождение ума посредством нецепляния. И далее он добавил, тот, кто ведет беседу, хотя сам злой, надменный, не терпит возражений, и путь его далек, от благородного пути, в другом ищет изъяны, неточностям доволен, на коих тот споткнется, и будет побежден. Но тот, кто благородный, беседу не ведет так. Мудрейшие же люди, момент найдут для слова. И словом справедливым, и в духе благородных, мудрейшая речь измолвит. Без злобы и надменностей, с умом невзгоряченным, без зависти, горячности, из правильного знания, он будет говорить. Возрадуется он, чужим хорошим фразам, но не унизит тех, като плохо что сказал. Выискивать изъяны, других людей не станет, как и к ошибкам мелким, не придерется он. Давить других не будет, не будет принижать их, словами беспорядочными, он не говорит. Для истинного знания, для прочного доверия, правдивой беседы, такой мудрец ведет. И вот как благородный беседует с другими. Вот каковы беседы тех, благороден кто. И знает, а, мудрый, в беседах не заносчив. 1. Согласно комментарию, имеется в виду понимание подходящего времени и места для ведения беседы. Например, монах не должен отвечать на вопросы, заданные с целью начать обсуждения или дебаты, когда он идет за подаяниями и так далее. 2. Согласно комментарию, эти качества, соответственно, благородная истина о пути, благородная истина о страдании, благородная истина о возникновении страдания, благородная истина о прекращении страдания. Аннититхия Супта, привержен с других учений. АН 3.68. Благословенный сказал, монахи, странники привержен с других учений могут спросить вас, друзья, есть эти три вещи. Какие три? Жажда, злоба, и заблуждение. Такова эта тройка. В чем, друзья, разница, различие, несоответствие между ними? Если бы вас спросили так, то как бы вы ответили? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, если странники привержен с других учений зададут вам такой вопрос, то вот как вам следует ответить им, жажда, друзья, порицается не сильно, но она медленно угасает. Злоба очень сильно порицается, но она быстро угасает. Заблуждение очень сильно порицается, и оно медленно угасает. Один, представьте, если бы они спросили, но, друзья, в чем заключается причина того, что невозникшая жажда возникает, а возникшая жажда увеличивается и разрастается? Вам следует ответить, в привлекательном объекте. Ведь когда кто-либо немудро уделяет внимание привлекательному объекту, невозникшая жажда возникает, а возникшая жажда увеличивается и разрастается. Друзья, вот в чем причина того, что невозникшая жажда возникает, а возникшая жажда увеличивается и разрастается. Два, представьте, если бы они спросили, но, друзья, в чем заключается причина того, что невозникшая злоба возникает, а возникшая злоба увеличивается и разрастается? Вам следует ответить, в неприятном объекте. Ведь когда кто-либо немудро уделяет внимание неприятному объекту, невозникшая злоба возникает, а возникшая злоба увеличивается и разрастается. Друзья, вот в чем причина того, что невозникшая злоба возникает, а возникшая злоба увеличивается и разрастается. 3. Представьте, если бы они спросили, но, друзья, в чем заключается причина того, что невозникшее заблуждение возникает, а возникшее заблуждение увеличивается и разрастается? Вам следует ответить в немудром внимании. Ведь когда кто-либо немудро уделяет внимание чему-либо, невозникшее заблуждение возникает, а возникшее заблуждение увеличивается и разрастается. Друзья, вот в чем причина того, что невозникшее заблуждение возникает, а возникшее заблуждение увеличивается и разрастается. Представьте, если бы они спросили, но, друзья, в чем заключается причина того, что невозникшая жажда не возникает, а возникшая жажда отбрасывается? Вам следует ответить, в непривлекательном объекте. Ведь когда кто-либо мудро уделяет внимание непривлекательному объекту, невозникшая жажда не возникает, а возникшая жажда отбрасывается. Друзья, вот в чем причина того, что невозникшая жажда не возникает, а возникшая жажда отбрасывается. Представьте, если бы они спросили, но, друзья, в чем заключается причина того, что невозникшая злоба не возникает, а возникшая злоба отбрасывается? Вам следует ответить, в освобождении ума доброжелательностью. Ведь когда кто-либо мудро уделяет внимание и освобождению ума доброжелательностью, невозникшая злоба не возникает, а возникшая злоба отбрасывается. Друзья, вот в чем причина того, что невозникшая злоба не возникает, а возникшая злоба отбрасывается. Представьте, если бы они спросили, но, друзья, в чем заключается причина того, что невозникшее заблуждение не возникает, а возникшее заблуждение отбрасывается? Вам следует ответить в мудром внимании. Ведь когда кто-либо мудро уделяет внимание, чему-либо, невозникшее заблуждение не возникает, а возникшее заблуждение отбрасывается. Друзья, вот в чем причина того, что невозникшее заблуждение не возникает, а возникшее заблуждение отбрасывается. Акусаламула сутта, неблагие корни. АН 3.69. Благословенный сказал, монахи, есть эти три неблагие в корня. Какие три? Неблагой корень жажды, неблагой корень злобы, неблагой корень заблуждения. Один, любая жажда, которая имеет место, монахи, является неблагой. Любой поступок, который совершает жаждущий человек телом, речью и умом, также является неблагим. Когда жаждущий человек, одолеваемый жаждой, с умом, охваченным ей, с помощью лживого предлога причиняет другому страдания, убийством, заключением в тюрьму, конфискацией, осуждением или изгнанием, думая, я обладаю могуществом, я хочу власти, то это также является неблагим. Вот каким образом многочисленные плохие, неблагие качества порождаются в нем из жажды, они созданы жаждой, возникли жажды, обусловлены жаждой. Два, любая злоба, которая имеет место, монахи, является неблагой. Любой поступок, который совершает полный злобу человек телом, речью и умом, также является неблагим. Когда полный злобу человек, одолеваемый злобой, с умом, охваченным ей, с помощью лживого предлога причиняет другому страдания, убийством, заключением в тюрьму, конфискацией, осуждением или изгнанием, думая, я обладаю могуществом, я хочу власти, то это также является неблагим. Вот каким образом многочисленные плохие, неблагие качества порождаются в нем злобы, они созданы злобой, возникли злобы, обусловлены злобой. Три, любое заблуждение, которое имеет место, монахи, является неблагим. Любой поступок, который совершает заблуждающийся человек телом, речью и умом, также является неблагим. Когда заблуждающийся человек, одолеваемый заблуждением, с умом, охваченным им, с помощью лживого предлога причиняет другому страдания, убийством, заключением в тюрьму, конфискацией, осуждением или изгнанием, думая, я обладаю могуществом, я хочу власти, то это также является неблагим. Вот каким образом многочисленные плохие, неблагие качества порождаются в нем из заблуждения, они созданы заблуждением, возникли из заблуждения, обусловлены заблуждением. Такой человек, монахи, зовется тем, кто говорит в ненадлежащее время, говорит лживо, говорит бесполезно и, говорит не дхамму, говорит не винаю. И почему этот человек зовется тем, кто говорит в ненадлежащее время, не винаю? Этот человек с помощью лживого предлога причиняет другому страдания, убийством, заключением в тюрьму, конфискацией, осуждением или изгнанием, думая, я обладаю могуществом, я хочу власти. Поэтому, когда ему говорят о том, что соответствует действительности, он презирает того, кто порицает его. Он не признает своих недостатков. Когда ему говорят о том, что не соответствует действительности, он не предпринимает усилий, чтобы раскрыть то, о чем было сказано ему, по такой-то и такой-то причине это является неправдой. По такой-то и такой-то причине это не соответствует действительности. Поэтому такой человек зовется тем, кто говорит в ненадлежащее время, не винаю. Такой человек, одолеваемый плохими, неблагими качествами, рожденными из жажды, злобы, заблуждения, с умом, охваченным ими, пребывает в страдании в этой самой жизни, с беспокойством, мучениями и взбудораженностью, а после распада тела, после смерти, можно ожидать в отношении него плохого удела. Представьте, как если бы дерево было сдавлено и опутано тремя ползучими растениями малувы. Оно бы повстречало беду, несчастье, беду и несчастье. Точно так же, такой человек, одолеваемый плохими, неблагими качествами, рожденными из жажды, рожденными из злобы, рожденными из заблуждения, с умом, охваченным ими, пребывает в страдании в этой самой жизни, с беспокойством, мучениями и взбудораженностью, а после распада тела, после смерти, можно ожидать в отношении него плохого удела. Таковы три неблагих корня. Монахи, есть эти три благих корня. Какие три? Благой корень нежажды, благой корень незлобы, благой корень незаблуждения. Любая нежажда, которая имеет место, монахи, является благой. Любой поступок, который совершает немеющий жажды человек телом, речью, и умом, также является благим. Когда человек не имеет жажды, не одолеваем жаждой, пребывает с умом, неохваченным ей, и не причиняет другому страдания с помощью лживого предлога, убийством, заключением в тюрьму, конфискацией, осуждением или изгнанием, думая, я обладаю могуществом, я хочу власти, то это также является благим. Вот каким образом многочисленные благие качества порождаются в нем из нежажды, они созданы нежаждой, возникли из нежажды, обусловлены нежаждой. Любая незлоба, любое незаблуждение, которое имеет место, является благим, многочисленные благие качества порождаются в нем из незаблуждения, они созданы незаблуждением, возникли из незаблуждения, обусловлены незаблуждением. Такой человек, монахи, зовется тем, кто говорит в надлежащее время, говорит в соответствии с действительностью, говорит полезной, говорит Дхамму, говорит Винаю. И почему этот человек зовется тем, кто говорит в надлежащее время? Винаю? Этот человек не причиняет другому страдания с помощью лживого предлога, убийством, заключением в тюрьму, конфискацией, осуждением или изгнанием, думая, «Я обладаю могуществом, я хочу власти». Поэтому, когда ему говорят о том, что соответствует действительности, он признает свои недостатки. Он не презирает того, кто порицает его. Когда ему говорят о том, что не соответствует действительности, он предпринимает усилия, чтобы раскрыть то, о чем было сказано ему, по такой-то и такой-то причине это является неправдой. По такой-то и такой-то причине это не соответствует действительности. Поэтому такой человек зовется тем, кто говорит в надлежащее время. Винаю. Такой человек отбросил плохие, неблагие качества, рожденные жажды, злобы, заблуждения, срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Он пребывает счастливым в этой самой жизни, без беспокойства, мучений или взбудораженности, и в этой самой жизни он достигает небабаны. Представьте, как если бы дерево было сдавлено и опутано тремя ползучими растениями малувы. И мимо проходил бы человек с лопатой и ведром. Он бы срубил ползучие растения под корень, выкопал бы их, вытащил бы корни, включая даже небольшие корешки и корневые нити. Он бы разрезал ползучие растения на части, расколол бы эти части на куски и превратил бы в щепки. Затем он бы высушил эти щепки на ветру и солнце, сжег бы их в костре и собрал бы залу. Сделав так, он бы развеял залу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, эти ползучие растения малувы были бы срублены под корень, сделаны подобными обрубку пальмы, уничтожены так, что боли не смогут возникнуть в будущем. Точно так же, монахи, такой человек отбросил плохие, неблагие качества, рожденные из жажды, злобы, заблуждения, срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они боли не смогут возникнуть в будущем. Он пребывает счастливым в этой самой жизни, без беспокойства, мучений или взбудораженности, и в этой самой жизни он достигает небабаны. Таковы три благих корня. Упасадха сутта, Упасадха. АН 3.70. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в особняке Мегараматы в Восточном парке. И тогда на день Упасадхи Висадха Мегарамата подошла к Благословенному, поклонилась ему и села рядом. Тогда Благословенный сказал ей, почему, Висадха, ты пришла средь бела дня? Сегодня, господин, я соблюдаю Упасадху. Висадха, есть три вида Упасадхи. Какие три? Пастушья Упасадха. Упасадха Нигантхов. Упасадха Благородных. Один, и как, Висадха, соблюдается пастушья Упасадха? Представь, Висадха, как вечером пастух возвращает коров своим владельцам. Он рассуждает так, сегодня коровы кормились в таком-то и таком-то месте, и пили воду в таком-то и таком-то месте. Завтра коровы будут кормиться в таком-то и таком-то месте, и пить воду в таком-то и таком-то месте. Точно так же, бывает так, когда некий человек, соблюдая Упасадху, рассуждает так, сегодня я ем ту-эту еду. Сегодня я ем ту-эту пищу. Завтра я буду есть ту-эту еду. Завтра я буду есть то и эту пищу. Таким образом он проводит день с жаждой и влечением в своем уме. Вот каким образом соблюдается пастушья Упасадха. Подобным образом соблюдаемая пастушья Упасадха не приносит большого плода и результата, как и не является неимоверно сверкающей и всепроникающей. 2. И как, Висадха, соблюдается Упасадха Ниганххов? Висадха, есть отшельники, которые зовутся Ниганххами. 1. Они предписывают своим последователям следующий, Ну же, почтенный, отбрось дубину по отношению к живым существам, проживающим на расстоянии более сотни йоджин в восточной части света. 2. Отбрось дубину по отношению к живым существам, проживающим на расстоянии более сотни йоджин в западной, северной, южной части света. Так они предписывают им быть благожелательными и сострадательными к некоторым живым существам, но не к другим. На день Упасадхи они предписывают своим последователям следующий, Ну же, почтенный, отложив все вещи, декламируй, «Я нигде не являюсь принадлежностью кого-либо, как и нет ничего где-либо в любом месте, которое моё». 3. Однако, его родители знают, это наш сын. И он знает, это мои родители. Его жена и дети знают, это тот, кто нас содержит. И он знает, это моя жена и дети. Его рабы, рабочие и слуги знают, это наш хозяин. И он знает, это мои рабы, рабочие и слуги. Таким образом, в том случае, когда им следует предписывать соблюдение правдивости, нигантхи предписывают им говорить ложь. Это, я говорю тебе, является лживой речью. Когда прошла ночь, он пользуется имуществом, которое ему не было дано. Это, я говорю тебе, является взятем того, что не было дано. Вот каким образом соблюдается Упасадха нигантхов. Подобным образом соблюдаемое Упасадха нигантхов не приносит большого плода и результата, как и не является неимоверно сверкающей и всепроникающей. 3. И как, Висакха, соблюдается Упасадхам благородных? Пометование о Будде. Загрязненный ум очищается приложением старания. 4. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных пометует Ататхагати так, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, счастливый, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Когда ученик благородных пометует Ататхагати, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасывается точно так же, как если грязную голову выможт с приложением старания. И как, Висакха, человек моет грязную голову с приложением старания? С помощью чистящей посты, глины, воды, и соответствующих усилий со стороны человека. Именно так его голова, будучи грязной, очищается приложением старания. Точно так же загрязненный ум очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных пометует Ататхагати, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасывается. Такой человек зовется учеником благородных, который соблюдает упасадху Брахмы, который пребывает с Брахмой, и размышляя о Брахме, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнения ума отбрасываются. 5. Вот каким образом загрязнённый ум очищается приложением старания. Пометование Дхамми. Загрязнённый ум, Висакха, очищается приложением старания. И как загрязнённый ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик Благородных пометует о Дхамме так, что Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимое здесь и сейчас, независящее от времени. приглашающее пойти и увидеть, ведущее к цели, познаваемое мудрыми самостоятельно. Когда ученик благородных памятует Адхаме, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасывается точно так же, как если грязное тело вымот с приложением старания. И как, Висакха, человек моет грязное тело с приложением старания? С помощью банной щетки, порошка извести, воды, и соответствующих усилий со стороны человека. Именно так его тело, будучи грязным, ум, очищается приложением старания. Точно так же загрязненный ум очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных памятует Адхаме, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасывается. Такой человек зовется учеником благородных, который соблюдает упасадху Адхаммы, который пребывает с Адхаммой, и размышляя Адхамме, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасываются. Вот каким образом загрязненный ум очищается приложением старания. Пометование о Сангхе. Загрязненный ум, Висакха, очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных пометует о Сангхе так, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей – это сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Когда ученик благородных памятует о сангхе, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнения ума отбрасываются точно так же, как если грязную ткань выможут с приложением старания. И как, висакха, человек моет грязную ткань с приложением старания? С помощью тепла. Щелока, коровьего навоза, воды, и соответствующих усилий со стороны человека. Именно так эта грязная ткань очищается приложением старания. Точно так же загрязненный ум очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, висакха, ученик благородных памятует о сангхе, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнения ума отбрасываются. Такой человек зовется учеником благородных, который соблюдает упасадху Санхи, который пребывает с Санхой, и размышляя о Санхе, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнения ума отбрасываются. Вот каким образом загрязненный ум очищается приложением старания. Пометование нравственности. Загрязненный ум, Висакха, очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных пометует о своем нравственном поведении как о прочном, цельном, незапятнанном, освобождающим, восхваляемым мудрецами, ярком, ведущим к сосредоточению. Когда ученик благородных памятует о своем нравственном поведении, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасывается точно так же, как если грязное зеркало выможет с приложением старания. И как, Висакха, человек моет грязное зеркало с приложением старания? С помощью масла, пепла, свернутой ткани, и соответствующих усилий со стороны человека. Именно так это грязное зеркало очищается приложением старания. Точно так же загрязненный ум очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных памятует о своем нравственном поведении, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасывается. Такой человек зовется учеником благородных, который соблюдает упасадху нравственного поведения, который пребывает с нравственным поведением, и размышляя о нравственном поведении, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнения ума отбрасываются. Вот каким образом загрязненный ум очищается приложением старания. Пометование о божествах Загрязненный ум, Висакха, очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных пометует о божествах так, существуют девы мира четырех великих царей, дэвы Таватимсы, дэвы Ямы, дэвы Туситы, дэвы, наслаждающиеся творениями, дэвы, которые имеют власть над творениями других, дэвы Святы Брахмы и дэвы, что превыше этих. Наделенные таким-то уровнем веры, они, умерев здесь в этой жизни, переродились там. Точно такая же вера есть и у меня тоже. Наделенные таким-то уровнем нравственного поведения, учености, щедрости, мудрости, они, умерев в этой жизни, переродились там. Точно такая же мудрость есть и у меня тоже. Когда ученик благородных памятует о вере, нравственности, учености, щедрости и мудрости в себе, как и в тех божествах, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасывается точно так же, как если загрязненное золото очистить с приложением старания. И как, Висакха, человек очищает загрязненное золото с приложением старания? С помощью печи, соли, красного мела, мехов и щупцов, и соответствующих усилий со стороны человека. Именно так это загрязненное золото очищается приложением старания. Точно так же загрязненный ум очищается приложением старания. И как загрязненный ум очищается приложением старания? Вот, Висакха, ученик благородных памятует о божествах, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнения ума отбрасываются. Такой человек зовется учеником благородных, который соблюдает упасадху божеств, который пребывает с божествами, и размышляя о божествах, его ум становится безмятежным, возникает радость, и загрязнение ума отбрасываются. Вот каким образом загрязненный ум очищается приложением старания. Восьмифаттанеупасадха. Этот ученик благородных, Висадха, рассуждает так, покуда они живы, араханты отбрасывают убийства, и воздерживаются от уничтожения жизни. Они пребывают в сострадании ко всем живым существам, отбросив дубину и оружие, добросовестные и милосердные. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу и буду воздерживаться от уничтожения жизни. Я также буду пребывать в сострадании ко всем живым существам, отбросив дубину и оружие, добросовестным и милосердным. Так, в этом отношении, я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Покуда они живы, араханты отбрасывают воровство, и воздерживаются от взятия того, что не дано. Они берут только то, что им дали, ожидают только того, что было дано, пребывая честными, не имея мысли о воровстве. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу и буду воздерживаться от взятия того, что не дано. Буду пребывать честным, не имея мысли о воровстве. Так, в этом отношении, я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Покуда они живы, араханты отбрасывают сексуальную активность и соблюдают целомудрие, живут отдельно, воздерживаясь от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу сексуальную активность, буду жить отдельно, воздерживаясь от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Так, в этом отношении, я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Покуда они живы, араханты отбрасывают ложь и воздерживаются от лжи. Они говорят правду, твердо придерживаются правды. Они заслуживают доверие и надежны, не обманывают мир. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу ложь и буду воздерживаться от лжи. Буду говорить правду, твердо придерживаться правды, буду заслуживать доверие, буду надежен, не буду обманывать мир. Так, в этом отношении, я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Покуда они живы, араханты отбрасывают спиртное и воздерживаются от спиртных напитков, вина, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу спиртное и буду воздерживаться от спиртных напитков, вина, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Так, в этом отношении, я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Покуда они живы, араханты едят один раз в день, воздерживаются от принятия пищи ночью и внеположенного времени. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также буду есть один раз в день, воздерживаться от принятия пищи ночью и внеположенного времени. Так, в этом отношении, я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Покуда они живы, араханты воздерживаются от танцев, пения, музыки, неуместных зрелищ, а также от украшения себя и наведения красоты посредством ношения гирлянд, применения ароматов и мазей. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также буду воздерживаться от танцев, пения, музыки, неуместных зрелищ, а также от украшения себя и наведения красоты посредством ношения гирлянд, применения ароматов и мазей. Так, в этом отношении, я буду подражать арахантам и буду соблюдать Упасадху. Покуда они живы, араханты отбрасывают роскошные постели и воздерживаются от использования высоких и роскошных постелей. Они ложатся на постель низкую, либо на небольшую кровать, либо на соломенную циновку. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу роскошные постели и буду воздерживаться от использования высоких и роскошных постелей. Я лягу на постель низкую, либо на небольшую кровать, либо на соломенную циновку. Так, в этом отношении, я буду подражать Арахантам и буду соблюдать Упасадху. Вот каким образом, Висакха, соблюдается Упасадхам благородных. Когда кто-либо соблюдал Упасадху так, как это делают благородные, то это приносит великий плод и пользу. Она неимоверно сверкающая и всепроникающая. Плоды Упасадхи. И до какой степени она приносит великий плод и пользу? Ну, представь, Висакха, как если бы человек осуществлял бы владычество и царствование над этими шестнадцатью великими странами, имея в обилии семь драгоценностей, а именно, страны Ангов, Магадхов, Касиев, Косал, Ваджей, Маулов, Читиев, Вангов, Куру, Панчел, Мачхов, Сурасенов, Асаков, Авантиев, Гандхарцев, Камбоджиев. Это не стоило бы и одной шестнадцатой соблюдению Упасадхи, полной в восьми факторах. И почему? Потому что царствование людей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. Ведь для дэвов, управляемых четырьмя великими божественными царями, одна ночь и один день равняются пятидесяти человеческим годам. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – пятьсот таких небесных лет. И есть возможность, Висакха, что мужчина или женщина, соблюдающая Упасадху в восьми полных факторах, с распадом тела, после смерти, переродиться среди дэвов, управляемых четырьмя великими божественными царями. В отношении этого я сказал, что царствование людей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. Для дэвов Таватимса одна ночь и один день равняются сотне человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – тысяча таких небесных лет. И есть возможность, Висакха, что мужчина или женщина, соблюдающая Упасадху восьми полных факторах, с распадом тела, после смерти, переродиться среди дэвов Таватимсы. В отношении этого я сказал, что царствование людей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. Для дэвов ямы одна ночь и один день равняются двум сотням человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – две тысячи таких небесных лет. И есть возможность, переродиться среди дэвов ямы. Для дэвов Туситы одна ночь и один день равняются четырем сотням человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – четыре тысячи таких небесных лет. И есть возможность, переродиться среди дэвов Туситы. Для дэвов, наслаждающихся творениями, одна ночь и один день равняются восьми сотням человеческих лет. 30 таких дней составляют месяц, а 12 таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – 8000 таких небесных лет. И есть возможность переродиться среди дэвов, наслаждающихся творениями. Для дэвов, управляющих творениями других, одна ночь и один день равняются 16 сотням человеческих лет. 30 таких дней составляют месяц, а 12 таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – 16000 таких небесных лет. И есть возможность, Висакха, что мужчина или женщина, соблюдающая Упасадху восьми полных факторах, с распадом тела, после смерти, переродится среди дэвов, управляющих творениями других. В отношении этого я сказал, что царствование людей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. И далее он добавил, не должно убивать живых существ, или брать то, что не было дано. Не должно говорить неправду, пить вину. От сексуальности, нечистоты, воздерживай себя, и в неуместный час не принимай еду. Гирлянды не носи, о благовониях забудь. Спи на кровати низкой или подстилки на земле. Вот какова, как говорят, Упасадха восьми, Будды провозглашённы, тем, кто достиг страданий всяческих конца. И там, докуда достают и солнце, и луна, и проливают свет, что столь чудесным взору предстаёт, по небосводу что плывут, рассеивают тьму, они сияют в небе, освещая целый мир. И всё богатство, в этой области что есть, и жемчуга, алмазы, превосходнейший бирилл, и рок из золота, из золота гора, как естественное золото, зовут Штухатака, даже одной шестнадцатой не стоит это всё, у Пасадхи из восьми факторов что состоит. Как и скопление звёзд не сопоставится никак, даже с одной шестнадцатой сияния луны. Так, добродетельная женщина или муж, Ката соблюдал Упасадху из факторов восьми, к счастью ведущих, сотворив много заслуг, безукоризненный, стремится к небесам. Один, это джайны, последователи Махавиры, основателя джайнизма, который известен в суттах как Нигантханатапутта. Он был современником Будды и был одним из шести духовных учителей Индии того времени, соперничающих с буддистами друг с другом. Два, комментарий утверждает, что якобы имеются в виду те существа, которые проживают только дальше сотни йоджан, но не те, которые ближе. Однако это противоречит джайинской концепции о строжайшем непричинении вреда, ахимса, всем живым существам. Три, эту формулу использовали джайны, Нигантхи, для уменьшения привязанности к вещам. Четыре, комментарий. Почему Будда говорит так? Потому что Упасадха не принесет особой пользы, если соблюдается с загрязненным умом, но приносит большой плод, если соблюдается с чистым умом. Поэтому он делает это утверждение, чтобы вести объекты медитации для очищения ума. Имеется в виду пять из шести стандартных памятований, АН-6-10 и так далее. По некой причине шестое памятование о щедрости, Чигануссати, опущено. Может показаться, что этот пропуск был случайной ошибкой при передаче текста суты, однако в китайской версии этот пропуск также содержится, что наводит на мысль о том, что специально или же случайно этот пропуск был совершен еще до раскола школ Випхаджавады, предшественников Тхировады и Сарвастивады. Также, что в китайской версии восемь правил у Пасадхи идут перед пятью памятованьюми, а в палейской версии наоборот. 5. Комментарий поясняет, что Брахмой здесь зовется сам Будда. Чханна сутта, Чханна АН-3-71 И тогда странник Чханна подошел к Достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Достопочтенному Ананде, «Друг Ананда, предписываете ли вы отбрасывание жажды, злобы и заблуждения?» «Предписываем, друг. Но увидев опасность в чем, вы предписываете отбрасывание жажды, злобы и заблуждения?» «Один, тот, кто взбудоражен жаждой, друг, одолеваемый жаждой, с умом, охваченным ей, планирует совершить что-либо, что принесет несчастье самому себе, несчастье другим, несчастье обоим, и он переживает умственные страдания и унынии. Но когда жажда отброшена, то он не планирует совершить что-либо, что принесет несчастье самому себе, несчастье другим, несчастье обоим, и он не переживает умственного страдания и уныния. Тот, кто взбудоражен жаждой, одолеваемый жаждой, с умом, охваченным ей, пускается в неблагое поведение телом, речью и умом. Но когда жажда отброшена, он не пускается в неблагое поведение телом, речью и умом. Тот, кто взбудоражен жаждой, одолеваемой жаждой, с умом, охваченным ей, не понимает в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. Но когда жажда отброшена, он понимает в соответствии с действительностью собственное благо, блага других, блага обоих. Жажда ведет к слепоте, к утрате виденью, к отсутствию знания. Она препятствует мудрости, связана с беспокойством, и не ведет к неббане. 2. Тот, кто полон злобы, одолеваемый злобой, и не ведет к неббане. 3. Заблуждающийся человек, одолеваемый заблуждением, с умом, охваченным им, планирует совершить что-либо, что принесет несчастье, переживает умственные страдания и унынии. Но когда заблуждение отброшено, то он не планирует, не переживает умственного страдания и уныния. 4. Заблуждающийся человек, одолеваемый заблуждением, с умом, охваченным им, пускается в неблагое поведение телом, речью, и умом. Но когда заблуждение отброшено, он не пускается в неблагое поведение телом, речью, и умом. Тот, кто взбудоражен заблуждением, одолеваемый заблуждением, с умом, охваченным им, не понимает в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. Но когда заблуждение отброшено, он понимает в соответствии с действительностью собственное благо, благо других, благо обоих. Заблуждение ведет к слепоте, к утрате виденью, к отсутствию знания. Оно препятствует мудрости, связано с беспокойством, и не ведет к неббане. Увидев эти опасности в жажде, злобе, и заблуждении, мы предписываем их отбрасывание. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ отбрасывания жажды, злобы, заблуждения? И какой же, друг, этот путь, какой же способ отбрасывания жажды, злобы, заблуждения? Это, друг, этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Таков, друг, путь, таков способ отбрасывания жажды, злобы, заблуждения. Это отличный путь, друг, отличный способ отбрасывания жажды, злобы, заблуждения. Его достаточно, друг Ананда, чтобы быть прилежным. Адживака сутта, Адживака. АН 3.72. Однажды Достопочтенный Ананда пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. И тогда некий домохозяин, последователь Адживаков, один, подошел к Достопочтенному Ананде, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, господин Ананда, чья тхама хорошо разъяснена? Кто в мире практикует хороший путь в этом мире? Кто в мире являются счастливыми? Что же, домохозяин, я задам тебе вопрос по этой самой теме. Отвечай так, как сочтешь нужным. Один, как ты думаешь, домохозяин? Является ли тхама тех, кто учит оставлению жажды, злобы, заблуждения, хорошо разъясненные или же нет, или как ты считаешь? Тхама тех, кто учит оставлению жажды, злобы, заблуждения, является хорошо разъясненной. Вот как я считаю. Два, как ты думаешь, домохозяин? Те, кто практикуют ради оставления жажды, злобы, заблуждения, практикуют хороший путь в этом мире или же нет, или как ты считаешь? Те, кто практикуют ради оставления жажды, злобы, заблуждения, практикуют хороший путь в этом мире. Вот как я считаю. 3. Как ты думаешь, домохозяин? Те, кто отбросили жажду, злобу, заблуждение, срезали их под корень, сделали их подобными обрубку пальмы, уничтожили так, что они более не смогут возникнуть в будущем, являются ли в мире счастливыми или же нет, или как ты считаешь? Те, кто отбросили жажду, злобу, заблуждение, срезали их под корень, сделали их подобными обрубку пальмы, уничтожили так, что они более не смогут возникнуть в будущем, являются в мире счастливыми. Вот как я считаю. Итак, домохозяин, ты заявил так, Тхамма тех, кто учит оставлению жажды, злобу, заблуждения, является хорошо разъясненной. Ты заявил, те, кто практикуют ради оставления жажды, злобу, заблуждения, практикуют хороший путь в этом мире. И ты заявил, те, кто отбросили жажду, злобу, заблуждение, срезали их под корень, сделали их подобными обрубку пальмы, уничтожили так, что они более не смогут возникнуть в будущем, являются в мире счастливыми. Удивительно и поразительно, господин, что нет восхваления чьей-либо собственной Тхаммы, как нет и принижения Тхаммы других, но есть просто лишь учение Тхаммы в своей собственной сфере. Вы объявили смысл, не выставив себя на показ. Господин Ананда, вы обучаете Тхамме ради оставления жажды, злобы, заблуждения, так что ваша Тхама хорошо разъяснена. Вы практикуете ради оставления жажды, злобы, заблуждения, так что практикуете хороший путь в этом мире. Вы отбросили жажду, злобу, заблуждение, срезали их под корень, сделали их подобными обрубку пальмы, уничтожили так, что они более не смогут возникнуть в будущем, так что являетесь счастливыми в мире. 2. Великолепно, господин. Великолепно, господин. Благородный Ананда различными способами прояснил Тхамму, поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Господин Ананда, я принимаю прибежище в благословенном, в Тхамме, и в Санкт-Химонахов. Пусть благородный Ананда помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Это ученики Маккхаль Гасалы, который учил строгому детерминизму и суровой аскезе. 2. Примечание переводчика СВ, судя по этому утверждению, действие происходит уже после окончательной нигбаны Будды и после первого буддийского собора, когда достопочтенный Ананда уже стал арахантом. Маханама Асакка Сутта, Маханама. АН 3.73. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Капилаваттху в Баниновом парке. И в то время благословенный только что выздоровел от болезни. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, долгое время, господин, я понимал Дхамму, который научил благословенный, так, знание приходит к тому, кто сосредоточен, а не к тому, кто не имеет сосредоточения. Так ли оно, что сосредоточение предшествует знанию, господин, или же знание предшествует сосредоточению? И тогда мысль пришла к достопочтенному Ананде, благословенный только что выздоровел от болезни, и, тем не менее, этот Маханама из клана Сакьев задает ему очень глубокий вопрос. Что если я отведу в сторону Маханаму из клана Сакьев и научу его Дхамме? И тогда достопочтенный Ананда взял Маханаму из клана Сакьев за руку, отвел в сторону и сказал ему, благословенный говорил о нравственности ученика и о нравственности того, кто окончил тренировку, о сосредоточении ученика и о сосредоточении того, кто окончил тренировку, о мудрости ученика и о мудрости того, кто окончил тренировку. 1. И какова, маханама, нравственность ученика? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Это называется нравственность ученика. 2. И каково сосредоточение ученика? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. 1. Четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется сосредоточением ученика. 3. И какова мудрость ученика? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. 4. Это называется мудрость ученика. Когда ученик благородных подобным образом совершенен в нравственном поведении, сосредоточении и мудрости, то тогда за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Вот каким образом, Маханама, благословенный говорил о нравственности ученика и о нравственности того, кто окончил тренировку, о сосредоточении ученика и о сосредоточении того, кто окончил тренировку, о мудрости ученика и о мудрости того, кто окончил тренировку. 1. Каква Аэн 9.32 Нигандха сутта, Нигандха. Аэн 3.74. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Виссари-в-Зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда Абхая и склана Личхави. а также пандита Кумара из клана Личхави, один, подошли к достопочтенному Ананде, поклонились ему и сели рядом. И тогда Абхая из клана Личхави обратился к достопочтенному Ананде, господин Нигандхана Тапутта заявляет о том, что является всезнающим и всевидящим, что имеет всехватывающее знание и видение, говоря, когда я иду, стою, сплю или бодрствую, знание и видение постоянно и непрерывно присутствуют во мне. Он предписывает прекращение старых кам посредством болезненной аскезы, разрушению моста, посредством несоздавания новой каммы. Так, через уничтожение каммы уничтожается страдание. Через уничтожение страдания уничтожается чувство. Через уничтожение чувства все страдание будет изношено. Вот каким образом происходит преодоление страдания посредством этого напрямую видимого очищения за счет изнашивания. 3. Что благословенный говорит об этом? Абхая, эти три вида изнашивающего очищения были подобающим образом разъяснены благословенным арахантом, полностью просветленным, который знает и видит, ради очищения существ, ради преодоления печали истинания, ради угасания боли и уныния, ради обретения метода, ради реализации неббаны. Какие три? Один, вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Он не создает какой-либо новой камы, и он прекращает старую каму, соприкасаясь с ней вновь и вновь. Изнашивание камы видимо напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Два, когда, абхая, этот монах подобным образом совершенен в нравственности, он будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане. Четыре, четвертый джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Три, когда, абхая, этот монах подобным образом совершенен в нравственности и сосредоточении, то тогда, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Он не создает какой-либо новой камы, и он прекращает старую каму, соприкасаясь с ней вновь и вновь. Изнашивание камы, видимо, напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. 5. Таковы, абхая, три вида изнашивающего очищения, подобающим образом разъясненные благословенным, арахантом, полностью просветленным, который знает и видит, ради очищения существ, ради преодоления печали истинания, ради угасания боли и уныния, ради обретения метода, ради реализации неббаны. Когда так было сказано, пандита Кумара из клана Личхави сказал абхая из клана Личхави, почему, друг абхая, ты не благодаришь достопочтенного Ананду за его хорошо сказанные слова. Разве мог бы я, друг, не благодарить достопочтенного Ананду за его хорошо сказанные слова? Если кто-либо не поблагодарил бы достопочтенного Ананду за его хорошо сказанные слова, то его голова бы раскололась. 1. Личхави были влиятельным кланом в стране Ваджей, столицей которой был город под названием Висали. 2. Комментарий поясняет, что разрушение моста означает уничтожение обуславливающей причины. 3. Изнашивание, Ниджара, прошлой камы посредством болезненная аскеза, ключевая доктрина джайнов. 4. Как в Айон 9.32. 5. Примечание переводчика СВ, подобное утверждение согласуется с утверждением Будды в Айон 10.219 о том, что развиты в этих трех вещах человек изживает всю негативную каму в этой своей жизни, и эта кама не проследует дальше. Эта же идея прослеживается в Айон 3.34. Принципиальное расхождение с доктриной джайнов здесь заключается в том, каким образом происходит уничтожение каммы. В Дхамме Будды – это благородный восьмеричный путь, а в доктрине джайнов – это болезненная аскеза. Будда критикует джайнов за тщетность болезненного аскетизма в МН-101. Невесака сутта, следует утверждать. Айон 3.75. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, «Ананда, тех, кому у тебя есть сострадание, и кто относится к тебе со вниманием, друзей или товарищей, родственников и родню, тебе следует наставлять, утверждать, укреплять в трех вещах». Каких трех? 1. Их следует наставлять, утверждать, укреплять в непоколебимой вере в Будду таким образом, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, счастливый, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. 2. Их следует наставлять, утверждать, укреплять в непоколебимой вере в Дхамму таким образом, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, не зависящие от времени, приглашающие пойти и увидеть, ведущие к цели, познаваемые мудрыми самостоятельно. Три, их следует наставлять, утверждать, укреплять в непоколебимой вере в Сангху таким образом, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство. Достойное подношение, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Ананда, можно увидеть перемену в четырех великих элементах, в элементе земли, элементе воды, элементе огня, элементе воздуха, но не может быть перемены в ученике благородных, который наделен непоколебимой верой в Будду. Перемена здесь такова, чтобы ученик благородных, наделенный непоколебимой верой в Будду, переродился бы в Аду, в мире животных, в мире страдающих духов. Такого не может произойти. Ананда, можно увидеть перемену в четырех великих элементах, в элементе земли, элементе воды, элементе огня, элементе воздуха, но не может быть перемены в ученике благородных, который наделен непоколебимой верой в Дхамму, непоколебимой верой в Сангху. Перемена здесь такова, чтобы ученик благородных, наделенный непоколебимой верой в Сангху, переродился бы в Аду, в мире животных, в мире страдающих духов. Такого не может произойти. Ананда, тех, кому у тебя есть сострадание, и кто относятся к тебе со вниманием, друзей или товарищей, родственников и родню, тебе следует наставлять, утверждать, укреплять в этих трех вещах. Патхама-бхава сутта «Существование-1» А.Н. 3.76 И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал ему, «Учитель, существование, существование, так говорят». В каком смысле, «Учитель» говорится о существовании? 1.1. Если бы, Ананда, не было бы Камы, созревающей в мире чувств, то разве можно было бы распознать существование в мире чувств? Нет, «Учитель». Поэтому, Ананда, у существ, скованных невежеством и опутанных жаждой, Кама является полем, сознанием, семейным, а жажда – влагой для того, чтобы сознание утвердилось в Нижнем мире из трех миров. Вот каким образом происходит продуцирование нового существования в будущем. 2. Если бы, Ананда, не было бы Камы, созревающей в мире форм, то разве можно было бы распознать существование в мире форм? Поэтому, Ананда, у существ, скованных невежеством и опутанных жаждой, Кама является полем, сознанием, семейным, а жажда – влагой для того, чтобы сознание утвердилось в Среднем мире из трех миров. Вот каким образом происходит продуцирование нового существования в будущем. 3. Если бы, Ананда, не было бы Камы, созревающей в мире без форм, то разве можно было бы распознать существование в мире без форм? Поэтому, Ананда, у существ, скованных невежеством и опутанных жаждой, Кама является полем, сознанием, семейным, а жажда – влагой для того, чтобы сознание утвердилось в Высшем мире из трех миров. Вот каким образом происходит продуцирование нового существования в будущем. Вот каким образом, Ананда, имеет место существовании. 1. Пхава. Имеется в виду конкретное личностное существование в одном из трех миров – мир чувств, мир форм, мир без форм. Ниббана называется Пхава-Ниродха – прекращение личностного существования. Дутия Пхава-Сутта – Существование 2. Айян 3.77. Сутта идентична предыдущей Айян 3.76, но фраза влагой для того, чтобы сознание утвердилось в Заменена такой, влагой для того, чтобы и хвалевое намерение и стремление утвердилось в Силаббата-Сутта – Правила поведения и предписания Айян 3.78. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, Ананда, все ли правила поведения и предписания, все ли виды аскетического образа жизни, и все ли виды святой жизни являются плодотворными, будучи установленными в качественной важнейшей сути? Не все – учитель. В таком случае, Ананда, проведи различия между ними. Учитель, представьте, как некий человек взращивает определенные правила поведения и предписания, аскетический образ жизни и святую жизнь, устанавливая их в качественной важнейшей сути. Если в этом случае неблагие качества увеличиваются в нем, а благие качества уменьшаются, то такие правила поведения и предписания, аскетический образ жизни и святая жизнь, установленные в качественной важнейшей сути, являются бесплодными. Но если неблагие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то такие правила поведения и предписания, аскетический образ жизни и святая жизнь, установленные в качественной важнейшей сути, являются плодотворными. Так сказал достопочтенный Ананда. Учитель согласился. И тогда достопочтенный Ананда, подумав, учитель согласился, поклонился Благословенному и, обойдя его с правой стороны, ушел. И вскоре после того, как Достопочтенный Ананда ушел, Благословенный обратился к монахам, монахе, Ананда является учеником, но непросто найти того, кто мог бы сравниться с ним в мудрости. Гандхаджата сутта, аромат. А.Н. 3.79 И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, Учитель, есть эти три аромата, которые разносятся по ветру, но не против ветра. Какие три? Аромат кореньев, аромат древесной сердцевины, аромат цветов. Эти три аромата разносятся по ветру, но не против ветра. Есть ли какой-либо аромат, который разносится по ветру, против ветра, и по ветру и против ветра? Есть, Ананда, аромат, который разносится по ветру, против ветра, и по ветру и против ветра. Но, Учитель, что это за аромат? Ананда, вот в некой деревне или городе женщина или мужчина принимает прибежище в Будде, Дхаме, Сангхе. Анаэльон нравственный, обладает хорошим характером, воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не было дано, от лжи, от вина, спиртного и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. И Анаэльон пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, пребывает, будучи преданным благотворительности, радуется дарению и разделению. В этом случае жрецы и отшельники всех сторон света возносят хвалу, говоря, в такой-то и такой-то деревне или городе женщина или мужчина принял прибежище в Будде, Дхаме, Сангхе, радуется дарению и разделению. Божества и духи также возносят хвалу, говоря, в такой-то и такой-то деревне, принял прибежище в Будде, Дхаме, Сангхе, радуется дарению и разделению. Это, ананда, аромат, который разносится по ветру, против ветра, и по ветру и против ветра. И далее он добавил, и против ветра аромат цветов не разнесется, как и не разнесется аромат сандал, тагары, ильжасмина. Но против ветра разнесется аромат людей хороших, аромат людей хороших во все стороны проникнет. Один. Один, эта строфа содержится в Тхаммападе 54. Абхибху сутта, Абхибху. Аэн 3.80. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, учитель, в присутствии благословенного я слышал так, в его присутствии я выучил так, Абхибху, ученик благословенного сикхи, находясь в мире Брахма донес свой голос до всех миров в мировой системе тысячи миров. Один. Докуда, учитель, может благословенный, Арахант, полностью просветленный донести свой голос, Он был учеником, Ананда. Татхага, ты же безмерный. Два. И во второй раз достопочтенный Ананда сказал благословенному, учитель, в присутствии благословенного я слышал так. Докуда, учитель, может благословенный, Арахант, полностью просветленный донести свой голос? Он был учеником, Ананда. Татхага, ты же безмерный. И в третий раз достопочтенный Ананда сказал благословенному, учитель, в присутствии благословенного я слышал так. Докуда, учитель, может благословенный, Арахант, полностью просветленный донести свой голос? Ананда, слышал ли ты о малой системе тысячи миров? Сейчас подходящий момент, Благословенный. Сейчас подходящий момент, счастливый. Благословенный должен рассказать. Услышав это из уст Благословенного, монахи запомнят это. Тогда, Ананда, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответил достопочтенный Ананда. Благословенный сказал, один, система тысячи миров, в которых вращающиеся луна и солнце освещают своим светом все направления, называется малой системой тысячи миров. 3. В этой системе тысячи миров существуют тысячи лун, тысячи солнц, тысячи царей Горс-Минеру, тысячи континентов, Джимбудипы, тысячи континентов, Апарагоины, тысячи континентов, Уттаракуру, тысячи континентов, Кубавидихе, тысяча четырех великих океанов, тысяча четырех великих царей, тысячи небесных миров, управляемых четырьмя великими царями, тысячи небесных миров Таватимсы, тысячи небесных миров Ямы, тысячи небесных миров Туситы, тысячи небесных миров Дэвов, наслаждающихся творениями, тысячи небесных миров Дэвов, имеющими власть над творениями других, тысячи миров Брахм. 2. Мир, который в тысячу раз больше малой системы тысячи миров, называется срединной системой миров, являющейся малой системой тысячи миров во второй степени. 4. 3. Мир, который в тысячу раз больше срединной системы миров, являющейся малой системой тысячи миров во второй степени, называется Великой Системой Миров, являющейся Малой Системой Тысячи Миров в третьей степени. 5. Ананда, Тадхагата может донести свой голос так далеко, докуда он пожелает в Великой Системе Миров, являющейся Малой Системой Тысячи Миров в третьей степени. Но каким образом, учитель, Тадхагата может донести свой голос так далеко, докуда он пожелает в Великой Системе Миров, являющейся Малой Системой Тысячи Миров в третьей степени? Вот, Ананда, Татхагата насыщает своим сиянием ума великую систему миров, являющуюся малой системой тысячи миров в третьей степени. Когда те существа воспринимают этот свет, то тогда Татхагата проецирует свой голос и делает так, что они слышат его звучание. Вот каким образом, Ананда, Татхагата может донести свой голос так далеко, докуда он пожелает в великой системе миров, являющейся малой системой тысячи миров в третьей степени. 6. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда сказал благословенному, какова моя удача. Как мне повезло, что мой учитель столь силен и могущественен. Когда так было сказано, достопочтенный Удая обратился к достопочтенному Ананде, а тебе-то что с того, друг Ананда, что твой учитель столь силен и могущественен. Когда так было сказано, благословенный сказал достопочтенному Удая, не говори так, Удая. Не говори так, Удая. У Дая, если бы Ананда скончался, не будучи свободным от жажды, то из-за его уверенности во мне он бы семь раз осуществлял небесное царствование среди дэвов, и семь раз великое царствование на этой Джамбудипе. Однако в этой самой жизни Ананда достигнет окончательной небыбаны. 1. Эта история содержится в СН 6.14. Речь идет об одном из учеников Будды Сикхи, который жил в далеком прошлом. 2. Комментарий поясняет, что могущество Будды, обладающего всеведением и достигшего десяти совершенств, намного больше, и проводит аналогию, приводя в пример горстку земли, которую можно зачерпнуть ногтем, и всю великую землю целиком. 3. Комментарий поясняет, что это является областью ученика. 4. По заметке достопочтенного Бодхе, речь идет о тысяче умноженной на тысячу мирах. 5. По заметке достопочтенного Бодхе, речь идет о тысяче умноженной на тысячу умноженной на тысячу мирах. 6. Примечание переводчика СВ, судя по всему, речь идет только о тех существах, которые могут общаться друг с другом на расстоянии посредством сверхспособностей. Упоминание такого общения приводится и в другой сутте, СН 21.3, где подобным образом общаются Будды и Махаммад Галлана, один из главных учеников Будды, известный своими сверхъестественными силами. 7. Сама на сутта, отшельники. АН 3.81. Благословенный сказал, монахи, есть эти три отшельнические задачи, которые следует практиковать отшельнику. Какие три? 1. Осуществление тренировки высшего нравственного поведения. 2. Осуществление тренировки высшего ума. 3. Осуществление тренировки высшей мудрости. Таковы три отшельнические задачи, которые следует практиковать отшельнику. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, у нас будет острое желание осуществлять тренировку в высшей нравственности, в высшем уме, в высшей мудрости. Вот как вы должны тренировать себя. Гадрабха сутта, осел. АН 3.82. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы осел шел за коровьим стадом, думая, я тоже корова, я тоже корова. Но его внешность была бы не такой, как у коров, его голос был бы не таким, как у коров, его следы были бы не такими, как у коров. И все же он бы шел за коровьим стадом, думая, я тоже корова, я тоже корова. Точно так же, монах может следовать прямо за Сангхой монахов, думая, я тоже монах, я тоже монах. 1. Но его желание осуществлять тренировку высшего нравственного поведения не такое, как у других монахов. 2. Его желание осуществлять тренировку высшего ума не такое, как у других монахов. 3. Его желание осуществлять тренировку высшей мудрости не такое, как у других монахов. И все же он следует прямо за самхой монахов, думая, я тоже монах, я тоже монах. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, у нас будет острое желание осуществлять тренировку высшей нравственности, высшем уме, высшей мудрости. Вот как вы должны тренировать себя. Хетта сутта, поле. АН 3.83. Благословенный сказал, монахи, у фермера есть эти три предварительные задачи. Какие три? Вначале фермер тщательно вспахивает и баранит поле. Затем он сеет семена в надлежащее время. И затем он время от времени орошает и осушает поле. Таковы три предварительные задачи у фермера. Точно так же, монахи, есть эти три предварительные задачи у монаха. Какие три? 1. Осуществление тренировки высшего нравственного поведения. 2. Осуществление тренировки высшего ума. 3. Осуществление тренировки высшей мудрости. Таковы три предварительные задачи у монаха. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, у нас будет острое желание осуществлять тренировку высшей нравственности, высшем уме, высшей мудрости. Вот как вы должны тренировать себя. Ваджипутта сутта, ваджийский юноша. АН 3.84. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в висале в зале со строконечной крыши в великом лесу. И тогда некий ваджийский монах подошел к благословенному, поклонился ему и сказал ему, учитель, каждые полмесяца декламируется более 150 правил монашеской тренировки. Я не могу тренироваться в них. Но можешь ли ты тренировать себя в трех тренировках, монах, один, в тренировке высшей нравственности, два, тренировке высшего ума, три, и тренировке высшей мудрости, один. Могу, учитель. Тогда, монах, тренируй себя в трех тренировках, в тренировке высшей нравственности, тренировке высшего ума, и тренировке высшей мудрости. Если будешь тренироваться в них, ты отбросишь жажду, злобу, заблуждение, не будешь совершать ничего неблагого или же склоняться к чему-либо плохому. И тогда, спустя как какое-то время, тот монах тренировался в высшей нравственности, высшем уме и высшей мудрости. И когда он тренировался в них, он отбросил жажду, злобу и заблуждений. С оставлением жажды, злобы и заблуждения, он не совершал ничего неблагого и не склонялся ни к чему плохому. Один, примечание переводчика С.В., не совсем понятно, что здесь имеется в виду под тренировкой высшей нравственности. Обычно в суттах высшая нравственность объясняется как свод правил Патимокхи, но именно Патимокху имеет в виду монах, когда сообщает, что не может придерживаться столь большого количества правил. Возможно, Будда имеет в виду основополагающие правила Патимокхи, но не остальные. Правда, однозначного ответа на вопрос, что является основными правилами, также нет. Перед смертью Будда сказал, что Сангха, если пожелает, может отменить незначительные правила Патимокхи, но монахи не выяснили какие именно правила незначительны, а также не смогли впоследствии прийти к консенсусу в данном вопросе, поэтому было решено сохранить все правила действительными. Смотри также на этот счет соседнюю сутту, А.Н. 3.86. Секха сутта, ученик. А.Н. 3.85. И тогда некий монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, учитель, ученик, ученик, так говорят. В каком случае кто-либо является учеником? Он тренируется, монах, поэтому он зовется учеником. И в чем он тренируется? 1. Он тренируется в высшей нравственности. 2. Он тренируется в высшем уме. 3. Он тренируется в высшей мудрости. Он тренируется, монах, поэтому он зовется учеником. И далее он добавил, тренирует себя ученик, по прямому пути он идет. И вначале появится в нем, о разрушении знаний. Вслед за тем и конечное знание возникает мгновение спустя. Когда знанием конечным он освобожден, путы существования отбросив, то приходит еще одно знание, непреклонное освобождение. Патхама Сикха Сутта, тренировка 1. АН 3.86 Благословенный сказал, монахи, каждые полмесяца декламируются более 150 правил монашеской тренировки. Представитель клана, желающий собственного благополучия, должен тренироваться в них. Все они включены в эти три тренировки. В какие три? 1. В тренировку высшей нравственности, 2. В тренировку высшего ума, и 3. В тренировку высшей мудрости. Таковы три тренировки, в которые все это включено. Монахи, вот монах исполняет нравственное поведение, но взращивает сосредоточение и мудрость только до некоторой степени. Он совершает нарушение правил тренировки в отношении незначительных и меньших правил и справляется. 1. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. 2. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. 3. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них. С полным уничтожением трех нижних оков он является вступившим в поток, непреклонным в своей участи, никогда более не способным родиться, в низших мирах, устремленным к просветлению. 3. Другой монах исполняет нравственное поведение, но взращивает сосредоточение и мудрость только до некоторой степени. 4. Он совершает нарушение правил тренировки, в отношении незначительных и меньших правил и справляется. 5. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. 5. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них с полным уничтожением трех нижних оков, а также с уменьшением жажды, злобы и заблуждения, он является однажды возвращающимся тем, кто, вернувшись назад в этот мир лишь еще один раз, положит конец страданиям. Другой монах исполняет нравственное поведение и сосредоточение, но взращивает мудрость только до некоторой степени. Он совершает нарушение правил тренировки в отношении незначительных и меньших правил и справляется. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них. С полным уничтожением пяти нижних оков, он является тем, кто родится спонтанно в мире чистых обителей и обретет там окончательную Нейбану, никогда более не возвращаясь обратно из того мира в этот. Другой монах исполняет нравственное поведение, сосредоточение и мудрость. Он совершает нарушение правил тренировки в отношении незначительных и меньших правил и справляется. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Так, монахи, тот, кто развивается частично, частично и преуспевает. Тот, кто развивается полностью, достигает совершенства. Эти правила тренировки не бесплодны, я говорю вам. Один, в Махапарине Бабана Сутте, Дэн 16, Будда говорит о том, что если Сангха того пожелает, она может отменить эти правила. Однако так и не было выяснено и решено, какие из правил являются меньшими и незначительными. Комментарий поясняет, что те монахи, которые специализировались на декламации Великой Ангуттараникая, считали, что таковыми являются все правила, кроме четырех правил Параджики. Два, комментарий перефразирует, «Монахи, я не утверждал, что это является невозможным для благородной личности, совершить такое нарушение и справиться». Три, комментарий поясняет, что речь идет о четырех Параджиках. Примечание переводчика СВ, очевидно, Будда имеет в виду, что ученик благородных не способен совершить какую-либо из четырех Параджик. Дутия-Сикха-Сута, тренировка 2. АН 3.87. Благословенный сказал, «Монахи, каждые полмесяца декламируются более ста пятидесяти правил монашеской тренировки. Представитель клана, желающий собственного благополучия, должен тренироваться в них. Все они включены в эти три тренировки. В какие три? Один, в тренировку высшей нравственности, два, в тренировку высшего ума, и, три, в тренировку высшей мудрости. Таковы три тренировки, в которые все это включено. Монахи, вот монах исполняет нравственное поведение, но взращивает сосредоточение и мудрость только до некоторой степени. Он совершает нарушение правил тренировки в отношении незначительных и меньших правил и справляется. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них. С полным уничтожением трех нижних оков он является достигающим за семь жизней максимум, тем, кто после максимум семи странствий и скитаний среди дывов и людей и положит конец страданиям. С полным уничтожением трех нижних оков он является идущим из семьи в семью, тем, кто, после двух или трех странствий и скитаний по хорошим семьям положит конец страданиям. С полным уничтожением трех нижних оков он является восходящим лишь один раз, тем, кто, переродившись еще один раз человеком, положит конец страданиям. 1. С полным уничтожением трех нижних оков, а также с уменьшением жажды, злобы, и заблуждения, он является однажды возвращающимся, тем, кто, вернувшись назад в этот мир лишь еще один раз, положит конец страданиям. 2. Другой монах исполняет нравственное поведение и сосредоточение, но взращивает мудрость только до некоторой степени. Он совершает нарушение правил тренировки в отношении незначительных и меньших правил и справляется. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них. С полным уничтожением пяти нижних оков этот человек достигает небабаны в промежутке, по приземлении, без приложения усилий, с приложением усилий, устремляется вверх, направляясь к высшему миру чистых обителей Аконитха. 3. Другой монах исполняет нравственное поведение, сосредоточение и мудрость. Он совершает нарушение правил тренировки в отношении незначительных и меньших правил и справляется. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Так, монахи, тот, кто развивается частично, частично и преуспевает. Тот, кто развивается полностью, достигает совершенства. Эти правила тренировки небесплодны, я говорю вам. Один, это три вида вступивших в поток, которые отличаются степенью развитости пяти качеств. Смотри. СН-48-24. Два, примечания переводчика СВ, небезынтересно отметить, что по сути однажды возвращающиеся и восходящие лишь один раз ничем не отличаются. И тот и другой достигнет араханство в следующей жизни. Однако, разница может быть в том, что первый из них может родиться в нижних небесных мирах дэвов, и там станет арахантом, в отличие от второго, который родится именно человеком. Или же, разница может быть в незначительном отличии в плане развитости пяти качеств. Смотри. Примечания 1. Три, это пять видов невозвращающихся, которые отличаются степенью развитости пяти качеств. Смотри подробнее АН-7-55. Татья-Сикха-Сута, тренировка 3. АН-3-88. Благословенный сказал, монахи, каждые полмесяца декламируются более ста пятидесяти правил монашеской тренировки. Представитель клана, желающий собственного благополучия, должен тренироваться в них. Все они включены в эти три тренировки. В какие три? 1. В тренировку высшей нравственности, 2. В тренировку высшего ума и 3. В тренировку высшей мудрости. Таковы три тренировки, в которые все это включено. Вот монах исполняет нравственное поведение, сосредоточение и мудрость. Он совершает нарушение правил тренировки, в отношении незначительных и меньших правил исправляется. И почему? Потому что я не сказал, что он не способен на это. Но в отношении тех правил тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, которые соответствуют святой жизни, его поведение является постоянным и устойчивым. Предприняв правила тренировки, он тренируется в них. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Если он не достигает этого, и не проникает в это, то с полным уничтожением пяти нижних оков он достигает небабаны в промежутке, по приземлении, без приложения усилий, с приложением усилий, устремляется вверх, направляясь к высшему миру чистых обителей Аканитха. Если он не достигает этого и не проникает в это, то с полным уничтожением трех нижних оков, а также с уменьшением жажды, злобы и заблуждения, он является однажды возвращающимся тем, кто, вернувшись назад в этот мир лишь еще один раз, положит конец страданиям. Если он не достигает этого и не проникает в это, то с полным уничтожением трех нижних оков он является восходящим лишь один раз, идущим из семьи в семью, достигающим за семь жизней максимум, тем, кто после максимум семи странствий и скитаний среди дэвов и людей, положит конец страданиям. Так, монахи, тот, кто развивается частично, частично и преуспевает. Тот, кто развивается полностью, достигает совершенства. Эти правила тренировки небесплодны, я говорю вам. Патхамасикхаттая сутта, тренировки 1. АН 3.89. Благословенный сказал, монахи, есть эти три тренировки. Какие три? Тренировка в высшей нравственности, тренировка в высшем уме, и тренировка в высшей мудрости. 1. И что такое, монахи, тренировка в высшей нравственности? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздавая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Это называется тренировкой в высшей нравственности. 2. И что такое, монахи, тренировка в высшем уме? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. 1. Четвертой джхане, которое неприятно и неболезненно, характерно чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется тренировкой в высшем уме. 3. И что такое, монахи, тренировка в высшей мудрости? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это называется тренировкой в высшей мудрости. Таковы, монахи, три тренировки. 1. Как в АН 9.32. Дутия сикхаттая сутта, тренировки 2. АН 3.90. Благословенный сказал, монахи, есть эти три тренировки. Какие три? Тренировка в высшей нравственности, тренировка в высшем уме, и тренировка в высшей мудрости. 1. И что такое, монахи, тренировка в высшей нравственности? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя патимокхой. 2. И что такое, монахи, тренировка в высшем уме? Вот, монах входит и пребывает в первой джхане. 4. И что такое, монахи, тренировка в высшей мудрости? Вот за счет уничтожения пятен умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Таковы, монахи, три тренировки. И далее он добавил, усердный, сильный и решительный, он медитирует, осознан, и охраняет двери чувств. Так практикует он высшую нравственность, высшую мудрость, как и высший ум. Как прежде, так и после, как после, так и прежде. Вверху, как и внизу, внизу, как и вверху. Как ночью, так и днем, как днем, и ночью так, стороны света все преодолев, безмерным сосредоточением своим. Зовется он учеником, идущим по пути, и поведение тщательно очищено его. Зовется в мире просветленным он, и мудрецом, который тренировку завершил. Когда сознание прекратится, того, кто стал свободным с разрушением жажды, освобождение его ума, подобно будет лампо угасанию. Панкадха сутта, Панкадха. АН 3.91. Однажды Благословенный странствовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов и прибыл в Касальский город под названием Панкадха. И тогда он пребывал возле Панкадхи. В то время монах Касапагата проживал в Панкадхи. И там Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой под хами, связанной с правилами монашеской тренировки. И тогда, по мере того, как Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой под хами, связанной с правилами тренировки, монах Касапагата стал нетерпимым и мучился, думая, этот отшельник слишком строгий. И затем, пробов Панкадхи столько, сколько он считал нужным, Благословенный отправился в странствии по направлению к Раджагахе. По мере странствий Благословенный постепенно дошел до Раджагахи. Там, в Раджагахе, Благословенный пребывал на горе Утес Ястребов. И затем, вскоре после того, как Благословенный ушел, монаха Касапагата переполнили угрозение совести и сожаление, и он подумал, какое несчастье и потеря, что когда Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой под хами, связанной с правилами монашеской тренировки, я стал нетерпимым и мучился, думая, этот отшельник слишком строгий. Что если я сейчас отправлюсь к Благословенному и сознаюсь в своем проступке ему? И тогда монах Касапагата прибрался в своей хижине, взял чашу и одеяние, и отправился в Раджагаху. Со временем он прибыл в Раджагаху и пошел к горе Утес Ястребов. Он подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, однажды Благословенный пребывал в Касальском городе под названием Панкатха. Там Благословенный наставлял, я стал нетерпимым и мучился, думая, этот отшельник слишком строгий. И затем, пробав Панкатхе столько, сколько он считал нужным, Благословенный отправился в странствие по направлению к Раджагахе, меня переполнили угрозения совести и сожаления, и я подумал, какое несчастье. Что если я сейчас отправлюсь к Благословенному и сознаюсь в своем проступке ему? Учитель, я совершил проступок в том, что когда Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой под хами, связанной с правилами монашеской тренировки, я был столь глупым, бестолковым, неумелым, что стал нетерпимым и мучился, думая, этот отшельник слишком строгий. Учитель, пусть Благословенный простит меня за мой проступок, который я теперь увидел как проступок, чтобы впредь я себя сдерживал в этом. Вне сомнений, Кассапа, ты совершил проступок в том, что когда я наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой под хами, связанной с правилами монашеской тренировки, ты был столь глупым, бестолковым, неумелым, что стал нетерпимым и мучился, думая, этот отшельник слишком строгий. Но поскольку ты увидел свой проступок как проступок и исправил его в соответствии с Дхамой, мы прощаем тебя за это. Поскольку это является ростом в учении благородных, когда кто-либо видит проступок как проступок и исправляет его в соответствии с Дхамой, предпринимая воздержание от совершения подобного в будущем. 1. Если Кассапа, старший по сроку монашества монах не желает тренироваться и не восхваляет осуществление тренировки, если он не побуждает к тренировке других монахов, которые не желают тренироваться, и если он не произносит подлинных, действительных, своевременных восхвалений к тем монахам, которые желают тренироваться, то тогда я не восхваляю такого старшего монаха. И почему? Потому что другие монахи, услышав, учитель хвалит его, станут общаться с ним, а те, кто станут общаться с ним, могут последовать его примеру. Если они последуют его примеру, это приведет к их вреду и страданию на долгое время. Поэтому я не восхваляю такого старшего монаха. 2. Если Кассапа, средний по сроку монашества монах не желает. Поэтому я не восхваляю такого среднего монаха. 3. Если Кассапа, младший по сроку монашества монах не желает. Если они последуют его примеру, это приведет к их вреду и страданию на долгое время. Поэтому я не восхваляю такого младшего монаха. Если, Касапа, старший, средний, младший монах желает тренироваться и восхваляет осуществление тренировки, если он побуждает к тренировке других монахов, которые не желают тренироваться, и если он произносит подлинные, действительные, своевременные восхваления тем монахам, которые желают тренироваться, то тогда я восхваляю такого младшего монаха. И почему? Потому что другие монахи, услышав, учитель хвалит его, станут общаться с ним, а те, кто станут общаться с ним, могут последовать его примеру. Если они последуют его примеру, это приведет к их благополучию и счастью на долгое время. Поэтому я восхваляю такого младшего монаха. Ачаика сутта, срочный. АН 3.92. Благословенный сказал, монахи, есть эти три неотложных задачи у фермера. Какие три? Вначале фермер спешно, но тщательно вспахивает поле, и спешно, но тщательно бронит его. Затем он спешно сеет семена. И затем он спешно орошает и осушает поле. Таковы три неотложных задачи у фермера. У этого фермера нет сверхъестественных сил или духовного могущества посредством чего он мог бы повелевать, пусть мой урожай начнет расти сегодня. Пусть он созреет завтра. Пусть он плодоносит послезавтра. Но с изменением времен года наступает время, когда урожай растет, созревает, плодоносит. Точно так же, монахи, есть эти три неотложных задачи у монаха. Какие три? 1. Осуществление тренировки в высшей нравственности. 2. Осуществление тренировки в высшем уме. 3. Осуществление тренировки в высшей мудрости. Таковы три неотложных задачи у монаха. У этого монаха нет сверхъестественных сил или духовного могущества посредством чего он мог бы повелевать, пусть мой ум будет освобожден от пятен загрязнения ума посредством нецепляния сегодня, или завтра, или послезавтра. Но по мере того, как этот монах тренируется в высшей нравственности, в высшем уме, в высшей мудрости, приходит время, когда его ум освобождается от пятен посредством нецепляния. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, у нас будет острое желание осуществлять тренировку в высшей нравственности, в высшем уме, в высшей мудрости. Вот как вы должны тренировать себя. Павиль века сутта «Уединение» А.Н. 3.93 3. Благословенный сказал, монахи, странники-приверженцы других учений предписывают эти три вида уединения. Какие три? Уединение в отношении одеяний, уединение в отношении еды, полученной с подаяний, и уединение в отношении жилищ. 1. Вот, монахи, что странники-приверженцы других учений предписывают в качестве уединения в отношении одеяний, они носят одежду из пеньки, из парусины, из савана, из выброшенных лохмотьев, из ревесной коры, из шкур антилопы, из обрезков шкур антилопы, из травы и кусы, из материала из коры, из материала из стружек, носит накидку, сделанную из волос головы, из шерсти дикого животного, из совиных крыльев. Вот что странники-приверженцы других учений предписывают в качестве уединения в отношении одеяний. Вот что странники-приверженцы других учений предписывают в качестве уединения в отношении еды, полученной с подаяний, они едят только зелень, или проса, или дикий рис, или обрезки шкуры, или мох, или рисовые отруби, или рисовую накипь, или кунжутную муку, или траву, или коровий навоз. Они живут на лесных коренях и фруктах. Они кормятся упавшими фруктами. Вот что странники-приверженцы других учений предписывают в качестве уединения в отношении еды, полученной с подаянией. Вот что странники-приверженцы других учений предписывают в качестве уединения в отношении жилищ, лес, подножья дерева, кладбища, уединенные обиталища в лесах и рощах, открытую местность, сток соломы, шалаш из соломы. Вот что странники-приверженцы других учений предписывают в качестве уединения в отношении жилищ. Таковы три вида уединения, которые предписывают странники-приверженцы других учений. В этой Дхамме-Винае, монахе, есть эти три вида уединения для монаха. Какие три? Один, вот монах нравственный. Он отбросил безнравственность и пребывает уединенным от нее. Два, он придерживается правильных воззрений. Он отбросил неправильные воззрения и пребывает уединенным от них. Три, он является тем, чьи пять наумственных загрязнений уничтожены. Он отбросил пять наумственных загрязнений и пребывает уединенным от них. Когда монах нравственный, является тем, кто отбросил безнравственность и пребывает уединенным от нее, придерживается правильных воззрений, является тем, чьи пять наумственных загрязнений уничтожены, то тогда он зовется монахом, который достиг высочайшего, достиг сердцевины, зовется тем, кто чист и утвержден в сердцевине. Представьте, монахи, фермера, у которого бы созрел горный рис. Фермер бы спешно срезал побеги. Затем он бы спешно собрал побеги. Затем он бы спешно перевез их. Затем он бы спешно собрал бы их в кучу, обмолотил их, убрал солому, убрал высевки, просеял бы его. Затем он бы спешно перевез эти зерна, и столок бы их, убрал шелуху. Вот каким образом рисовые зерна этого фермера были бы высочайшими, достигли сердцевины, были бы чистыми и утверждены утверждёнными в сверцевине. Точно так же, монахи, когда монах нравственный, чистый утверждён в сверцевине. Один, комментарий поясняет, что речь идёт об отсоединении себя от загрязнения ума, которые могут появиться из-за одеяний, еды, жилищ. Сарада сутта, осень А.Н. 394 Благословенный сказал, монахи, осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно лучится, сверкает и сияет. Точно так же, когда в ученике благородных возникают незапалённые, незапятненные у Кадхаммы, то тогда с возникновением видения ученик благородных отбрасывает три оковы, один, один, воззрение Я, два, сомнение, три, цепляние за правила и предписание. После, когда он отрекается от двух состояний, а именно, жажды и недоброжелательности, то тогда, будучи отстранённым от чувственных удовольствий, отстранённым от неблагих состояний ума, он входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстранённости. Если, монахи, ученик благородных умирает в это время, то, в его случае нет каких-либо оков, из-за которых он мог бы вернуться в этот мир. 2. 1. Примечание переводчика СВ – речь идёт о вступлении в поток, в сатапате. 2. Примечание переводчика СВ – подобной фразой обычно обозначается не «возвращение», а «нагамета». Имеется в виду, что он не может более вернуться в мир чувств, камалоку, но родится в мире форм, где и достигнет окончательной небыбаны. Париса сутта «Собрание» А.Н. 3.95. Благословенный сказал, «Монахи, есть три вида собраний». Какие три? Собрание высочайших, разделённое собрание, единодушное собрание. 1. И что такое, монахи, собрание высочайших? В этом виде собрания старшие монахи не являются теми, кто проживают в роскоши, апатичными, превосходящими других в своём падении, уклоняющимися от ведения жизни в затворничестве. Они прилагают усилия к достижению ещё не достигнутого, к обретению ещё не обретённого, к осуществлению ещё не осуществлённого. Они станут образцом для будущих поколений монахов, которые также не станут проживать в роскоши, не будут апатичными, но отбросят своё падение и будут жить в затворничестве. И они тоже будут прилагать усилия к достижению ещё не достигнутого, к обретению ещё не обретённого, к осуществлению ещё не осуществлённого. Это называется собранием высочайших. 2. И что такое разделённое собрание? Собрание, в котором монахи спорят и ссорятся, затевают диспуты, пронзая друг друга острыми словами, называется разделённым собранием. 3. И что такое единодушное собрание? Собрание, в котором монахи живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами, называется единодушным собранием. Когда монахи живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами, то в этом случае они порождают множество заслуг. В этом случае монахи пребывают в божественной обители, то есть, в освобождении ума посредством сорадования. Когда кто-либо рад, возникает восторг. У того, у кого ум насыщен восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. Подобно тому, как ливень проливается тяжелыми каплями на вершину горы, и водяные потоки устремляются вниз по склону, заполняя расселены, канавки и протоки, а по заполнении этих, заполняют пруды, а по заполнении этих, заполняют озера, а по заполнении этих, заполняют ручьи, а по заполнении этих, заполняют реки, а по заполнении этих, заполняют Великий океан, то точно так же, когда монахи живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами, то в этом случае они порождают множество заслуг. В этом случае монахи пребывают в божественной обители, то есть, в освобождении ума посредством сорадования. Когда кто-либо рад, возникает восторг. У того, у кого ум насыщен восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. Таковы, монахи, три вида собраний. Padhhama-adja-nio-sutta, чистокровный скокун 1. Ан-396. Сутта идентична Ан-4-259, но здесь упоминаются только три фактора, отсутствует пункт о правильных пропорциях. Dutiyama-adja-nio-sutta, чистокровный скокун 2. Ан-397. Сутта идентична Ан-4-259, но здесь упоминаются только три фактора, отсутствует пункт о правильных пропорциях. А третий пункт заменен следующем, 3, и каким образом монах обладает скоростью? Вот с полным уничтожением пяти нижних оков монах является тем, кто родится спонтанно в мире чистых обителей и обретет там окончательную ниббану, никогда более не возвращаясь обратно из того мира в этот. Вот каким образом этот монах обладает скоростью. Татиладжаньо сутта, чистокровный скакун 3. АН 3.98. Сутта идентична АН 4.260, но здесь упоминаются только три фактора, отсутствует пункт о правильных пропорциях. Паттхака сутта, парусина. АН 3.99. Благословенный сказал, монахи, ткань из парусины, будучи новой, является уродливой, неудобной, дешевой. Будучи поношенной, ткань из парусины также является уродливой, неудобной, дешевой. Будучи обветшалой, ткань из парусины все также является уродливой, неудобной, дешевой. Обветшалую ткань из парусины используют для чистки горшков или выбрасывают в мусорную кучу. Один, точно так же, монахи, если младший по сроку монашества монах является безнравственным, обладает плохим характером, то это, я говорю вам, считается его уродством. Подобно тому, как ткань из парусина является уродливой, таков, я говорю вам, это человек. Два, когда какие-либо люди общаются с ним, навещают его, прислуживают ему и следуют его примеру, это ведет к их вреду и несчастью на долгое время. Это, я говорю вам, считается его неудобством. Подобно тому, как ткань из парусина является неудобной, таков, я говорю вам, это человек. Три, когда он принимает одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для больных, это не приносит великого плода и пользы тем, кто преподносит ему эти дары. Это, я говорю вам, считается его дешевизной. Подобно тому, как ткань из парусина является дешевой, таков, я говорю вам, это человек. Если средний, старший по сроку монашества, монах является безнравственным. Как ткань из парусины является дешевой, таков, я говорю вам, это человек. Если такой старший монах ведет разговор в Сангхе, монахи говорят ему, кто дал тебе, несведущему дураку, право говорить? Думаешь, и у тебя есть право высказаться? И тогда он становится злым и недовольным, и произносит такую речь, из-за которой Сангха изгоняет его, как если бы кто-либо выбросил ткань из парусины в мусорную кучу. Монахи, косиская ткань, будучи новой, является красивой, удобной, дорогой. Будучи поношенной, косиская ткань также является красивой, удобной, дорогой. Будучи обветшалой, косиская ткань все также является красивой, удобной, дорогой. Обветшалую косискую ткань используют для того, чтобы заворачивать в нее самоцветы, или же ее хранят в ароматной шкатулке. Точно так же, монахи, если младший по сроку монашества монах является нравственным, обладает хорошим характером, то это, я говорю вам, является его красотой. Подобно тому, как кассиская ткань является красивой, таков, я говорю вам, это человек. Когда какие-либо люди общаются с ним, навещают его, прислуживают ему и следуют его примеру, это ведет к их благополучию и счастью на долгое время. Это, я говорю вам, считается его удобностью. Подобно тому, как кассиская ткань является удобной, таков, я говорю вам, это человек. Когда он принимает одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечение для больных, это приносит великий плод и пользу тем, кто преподносит ему эти дары. Это, я говорю вам, считается его дороговизной. Подобно тому, как кассиская ткань является дорогой, таков, я говорю вам, это человек. Если средний, старший по сроку монашества монах является нравственным. Как кассиская ткань является дорогой, таков, я говорю вам, и это человек. Если такой старший монах ведёт разговор в Санхе, монахи говорят остальным, тише, достопочтенные. Старший монах говорит по Дхамме и Винае. И те его слова следует сохранить, подобно тому, как косийскую ткань сохраняют в ароматной шкатулке. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем подобны косийской ткани, а не ткани из парусины. Вот как вы должны тренировать себя. Лэна Капала сутта, комок соли. А.Н. 3.100 Благословенный сказал, монахи, если кто-либо скажет, то, каким образом человек творит каму, то точно таким же образом он ощутит её результаты, то в этом случае нет ни жития святой жизнью, ни возможности для правильного окончания страданий. Но если кто-либо скажет, когда человек творит каму, что будет ощущаться таким-то и таким-то образом, то так и будет ощущаться её результат, то в этом случае есть видение святой жизни и есть возможность для правильного окончания страданий. Бывает так, что мелкое злодеяние приведет некоего человека в ад. Бывает и так, когда то же самое мелкое злодеяние, совершенное другим человеком, приносит плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение. 1. И какого человека мелкое злодеяние приведет в ад? Бывает так, что некий человек не развит в теле, 2. Не развит в нравственности, не развит в уме, не развит в мудрости, ограниченный, малодушный, пребывающий в страдании. Мелкое злодеяние, совершенное таким человеком, приведет его в ад. И у какого человека то же самое мелкое злодеяние, совершенное им, дает плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение? Бывает так, что некий человек развит в теле, развит в нравственности, развит в уме, развит в мудрости, безграничный, великодушный, пребывающий в безмерности. 3. Мелкое злодеяние, совершенное таким человеком, дает плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение. Один, представьте, как если бы человек бросил бы комок соли в чашку с небольшим количеством воды. Как вы думаете, стала бы вода соленой из-за комка соли, непригодной для питья? Да, учитель. И почему? Поскольку в чашке мало воды, из-за комка соли она стала бы соленой, непригодной для питья. Теперь представь, что человек бросил бы комок соли в реку Ганг. Как вы думаете, стала бы вода в реке Ганг соленой из-за комка соли? непригодной для питья? Нет, учитель. И почему? В реке Ганг громадный объем воды, она не стала бы соленой и непригодной для питья из-за комка соли. Точно так же, бывает так, что мелкое злодеяние приведет некоего человека в ад. И бывает так, когда то же самое мелкое злодеяние, совершенное другим человеком, дает плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение. И какого человека мелкое злодеяние приведет в ад? Бывает так, что некий человек не развит в теле, не развит в нравственности, не развит в уме, не развит в мудрости, ограниченный, малодушный, пребывающий в страдании. Мелкое злодеяние, совершенное таким человеком, приведет его в ад. И у какого человека то же самое мелкое злодеяние, совершенное им, дает плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение? Бывает так, что некий человек развит в теле, развит в нравственности, развит в уме, развит в мудрости, безграничный, великодушный, пребывающий в безмерности. Мелкое злодеяние, совершенное таким человеком, дает плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение. Два, бывает так, что некоего человека бросают в тюрьму из-за половины монеты, бросают в тюрьму из-за одной монеты, бросают в тюрьму из-за ста монет. И бывает так, что другого человека не бросают в тюрьму из-за половины монеты, не бросают в тюрьму из-за одной монеты, не бросают в тюрьму из-за ста монет. Какого человека бросают в тюрьму из-за половины монеты, одной монеты, ста монет? Бывает так, что человек беден, имеет мало богатства, мало имущества. Такого человека бросают в тюрьму из-за половины монеты, одной монеты, ста монет. И какого человека не бросают в тюрьму из-за половины монеты, одной монеты, ста монет? Бывает так, что человек богат, имеет много вещей, много имущества. Такого человека не бросают в тюрьму из-за половины монеты, одной монеты, ста монет. Точно так же, бывает так, что мелкое злодеяние приведет некоего человека в ад. Бывает и так, когда то же самое мелкое злодеяние, совершенное другим человеком, дает плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение. 3. Это подобно тому, как мясник имеет право побить, связать, убить или сделать что угодно с неким человеком, укравшим у него козу, но не имеет права побить, связать, убить или сделать что угодно с другим человеком, укравшим у него козу. В каком случае мясник имеет право побить, связать, убить или сделать что угодно с неким человеком, укравшим у него козу? Бывает так, что человек беден, имеет мало богатства, мало имущества. Такого человека, когда он украл козу, мясник имеет право побить, связать, убить или сделать с ним что угодно. И в каком случае мясник не имеет права побить, связать, убить или сделать что угодно с другим человеком, укравшим у него козу? Бывает так, что человек богат, имеет много вещей, много имущества, как царь или царский министр. Такого человека, когда он украл козу, мясник не имеет права побить, связать, убить или сделать с ним что угодно. Все, что он может сделать, это лишь прийти к нему и молиться с ложенными у груди ладонями. «Пожалуйста, господин, верните мне козу или стоимость козы». Точно так же, бывает так, что мелкое злодеяние приведет некоего человека в ад. И бывает так, когда то же самое мелкое злодеяние, совершенное другим человеком, дает плод здесь и сейчас, который по большей части длится лишь мгновение. Монахи, если кто-либо скажет, то, каким образом человек творит каму, то точно таким же образом он ощутит ее результаты, то в этом случае нет ни святой жизни, ни возможности для правильного окончания страданий. Но если кто-либо скажет, когда человек творит каму, что будет ощущаться таким-то и таким-то образом, то так и будет ощущаться ее результат, то в этом случае есть житие святой жизни и есть возможность для правильного окончания страданий. 4. 1. В переводе достопочтенного Бодхи это предложение звучит иначе, в точности та же самая незначительная кама будет пережита в этой самой жизни, не имея даже малейшего остатка, не говоря уже о большом остатке. В Айон 10.219 Будда говорит, какой бы плохой поступок я ни сделал в прошлом этим рожденным поступками телом, все это будет пережито здесь. Оно не последует дальше. 2. Примечание переводчика СВ. 2. Прояснение значения фразы «Развитость в теле и уме смотри» в МН-36. 3. Примечания переводчика СВ. Имеются в виду четыре безмерных состояния – брахмавихара, доброта, сострадание, сородование, невозмутимость. Развитие этих состояний и их влияние на камеческие результаты можно прочесть, к примеру, в СН-42-8, а также в Айон 10-219. 4. Примечания переводчика СВ. Примечания, очевидно, в первом случае Будда говорит о том, что кама не приносит строго определенного результата, то есть такого, который должен принести плод, результат, именно строго определенного объема вне зависимости от чистоты и развитости человека. А во втором случае он говорит, что, несмотря на первое утверждение, плохая кама все равно принесет именно плохой результат, а хорошая принесет хороший. При этом, судя по метафорам, объем и интенсивность результата камы напрямую будет зависеть от развитости негативных и позитивных качеств человека. Панцудхова Касутта, Старатель А.Н. 3.101 Благословенный сказал, монахи, в золоте есть такие грубые загрязнения, земля, песок и гравий. Старатель или его ученик, положив золото в чан, раз за разом вымывает его до тех пор, пока не избавится от грубых примесей. Когда он избавился от них, в золоте остаются средние загрязнения, грубый песок и мелкие гравии. Он раз за разом вымывает золото до тех пор, пока не избавится от средних загрязнений. Когда он избавился от них, в золоте остаются незначительные загрязнения, мелкий песок и черная пыль. Старатель или его ученик раз за разом вымывает золото до тех пор, пока не избавится от незначительных загрязнений. Когда он избавился от них, то остается только золотая пыль. Золотых дел мастер или его ученик, положив пыль в тигель, раз за разом обдувает его снова и снова, чтобы сдуть окалину. Золото, покуда его раз за разом не обдули вплоть до того момента, когда загрязнение исчезли, покуда оно не очистилось от окалины, не было податливым, мягким или сияющим. Оно было хрупким и с ним еще нельзя было работать. Но когда золотых дел мастер или его ученик раз за разом обдувает золото, то наступает момент, когда вся окалина сходит. Золото, которое раз за разом обдували вплоть до того момента, когда загрязнения исчезли, стало чистым, очищенным от окалины, мягким, податливым и сияющим. Оно не хрупкое и с ним можно работать. И тогда какое бы украшение ни задумал сделать мастер, пояс, серпу, ожерелье или золотую цепь, золото может послужить этой цели. Один, точно так же, есть грубые загрязнения у монаха, который настроен на высший ум. Один. Неблагое поведение телом, речью и умом. Сознательный и способный монах отбрасывает эти грубые загрязнения, рассеивает, уничтожает. Два. Когда он избавился от них, в нем продолжают наличествовать средние загрязнения, чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. Он отбрасывает их, рассеивает, уничтожает. Три. Когда он избавился от них, в нем остаются незначительные загрязнения, мысли о своей варне, мысли о родной земле, мысли о том, чтобы другие к нему плохо не относились. Он отбрасывает их, рассеивает, уничтожает. И когда он избавился от них, то остаются только мысли о Дхамме. Его сосредоточение пока еще не спокойное, не утонченное. Оно еще не достигло безмятежности и единства и удерживается приложением усилий. Но приходит время, когда его ум обретает внутреннюю устойчивость, успокаивается, объединяется, сосредоточивается. И тогда его сосредоточение умиротворенное и утонченное, достигло безмятежности и единства и более не удерживается приложением усилий. И тогда каким бы из высших знаний он не направил свой ум для познания реализации, он может познать их для себя самостоятельно, поскольку есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я овладею различными видами сверхъестественных сил, будучи одним. Два. Он может познать это для себя самостоятельно, поскольку есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я услышу за счет божественного уха. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я познаю умы других существ. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я вспомню многочисленные прошлые обители. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я увижу за счет божественного глаза. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я, за счет уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни войду и буду пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, он может познать это для себя самостоятельно, поскольку есть для этого подходящая основа. 1. Примечание переводчика СВ, под высшим умом понимается ум уровня джханового сосредоточения. 2. Раскрываются также, как пункты 5-10 в АН 10-97. Нимитта-сутта, предметы. АН 3-102. Благословенный сказал, Монахи, монах, намеревающийся тренировать высший ум, должен время от времени уделять внимание трем предметам. 1. Время от времени ему следует уделять внимание предмету сосредоточения. 2. Время от времени ему следует уделять внимание предмету старания. 3. Время от времени ему следует уделять внимание предмету невозмутимости. Если монах, намеревающийся тренировать высший ум, будет уделять внимание только предмету сосредоточения, то может статься так, что его ум начнет склоняться к лене. Если он будет уделять внимание только предмету старания, то может статься так, что его ум начнет склоняться к неугомонности. Если он будет уделять внимание только предмету невозмутимости, то может статься так, что его ум не будет правильно сосредоточен для уничтожения пятен умственных загрязнений. Но когда он время от времени уделяет внимание предмету сосредоточения, время от времени уделяет внимание предмету старания, время от времени уделяет внимание предмету невозмутимости, его ум мягкий, податливый, сияющий, нехрупкий. Он правильно сосредоточен для уничтожения пятен умственных загрязнений. Это подобно тому, как золотых дел мастер или его ученик устанавливает плавильную печь. Установив печь, он нагревает тигель. Когда тигель нагрет, он берет шипцами кусок золота и помещает его в тигель. Время от времени он обдувает его, время от времени брызгает на него водой, время от времени внимательно изучает его. Если бы он только обдувал его, то могло бы статься так, что золото бы выгорело. Если бы он только брызгал на него водой, то могло бы статься так, что золото бы остыло. Если бы он только внимательно изучал его, то могло бы статься так, что золото не стало бы безупречным. Но когда он время от времени обдувает его, время от времени брызгает на него водой, время от времени невнимательно изучает его, золото становится мягким, податливым и сияющим. Оно нехрупкое и с ним можно работать. И тогда какое бы украшение ни задумал сделать мастер, пояс, серпу, ожерелье или золотую цепь, золото может послужить этой цели. Точно так же, монах, намеревающийся тренировать высший ум, должен время от времени уделять внимание трем предметам, его ум мягкий, податливый, сияющий, нехрупкий. Он правильно сосредоточен для уничтожения пятен умственных загрязнений. И тогда каким бы из высших знаний он не направил свой ум для познания реализации, он может познать их для себя самостоятельно, поскольку есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я овладею различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, один. Он может познать это для себя самостоятельно, поскольку есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я услышу за счет Божественного уха. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, желает, пусть я познаю умы других существ. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я вспомню многочисленные прошлые обители. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я увижу за счёт Божественного глаза. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я, за счёт уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни войду и буду пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, он может познать это для себя самостоятельно, поскольку есть для этого подходящая основа. 1. Раскрываются так же, как пункты 5.10 в Айн 10.97. Пуббивасамбадхасута, до просветления. Айн 3.103. Благословенный сказал, монахи, до моего просветления, пока я все еще был непросветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне. 1. В чем привлекательность мира? 2. В чем состоит его опасность? 3. Каково спасение от него? И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, удовольствие и радость, что возникают в зависимости от мира, это является привлекательностью мира. То, что мир не постоянен, страдателен, подвержен изменению, это является опасностью мира. Устранение и отбрасывание желания и жажды к миру, это является спасением от мира. Пока, монахи, я напрямую не узнал в соответствии с действительностью привлекательность мира как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение от него, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, марой, брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую узнал привлекательность мира как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение от него, то тогда я заявил, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире, богов и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет нового существования. Патхама Ассада Сутта, Привлекательность 1. АН 3.104. Благословенный сказал, «Монахи, я отправился на поиски, один, привлекательности мира. Какая бы привлекательность мира не существовала, ее я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается привлекательность мира. Монахи, я отправился на поиски, два, опасности мира. Какая бы опасность мира не существовала, ее я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается опасность мира. Монахи, я отправился на поиски, три, спасения от мира. Какое бы спасение от мира не существовало, его я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается спасение от мира. Пока, монахи, я напрямую не узнал в соответствии с действительностью привлекательность мира как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение от него, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую узнал привлекательность мира как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение от него, то тогда я заявил, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире, богов и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет нового существования. Дутия Сада Сутта, Привлекательность 2. АН 3.105. Благословенный сказал, монахи, если бы не было, один, привлекательности мира, то существа не могли бы очароваться им. Но поскольку существует привлекательность мира, существа становятся очарованными им. Если бы не было, два, опасности мира, то существа не могли бы ощутить разочарование по отношению к нему. Но поскольку существует опасность мира, существа испытывают разочарование в отношении него. Если бы не было, три, спасение от мира, то существа не могли бы спастись от него. Но поскольку существует спасение от мира, существа спасаются от него. Пока, монахи, существа напрямую не узнали в соответствии с действительностью привлекательности мира как привлекательности, опасности как опасности, спасения от него как спасения, они не спаслись от этого мира с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Они не отделились от него, не освободились от него, не пребывают с умом, лишенным преград. Но когда существа напрямую узнали в соответствии с действительностью привлекательность мира как привлекательность, опасность как опасность, спасение от него как спасение, они спаслись от этого мира с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Они отделились от него, освободились от него, пребывают с умом, лишенным преград. Самана Брахмана сутта, жрецы и отшельники. АН 306. Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью, один, привлекательности мира как привлекательности, два, опасности как опасности, три, спасение от него как спасение, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни. Рунна сутта, вопль. АН 307. Благословенный сказал, монахи, один, в учении благородных пений является воплем, два, в учении благородных танцев являются сумасшествием, три, в учении благородных непомерный смех, когда человек выставляет на показ свои зубы, является ребячеством. Поэтому, монахи, в отношении пений и танцев нужно осуществить разрушение моста. Один. Когда вы улыбаетесь, радуясь тхами, то достаточно выразить это лишь улыбкой. Один. Комментарий поясняет, что нужно устранить как само пение или танцы, так и причины, которые их вызывают. Это означает разрушить мост в отношении этого. Атидхи сутта, нет насыщения. АН 308. Благословенный сказал, монахи, есть три вещи, потакание которым не приносит насыщение. Какие три? Один, если потакать сну, то это не принесет насыщение. Два, если потакать распитье вина и спиртного, то это не принесет насыщение. Три, если потакать половому сношению, то это не принесет насыщение. Таковы три вещи, потакание которым не приносит насыщение. Патхама Аракхита Сутта, Остроконечная крыша 1. АН 3.109. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Тогда благословенный сказал ему, домохозяин, когда ум не защищен, то телесные, словесные, умственные действия также не защищены. У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки не защищены, телесные, словесные, умственные действия становятся запятнанными. У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки стали запятнанными, телесные, словесные, умственные действия становятся прогнившими. У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки стали прогнившими, не будет хорошей смерти. Представь, как если бы дом со строконечной крышей был бы плохо покрыт соломой. В этом случае остроконечная крыша, стропила, стены были бы не защищены. Остроконечная крыша, стропила, стены стали бы запятнанными. Остроконечная крыша, стропила, стены стали бы прогнившими. Точно так же, домохозяин, когда ум не защищен, не будет хорошей смерти. Когда, домохозяин, ум защищен, то телесные, словесные, умственные действия также защищены. У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки защищены, телесные, словесные, умственные действия не становятся запятненными. У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки не стали запятненными, телесные, словесные, умственные действия не становятся прогнившими. У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки не стали прогнившими, будет хорошая смерть. Представь, как если бы дом с остроконечной крышей был бы хорошо покрыт соломой. В этом случае остроконечная крыша, стропила, стены были бы защищены. Остроконечная крыша, стропила, стены и не стали бы запятнанными. Остроконечная крыша, стропила, стены и не стали бы прогнившими. Точно так же, домохозяин, когда ум защищен, будет хорошая смерть. Дутиораракхита сутта «Остроконечная крыша 2» АН 3.110. И тогда благословенный сказал домохозяину Анатхапиндики, «Домохозяин, когда ум потерпел неудачу, то телесные, словесные, умственные действия также терпят неудачу. У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки потерпели неудачу, не будет хорошей смерти. Представь, как если бы дом с остроконечной крышей был бы плохо покрыт соломой. В этом случае остроконечная крыша, стропила, стены провалились бы. Точно так же, когда ум потерпел неудачу, не будет хорошей смерти. Домохозяин, когда умнее потерпел неудачи, то телесные, словесные, умственные действия также не терпят неудачи У того, чьи телесные, словесные, умственные поступки не потерпели неудачи, будет хорошая смерть Представь, как если бы дом с остроконечной крышей был бы хорошо покрыт соломой В этом случае остроконечная крыша, стропила, стены и не провалились бы Точно так же, когда умнее потерпел неудачи, будет хорошая смерть Патхамани Дана Сутта, причины 1. АН 3.11. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три причины возникновения каммы. Какие три? Жажда является причиной возникновения каммы. Злоба является причиной возникновения каммы. Заблуждение является причиной возникновения каммы. Один, любая камма, монахи, сформированная через жажду, рожденная из жажды, обусловленная жаждой, возникшей из жажды, является неблагой, достойна порицания, созревает в виде страдания. Эта кама ведет к возникновению камы, а не к прекращению камы. Один. Два, любая кама, сформированная через злобу, ведет к возникновению камы, а не к прекращению камы. Три, любая кама, сформированная через заблуждение, ведет к возникновению камы, а не к прекращению камы. Таковы три причины возникновения камы. Монахи, есть эти три иные причины возникновения каммы. Какие три? Нежажда является причиной возникновения каммы. Незлоба является причиной возникновения каммы. Незаблуждение является причиной возникновения каммы. Любая камма, монахи, сформированная через нежажду, рожденная из нежажды, обусловленная нежаждой, возникшая из нежажды, является благой, безукоризненной, созревает в виде счастья. Эта камма ведет к прекращению каммы, а не к возникновению каммы. Любая камма, сформированная через незлобу, незаблуждение, является благой, безукоризненной, созревает в виде счастья. Эта камма ведет к прекращению каммы, а не к возникновению каммы. Таковы три иные причины возникновения каммы. 1. Комментарий поясняет, что эта камма ведет в итоге к накоплению новых камм, которые поддерживают круговерцем сары. Дудья Недана Сутта, причины 2. А.Н. 3.112. Благословенный сказал, монахи, есть эти три причины возникновения каммы. Какие три? Желание возникает по отношению к вещам в прошлом, которые являются основанием для желания и жажды. Желание возникает по отношению к вещам в будущем, которые являются основанием для желания и жажды. Желание возникает по отношению к вещам, которые существуют в настоящем и являются основанием для желания и жажды. 1. И каким образом, монахи, желание возникает по отношению к вещам в прошлом, которые являются основанием для желаний и жажды? Человек направляет и удерживает ум на вещах в прошлом, которые являются основанием для желаний и жажды. По мере того, как он делает так, возникает желание. Когда желание возникло, он опутан этими вещами. Умственная одержимость, вот что я называю путами. Вот каким образом это желание возникает по отношению к вещам в прошлом, которые являются основанием для желаний и жажды. Два, и каким образом, монахи, желание возникает по отношению к вещам в будущем, которые являются основанием для желания и жажды. Человек направляет и удерживает ум на вещах в будущем, которые являются основанием для желания и жажды. По мере того как он делает так, возникает желание. Когда желание возникло, он опутан этими вещами. Умственная одержимость, вот что я называю путами. Вот каким образом это желание возникает по отношению к вещам в будущем, которые являются основанием для желания и жажды. И каким образом, монахи, желание возникает по отношению к вещам, которые существуют в настоящем или являются основанием для желания и жажды? Человек направляет и удерживает ум на вещах, которые существуют в настоящем или являются основанием для желания и жажды. По мере того, как он делает так, возникает желание. Когда желание возникло, он опутан этими вещами. Умственная одержимость, вот что я называю путами. Вот каким образом это желание возникает по отношению к вещам, которые существуют в настоящем и являются основанием для желания и жажды. Таковы три причины возникновения каммы. Монахи, есть три иные причины возникновения каммы. Какие три? Желание не возникает по отношению к вещам в прошлом, будущем, настоящим являются основанием для желания и жажды. И каким образом, монахи, желание не возникает по отношению к вещам в прошлом, которые являются основанием для желания и жажды? Человек понимает будущий результат вещей в прошлом, которые являются основанием для желания и жажды. Поняв будущий результат, он избегает его. Избежав его, он становится бесстрастным в уме, и, пронзив это мудростью, он видит. Вот каким образом желание не возникает по отношению к вещам в прошлом, которые являются основанием для желания и жажды. И каким образом, монахи, желание не возникает по отношению к вещам в будущем, которые являются основанием для желания и жажды? Человек понимает будущий результат вещей в будущем, пронзив это мудростью, он видит. Вот каким образом желание не возникает. И каким образом, монахи, желание не возникает по отношению к вещам, которые существуют в настоящем и являются основанием для желания и жажды? Человек понимает будущий результат вещей, которые существуют в настоящем, пронзив это мудростью, он видит. Вот каким образом желание не возникает. Таковы три иные причины возникновения каммы. Аппайико сутта, направляется в состоянии страданий. АН 3.113. Благословенный сказал, монахи, есть эти трое, которые, если не отбросят своих пороков, направляются в состоянии страданий, направляются в ад. Кто эти трое? 1. Тот, кто не ведет целомудренной жизни, но заявляет о том, что ведет целомудренную жизнь. 2. Тот, кто клевещет на того, кто ведет чистую целомудренную жизнь, беспочвенно обвиняя его в нецеломудренности. 3. Тот, кто придерживается такой доктрины и такого воззрения как это, нет изъяна в чувственных удовольствиях, и затем пускается в потакание чувственным удовольствием. 1. Таковы эти трое, которые, если не отбросят своих пороков, направляются в состоянии страданий, направляются в ад. 1. Винае 2.208, а также МН-45 приписывают такое воззрение жрецам и отшельникам, которые совокупляются со странницами, отшельницами, завязывающими волосы в пучок. Дулабха сутта, редкий. АН 3.114. Благословенный сказал, монахи, эти трое редки в мире. Какие трое? 1. Появление Татхагаты, Араханта, полностью просветленного является редким в мире. 2. Тот, кто может учить Тхамми Винае, которые были провозглашены Татхагатой, является редким в мире. 3. Признательный и благодарный человек является редким в мире. Появление этих троих является редким в мире. Апамелья сутта, безмерный. АН 3.115. Благословенный сказал, монахи, есть эти три типа личностей в мире. Какие три? Тот, кого легко измерить, тот, кого трудно измерить, и безмерный. 1. И каков, монахи, человек, которого легко измерить? Вот некий человек неугомонный, напыщенный, самовлюбленный, болтливый, бессвязный в своих разговорах, с замутненным умом, без бдительности, несосредоточенный, с блуждающим умом и распущенными органами чувств. Такой зовется тем, кого легко измерить. 2. И каков тот, кого трудно измерить? Вот некий человек не является ни угомонным, ни напыщенный, ни самовлюблен, ни болтлив, ни бессвязный в своих разговорах, с утвержденной осознанностью, бдительный, сосредоточенный, с однонаправленным умом, сдержанный в органах чувств. Такой зовется тем, кого трудно измерить. 3. И каков тот, кто является безмерным? Вот монах, арахант, чьи пять наумственных загрязнений уничтожены. Такой зовется тем, кто является безмерным. Таковы три типа личностей, существующих в мире. Анянджи Сутта, Непоколебимый. АН 3.116. Благословенный сказал, монахи, есть эти три типа личностей в мире. Какие три? 1. Монахи, вот с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, некий человек входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стойк в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов сферы безграничного пространства. Срок жизни дэвов сферы безграничного пространства составляет 20 тысяч циклов существования мира. Обычный заурядный человек остается там всю свою жизнь, а когда он исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, он отправляется в ад, в мир животных, или в мир страдающих духов. 1. Но ученик благословенного остается там всю свою жизнь, а когда он исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, он достигает окончательной небыбаны в этом самом состоянии существования. Вот в чем различие, разница, несоответствие между обученным учеником благородных и обычным заурядным человеком, то есть, в будущем уделе и перерождении. 2. Далее, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, некий человек входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стоит в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов сферы безграничного сознания. Срок жизни дэвов сферы безграничного сознания составляет 40 тысяч циклов существования мира. Обычный заурядный человек остается там всю свою жизнь, а когда он исчерпывает, то есть, в будущем уделе и перерождении. 3. Далее, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, некий человек входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стоит в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов сферы отсутствия всего. Срок жизни дэвов сферы отсутствия всего составляет 60 тысяч циклов существования мира. Таковы, монахи, три типа личностей, существующих в мире. 1. Согласно Бхировадинской Абхидхаме, умирающее в этом мире существо может переродиться либо в этом же мире, либо более высоком, либо может переродиться в мире чувств с трехкорневым сознанием. Это означает, что оно может стать либо человеком, либо дэвом. Перерождение в низших мирах может произойти уже после этого. Випатисампада сутта, неудача и совершенство. АН 3.117 Благословенный сказал, монахи, есть эти три неудачи. Какие три? Неудача в нравственном поведении, неудача в уме, неудача в воззрении. 1. И что такое неудача в нравственном поведении? Вот некий человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, своими речами сеет распри, грубит, пускается в пустую болтовню. Это называется неудачей в нравственном поведении. 2. И что такое неудача в уме? Вот некий человек полон жажды и имеет недоброжелательный ум. Это называется неудачей в уме. 3. И что такое неудача в воззрении? Вот некий человек придерживается неправильного воззрения и имеет неправильную точку зрения. Нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашали бы, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Это называется неудачей в воззрении. Из-за неудачи в нравственном поведении. Из-за неудачи в уме. Из-за неудачи в воззрении с распадом тела. После смерти, существа перерождаются в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Таковы, монахи, три неудачи. Монахи, есть эти три совершенства. Какие три? Совершенство в нравственном поведении, совершенство в уме, совершенство в воззрении. И что такое совершенство в нравственном поведении? Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни, от пустой болтовни. Это называется совершенством в нравственном поведении. И что такое совершенство в уме? Вот некит человек не имеет жажды и имеет ум, свободный от недоброжелательности. Это называется совершенством в уме. И что такое совершенство в воззрении? Вот некит человек придерживается правильного воззрения и имеет правильную точку зрения. Есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плоть и результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашают, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Это называется совершенством в воззрении. Из-за совершенства в нравственном поведении. Из-за совершенства в уме. Из-за совершенства в воззрении с распадом тела. После смерти, существа перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Таковы, монахи, три совершенства. Апаннака сутта «Игра в кости» АН 3.118 Сутта идентична предыдущей АН 3.117, но здесь в конце каждой части приводится небольшой фрагмент с метафорой «Игры в кости», подобно брошенным кубикам из «Игры в кости», которые прочно будут стоять там, куда упадут, точно так же, из-за неудачи в нравственном поведении, неудачи в уме, неудачи в воззрении с распадом тела, после смерти, существа перерождаются в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Таковы, монахи, три неудачи. Подобно брошенным кубикам из «Игры в кости», которые прочно будут стоять там, куда упадут, точно так же, из-за совершенства в нравственном поведении, в воззрении с распадом тела, после смерти, существа перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Таковы, монахи, три совершенства. Команта сутта «Действия» АН 3.119 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три неудачи». Какие три? Неудачи в действии, неудачи в средствах к жизни, неудачи в воззрении. Один, и что такое неудачи в действии? Вот некий человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, своими речами сеет распри, грубит, пускается в пустую болтовню. Это называется неудачей в нравственном поведении. Два, и что такое неудачи в средствах к жизни? Вот некий человек имеет неправильное средство к жизни и зарабатывает на жизнь, имея неправильные методы добывания средств к жизни. Это называется неудачей в средствах к жизни. Три, и что такое неудачи в воззрении? Вот некий человек придерживается неправильного воззрения и имеет неправильную точку зрения. Нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашали бы, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Это называется неудачей в воззрении. Таковы три неудачи. Монахи, есть эти три совершенства. Какие три? Совершенство в действии, совершенство в средствах жизни, совершенство в воззрении. И что такое совершенство в действии? Вот Никит, человек воздерживается от уничтожения жизни, от пустой болтовни. Это называется совершенством в действии. И что такое совершенство в средствах жизни? Вот Никит, человек имеет правильное средство к жизни и зарабатывает на жизнь, имея правильные методы добывания средств к жизни. Это называется совершенством в средствах жизни. И что такое совершенство в воззрении? Вот Никит, человек придерживается правильного воззрения и имеет правильную точку зрения. есть то, что дано, засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Это называется совершенством в воззрении. Таковы, монахи, три совершенства. Патхама Сачия Сутта, Частота 1. АН 3.120. Благословенный сказал, монахи, есть эти три частоты. Какие три? Телесная частота, словесная частота, умственная частота. Один, и что такое телесная частота? Вот Никит Человек воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения. Это называется телесной частотой. Два, и что такое словесная частота? Вот Никит Человек воздерживается от лжи, от сеющей расприлечи, от грубой речи, от пустой болтовни. Это называется словесной частотой. Три, и что такое умственная частота? Вот Никит Человек не имеет жажды, недоброжелательности, придерживается правильного воззрения. Это называется умственной чистотой. Таковы, монахи, три чистоты. Дутия Сачия Сутта, чистота 2. АН 3.1. Благословенный сказал, монахи, есть эти три чистоты. Какие три? Телесная чистота, словесная чистота, умственная чистота. Один, и что такое телесная чистота? Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения. Это называется телесной чистотой. Два, и что такое словесная чистота? Вот некий человек воздерживается от лжи, от сеющей расприречи, от грубой речи, от пустой болтовни. Это называется словесной чистотой. Три, и что такое умственная чистота? Вот, когда в нем есть чувственное желание, монах понимает, во мне есть чувственное желание. Когда в нем нечувственного желания, он понимает, во мне нечувственного желания. И он также понимает то, как невозникшее чувственное желание возникает, как возникшее чувственное желание отбрасывается, и как отброшенное чувственное желание более не возникает в будущем. Когда в нем есть недоброжелательность. Когда в нем есть лень и апатия. Когда в нем есть неугомонность и сожаление. Когда в нем есть сомнение, он понимает, во мне есть сомнение. Когда в нем нет сомнения, он понимает, во мне нет сомнения. И он также понимает то, как невозникшее сомнение возникает, как возникшее сомнение отбрасывается, и как отброшенное сомнение более не возникает в будущем. Это называется умственной чистотой. Таковы, монахи, три чистоты. И далее он добавил, он в теле чист и в речи чист, он чист в уме и не имеет пятен. Кто совершенство в чистоте достиг, зовется тем, кто смыл все зло. Манеля сутта, сообразительность. АН 3-122. Благословенный сказал, монахи, есть эти три сообразительности. Какие три? Телесная сообразительность, словесная сообразительность, умственная сообразительность. 1. И что такое телесная сообразительность? Вот не кит человек воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения. Это называется телесной сообразительностью. 2. И что такое словесная сообразительность? Вот не кит человек воздерживается от лжи, от сеющей расприречи, от грубой речи, от пустой болтовни. Это называется словесной сообразительностью. 3. И что такое умственная сообразительность? Вот за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Это называется умственной сообразительностью. И далее он добавил, мудро он в теле, мудро в речи он, мудро в уме и не имеет пятен. Кто совершенствов прозорливости достиг, зовется тем, кто в этом мире все оставил. Кусинара сутта, Кусинара. АН 3.123. Однажды Благословенный пребывал в Кусинаре в лесной чаще Балихараны. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, вот монах пребывает в зависимости от некой деревни или города. Домохозяин или его сын подходит к нему и приглашает на завтрашний обед. Если монах того желает, он соглашается. Когда проходит ночь, утром монах одевается, берет свою чашу и одеяние и отправляется в дом того домохозяина или сына домохозяина. Он садится на подготовленное сидение, и тот домохозяин или сын домохозяина собственными руками обслуживает и почут его различными видами превосходной еды. Один, мысль приходит к нему, воистину, как добра этот домохозяин или сын домохозяина, что он собственноручно обслуживает и почут меня различными видами превосходной еды. Два, мысль приходит к нему, пусть в будущем этот домохозяин или сын домохозяина также будет обслуживать и почивать меня таким же разнообразием превосходной еды. Три, он использует эту еду, будучи привязанным к ней, очарованным ей, слепо поглощенным ей, не видя опасности и не понимая спасения от этого. Он обдумывает чувственные мысли в отношении нее. Он обдумывает недоброжелательные мысли. Он обдумывает мысли о причинении вреда. Дарение такому монаху, я говорю вам, не приносит великого плода. И почему? Потому что этот монах беспечен. Но бывает так, когда монах пребывает в зависимости от некой деревни или города. Домохозяин или его сын подходит к нему и приглашает на завтрашний обед, почут его различными видами превосходной еды. Мысли не приходят к нему, воистину, как добрый этот домохозяин. И такой мысли не приходит к нему, пусть в будущем этот домохозяин или сын домохозяина также будет обслуживать. Он использует эту еду, не будучи привязанным к ней, не будучи очарованным ей, не будучи слепо поглощенным ей, видя опасность и понимая спасение от этого. Он обдумывает мысли об отречении в отношении нее. Он обдумывает доброжелательные мысли. Он обдумывает мысли о непричинении вреда. Дарение такому монаху, я говорю вам, приносит великий плод. И почему? Потому что этот монах прилежен. Вхандана сутта, споры. А.Н. 3.124. Благословенный сказал, монахи, когда монахи спорят и ссорятся, затевают диспуты, пронзая друг друга острыми словами, то мне трудно даже направить свое внимание на это место, где спорят, не говоря уже о том, чтобы пойти туда. Я делаю такой вывод в отношениях, вне сомнений, эти достопочтенные отбросили три вещи и взрастили три вещи. И какие три вещи они отбросили? 1. Мысли об отречении. 2. Доброжелательные мысли. 3. Мысли о непричинении вреда. Таковы три вещи, которые они отбросили. И какие три вещи они взрастили? Чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. Таковы три вещи, которые они взрастили. Монахи, когда монахи спорят и ссорятся, затевают диспуты, пронзая друг друга острыми словами, то мне трудно даже направить свое внимание на это место, где спорят, не говоря уже о том, чтобы пойти туда. Я делаю такой вывод в отношениях. В несомнении, в несомнении, эти достопочтенные отбросили эти три вещи и взрастили эти три вещи. Монахи, когда монахи живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами, то мне легко пойти туда, не говоря уже о том, чтобы направить туда внимание. Я делаю такой вывод в отношениях, в несомнении, эти достопочтенные отбросили три вещи и взрастили три вещи. И какие три вещи они отбросили? Чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. Таковы три вещи, которые они отбросили. И какие три вещи они взрастили? Мысли об отречении, доброжелательные мысли, мысли о непричинении вреда. Таковы три вещи, которые они взрастили. Монахи, когда монахи живут в согласии. Я делаю такой вывод в отношениях, вне сомнений, эти достопочтенные отбросили эти три вещи и взрастили эти три вещи. Гатамакачетия Супта, Святилище Гатамаки. АН 3.125. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Святилище Гатамаки. Один. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, один, я учу Дхамме посредством прямого знания, а не без прямого знания. Два, я учу Дхамме с основанием, а не без основания. Три, я учу Дхамме с противоядиями, а не без противоядий. Поскольку я учу Дхамме посредством прямого знания, с противоядиями, а не без противоядий, то мои наставления следует притворять в жизнь, мои предписания следует притворять в жизнь. Их достаточно для того, чтобы вы возрадовались, достаточно для того, чтобы вы восхитились, достаточно для того, чтобы вы были радостными, благословенный, полностью просветленный. Дхамма хорошо разъяснена Благословенным. Сангха практикуют хороший путь. Так сказал Благословенный. Обрадованные, те монахи восхитились словам Благословенного. И во время этой беседы система тысячи миров содрогнулась. Один, комментарий, первые двадцать лет после просветления Татхагата часто оставался в общинах Дэвов, Дэва Кулесуева, иногда в святилище Чапалы, иногда в Сарандаде, иногда в Бахупутте, иногда в Готамаке. Поскольку он в это время проживал в Весале, он остался в обители Духа Готамаки. Комментарий также поясняет, что эта сутта была произнесена после Мулапария сутты, МН1. Мулапария сутта была дана Буддой группе брахманов, которые получили монашеское посвящение и быстро освоили его учения. Из-за своей учености они стали горделивыми и более не хотели слушать Дхамму. Будда произнес Мулапария сутту, чтобы устранить их гордыню. Поскольку они не смогли понять ее, они стали покорными и принесли Будде извинения. Спустя некоторое время Будда произносит для Нильгота Макачетия сутту, чтобы направить их к араханству. Пхарандукалама сутта, Пхаранду. АН 3.126. Однажды Благословенный странствовал по стране Касал и прибыл в Кипилаваттфу. Маханама из клана Сакьев услышал, Благословенный прибыл в Кипилаваттфу. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к Благословенному, поклонился ему и встал рядом. Тогда Благословенный сказал ему, отправляйся, Маханама, и найди подходящий гостевой дом в Кипилаваттфу, где мы могли бы остаться на ночь. Да, господин, ответил Маханама. И тогда он вошел в Кипилаваттфу и обыскал весь город, но не увидел подходящего гостевого дома, в котором мог бы Благословенный остановиться на ночь. Поэтому он вернулся к Благословенному и сказал ему, господин, в Кипилаваттфу нет подходящего гостевого дома, в котором мог бы Благословенный остановиться на ночь. Но Бхаранду Калама, один, один из прежних товарищей монахов Благословенного, сейчас здесь. Пусть Благословенный проведет ночь в его отшельнической хижине. Отправляйся, Маханама, и приготовь для меня циновку. Да, господин, ответил Маханама. Затем он отправился в отшельническую хижину Бхаранду, приготовил циновку, выставил воду для мытья ног, вернулся к Благословенному и сказал, я расстелил циновку, господин, выставил воду для мытья ног. Благословенный может отправиться как только сочтет нужным. И тогда Благословенный отправился в отшельническую хижину Бхаранду, сел на подготовленное для него сиденье и вымыл ноги. И тогда мысль пришла к Маханаме, сейчас неподходящее время для того, чтобы оставаться с Благословенным, ведь он устал. Я навещу его завтра. И тогда он поклонился Благословенному и, обойдя его с правой стороны, ушел. И когда минула ночь, Маханама отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Тогда Благословенный сказал ему, Маханама, в мире есть три вида учителей. Какие три? Один, вот, Маханама, некий учитель предписывает полное понимание чувственных удовольствий, но не формы ли чувств. Два, другой учитель предписывает полное понимание чувственных удовольствий и форм, но не чувств. Три, еще другой учитель предписывает полное понимание чувственных удовольствий, форм и чувств. Таковы три вида учителей, существующих в мире. Цель этих трех учителей одинакова или различна? Два. Когда так было сказано, Пхаран Дука Лама сказал Маханами, отвечай, одинаково, Маханама. Но благословенный сказал Маханами, отвечай, различна, Маханама. И во второй раз, и в третий раз Пхаран Дука Лама сказал Маханами, отвечай, одинаково, Маханама. Но благословенный сказал Маханами, отвечай, различна, Маханама. И тогда мысль пришла к Бхаранду, отшельник Гатама возразил мне трижды перед влиятельным Маханама из клана Сакьев. Лучше я покину Капилаваттфу. И тогда Бхаранду Калама покинул Капилаваттфу. И когда он покинул Капилаваттфу, он ушел из этого города и никогда сюда более не возвращался. Один, комментарий поясняет, что это один из учеников Алара Каламы, первого духовного учителя, который обучал Бодхисатту Сиддхаттфу Гатаму медитации. Смотри. МН 36. Два, примечания переводчика СВ, речь идет о медитативных достижениях. Полное понимание, и, таким образом, преодоление, чувственных удовольствий здесь означает достижение первой джханы, АН 9.33, полное понимание форм здесь означает достижение бесформенных сфер, АН 9.33, полное понимание чувств здесь означает выход за пределы бесформенного мира, то есть Никбану, СН 36.11, СН 48.40, СН 12.32. Комментарий на похожий фрагмент ВМН 13 объясняет, что с буддийской позиции полное понимание чувственных удовольствий следует понимать как путь невозвращения, а полное понимание формы чувств как путь араханства, в то время как с ней буддийской позиции полное понимание чувственных удовольствий означает первую джхану. Полное понимание форм означает достижение бесформенных сфер, а полное понимание чувств означает мир невоспринимающих существ, АСАНЬЯСАТА. Согласно комментарию Бхаранду был учеником Алара Каламы, который учил достижению бесформенных сфер, и, в частности, считал высшей целью духовной жизни достижение сферы отсутствия всего, третья бесформенная сфера. В МН 36 приводится история о том, как Будда, в то время еще будучи бодхисаттой, учился у Алара Каламы и смог достичь этой цели, то есть сферы отсутствия всего, однако, не посчитал это подлинным освобождением и покинул Алара Каламу и его группу учеников. В данной же сутсе не приводится беседа между Буддой и Бхаранду, но можно предположить, что разговор шел о том, подлинному ли освобождению обучал Алара Калама или же нет. Поэтому Будда объясняет Маханами, что есть три типа учителей. Один – те, кто учат достижению первых четырех джхан. Два – те, кто учат достижению бесформенных сфер, как Алара Калама. Три – и те, кто учат достижению подлинной Ниббаны, выходу даже за пределы бесформенных сфер. К последнему типу учителей, разумеется, относятся только Будда и Араханты. Судя по концовке сутты Бхаранду так и не согласился с Буддой, посчитав, что нет никакой существенной разницы между учением Алара Калама и учением Будды. Также можно отметить, что согласно Винае, М.В.1.10, первым человеком, которого Будда сразу после собственного просветления захотел обучать Дхаме, как того, кто смог бы быстрее всех понять Дхамму, был именно Алара Калама, его прежний учитель. Однако, Алара Калама скончался за семь дней до момента просветления Будды. Хаттхака сутта, Хаттхака А.Н.3.127 Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда минула ночь, молодой Дэва Хаттхака, один, освящая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он подумал, встану перед Благословенным, но он утопал, погружался в землю, не мог оставаться на одном месте. Подобно тому, как топленое масло или обычное масло, пролитое на песок, тонет, погружается в землю, не может оставаться на одном месте, точно так же и молодой Дэва Хаттхака, думая, встану перед Благословенным, утопал, погружался в землю, не мог оставаться на одном месте. Тогда Благословенный сказал ему, создай грубое тело, Хаттхака. Да, господин, ответил Хаттхака. И тогда он создал себе грубое тело, поклонился Благословенному и встал рядом. Затем Благословенный сказал ему, Хаттхака, те учения, которые ты мог бы вспомнить из своего прошлого, когда ты был человеком, возвращаются ли к тебе сейчас? 2. Господин, те учения, которые я мог бы вспомнить из своего прошлого, когда я был человеком, возвращаются ко мне сейчас. И те учения, которые я не мог бы вспомнить из своего прошлого, когда я был человеком, возвращаются ко мне сейчас. 3. Подобно тому, как сейчас Благословенный окружен монахами, монахинями, мирянами и мирянками, царями и царскими министрами, учителями других учений и их учениками, точно так же я сейчас окружен другими молодыми дэвами. Эти дэвы приходят ко мне даже издалека, думая, послушаем Дхамму от молодого дэвы Хаттхаки. Господин, я умер, будучи ненасытным и неутомимым в трех вещах. В каких трех? 1. Я умер, будучи ненасытным и неутомимым в посещении Благословенного. 2. Я умер, будучи ненасытным и неутомимым в слушании Благой Дхаммы. 3. Я умер, будучи ненасытным и неутомимым в услужении Сангхи. Я умер, будучи ненасытным и неутомимым в этих трех вещах. И далее он добавил, насытиться никак не мог я посещением Благословенного, слушанием Благородной Дхаммы, а также услужением Сангхи. И в нравственности выше тренируясь, я радовался, слушая благую Дхамму. Радио Вихе, 4, мир Хатхака сей покинул, в вещах трех этих насыщений не получив. 1. Комментарий не дает пояснений, однако, скорее всего, это Хатхака из Алави, смотри. АН 1.251, мирянин, который при жизни достиг состояния невозвращения. Про качество этого мирянина сообщается в суттах АН 8.23 и АН 8.24. 2. Примечание переводчика СВ, смотри. АН 4.191, где говорится о четырех путях, которыми может вспомнить Дхамму умерший ученик Будды, переродившийся в том или ином мире дэвов. 3. Комментарий поясняет, что речь идет о тех учених, которые он когда-то услышал, но не запомнил, потому что он не заучил и не повторял их. 4. Примечание переводчика СВ, Авиха, самый низший мир среди пяти миров чистых обителей. В нем рождаются только невозвращающиеся. Самые слабые невозвращающиеся проживают весь срок жизни в данном мире, затем перерождаются в более высоком мире чистых обителей, и так вплоть до последнего, наивысшего мира Аканиттха, в котором они и достигают окончательной неббаны. 4. Катувия сутта, испачканность. АН-3-128. Однажды Благословенный пребывал в Варанасе в оленьем парке в Осипатане. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Варанасе за подаяниями. По мере того, как он ходил в поисках подаяний, проходя, возле фигового дерева, к которому привязывали крупный рогатый скот, Благословенный увидел недовольного видением святой жизни монаха, ищущего удовольствие вовне, с замутненным умом, небдительного, несосредоточенного, сблуждающим умом и распущенными органами чувств. Увидев его, он сказал тому монаху, «Монах, монах, не испачкай себя! Ведь, монах, мухи неминуемо будут преследовать и нападать на того, кто испачкал себя, запятнал себя вонью». Когда Благословенный наставил его так, тот монах обрел чувство безотлагательности практики. И когда Благословенный походил по Варанасе в поисках подаяний, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он обратился к монахам, «Монахи, утром я оделся. Когда я наставил его так, тот монах обрел чувство безотлагательности практики. Когда так было сказано, некий монах спросил Благословенного, но, учитель, что означает испачканность? Что такое вонь? Что такое мухи? 1. Жажда, монахи, вот что означает испачканность. 2. Недоброжелательность является вонью. 3. Плохие и неблагие мысли, это мухи. Мухи неминуемо будут преследовать и нападать на того, кто испачкал себя, запятнал себя вонью. И далее он добавил, мухи, те мысли, что основаны на жажде, будут бежать за ним, преследовать его, того, не контролирует кто двери своих чувств, и пребывая без охраны в своем ухе, глазе. Монах, испачкался который, и вонью запятнал себя, далек весьма он от нигбаны, и пожинает лишь страданий он. Будь он в деревне или в лесной чаще, глупый, немудрый это человек, покоя для себя не обнаружив, ходит, преследуемый стаи мух. Но те, кто в нравственности совершенны, и радуются мудрости, покою, те безмятежно, счастливо живут, ведь мух всех уничтожили они. ПАТХАМА АНУРТХА СУТТА АНУРТХА 1 АН 3 129 И тогда достопочтенный АНУРТХА подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, Учитель, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу как женщины с распадом тела, после смерти, в основном перерождаются в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Какими такими качествами обладает женщина, из-за которых с распадом тела, после смерти, она перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Когда она обладает тремя качествами, АНУРТХА, женщина с распадом тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Какими тремя? 1. Вот, АНУРТХА, утром женщина пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. 2. В полдень она пребывает дома с умом, охваченным завистью. Три, и вечером она пребывает дома с умом, охваченным чувственной жаждой. Когда она обладает этими тремя качествами, с распадом тела, после смерти, женщина перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Дутиуя Анурутха-сутта, Анурутха-2. АН-3-130. И тогда достопочтенный Анурутха подошел к достопочтенному Сарепутти и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарепутте, друг Сарепутта, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я обозреваю систему тысячи миров. Во мне зарождено неослабевающее усердие. У меня утверждена незамутненная рассознанность. Мое тело безмятежное и не имеет возбужденности. Мой ум сосредоточен и однонаправлен. Но все же мой ум все еще не освобожден от пятен умственных загрязнений посредством нецепляния. Один, друг Анурутха, когда ты думаешь, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я обозреваю систему тысячи миров, это твое самомнение. Два, когда ты думаешь, во мне зарождено неослабевающее усердие. У меня утверждена незамутненная рассознанность. Мое тело безмятежное и не имеет возбужденности. Мой ум сосредоточен и однонаправлен, это твоя неугомонность. Три, когда ты думаешь, но все же мой ум все еще не освобожден от пятен умственных загрязнений посредством нецепляния, это твое сожаление. Было бы хорошо, если бы ты отбросил эти три качества и перестал уделять бы им внимания. Вместо этого направь свой умно-бессмертный элемент. И затем, спустя какое-то время, достопочтенный Анурутха отбросил эти три качества и перестал уделять им внимания. Вместо этого он направил свой умно-бессмертный элемент. Один. И затем, вскоре, пребывая в одиночестве, в уединении, будучи старательным, бдительным, решительным, реализовав это для себя посредством прямого знания, достопочтенный Анурутфа здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Анурутфа стал одним из арахантов. 2. 1. ВМН 64 поясняется, монах входит и пребывает в первой джхане. И какими бы здесь ни существовали форма, чувства, восприятие, формации, сознание, он видит все эти состояния непостоянными, видит их как страдания, как недуг, как опухоль, как шип, как бедствие, как несчастье, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. Он отводит ум от этих состояний и направляет его к бессмертному элементу, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение ниббана. 2. Примечание переводчика С.В. Не безинтересно отметить, что в Тхирогатхе 16.9 Анурутфа говорит о том, что 30 лет практиковал аскезу только сидение, после чего достиг араханства. Данная аскетическая практика не является обязательной, но предпринимается добровольно для развития бодрствования и уменьшения лени и сонливости. Ее суть заключается в том, что практикующий никогда не принимает позы лежа, даже на время сна. Патичханна сутта, скрытые. А.Н. 3.131. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вещи, которые расцветают, если сокрыты, они выставлены на показ». Какие три? 1. Женщины расцветают, если сокрыты, они выставлены на показ. 2. Гимны брахманов расцветают, если сокрыты, они выставлены на показ. 3. Неправильные воззрения расцветают, если сокрыты, они выставлены на показ. Таковы три вещи, которые расцветают, если сокрыты, они выставлены на показ. Монахи, есть эти три вещи, которые сияют, если выставлены на показ, они сокрыты. Какие три? Луна сияет, если выставлена на показ, они сокрыты. Солнце сияет, если выставлено на показ, они сокрыты. Тхама и Виная, которые провозглашены Татхагатой, сияют, если выставлены на показ, а не сокрыты. Таковы три вещи, которые сияют, если выставлены на показ, а не сокрыты. Лекха-сутта, прочерченная на камне линия. АН 3.132. Благословенный сказал, монахи, в мире есть три типа личностей. Какие три? Человек, подобный прочерченной линии на камне. Человек, подобный прочерченной линии на земле. Человек, подобный прочерченной линии на воде. 1. И какой человек подобен прочерченной линии на камне? Бывает так, когда некий человек часто злится, и его злость остается в нем на долгое время. Подобно тому, как прочерченная на камне линия не быстро стирается ветром и водой, но остается на нем на долгое время, точно так же некий человек часто злится, и его злость остается в нем на долгое время. Такой зовется человеком, подобным прочерченной линии на камне. 2. И какой человек подобен прочерченной линии на земле? Бывает так, когда некий человек часто злится, но его злость не остается в нем на долгое время. Подобно тому, как прочерченная на земле линия быстро стирается ветром и водой и не остается на ней на долгое время, точно так же некий человек часто злится, но его злость не остается в нем на долгое время. Такой зовется человеком, подобным прочерченной линии на земле. 3. И какой человек подобен прочерченной линии на воде? Бывает так, когда некий человек, даже если к нему обращаются грубым и резким словом, неприятным образом, остается в дружеских отношениях с тем, кто к нему так обратился, общается с ним, приветствует его. Такой зовется человеком, подобным прочерченной линией на воде. Таковы, монахи, три типа личностей в мире. Ядхаджива сутта, воин. АН 3.133. Сутта идентична АН 4.181, но здесь нет первого пункта умелы в местах. Париса сутта, собрание. АН 3.134. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида собраний. Какие три? Один, собрание, обученное бесполезным разговором. Два, собрание, обученное выпрошанию. Три, собрание, обученное до возможных пределов. Один. Таковы три вида собраний. Один, первые два объяснены в АН 2.47. О третьем виде собрания, Ива Татвшхавинита, комментарий говорит так, обученное посредством его возможностей, что означает собрание, обученное после того, когда кто-либо познал его возможности. Похоже, что подобная фраза встречается только в этой сути. Комментарий также предлагает вариант Ива Татвшха, объясняя его так, собрание, обученное после того, когда кто-либо познал его склонности. Митта сутта, друг. АН 3.135. Благословенный сказал, монахи, следует общаться с другом, который обладает тремя факторами. Какими тремя? Один, вот монах дает то, что трудно дать. Два, он делает то, что трудно сделать. Три, он терпит то, что трудно вытерпеть. Следует общаться с другом, который обладает этими тремя факторами. Упада сутта, возникновение. АН 3.136. Благословенный сказал, монахи, один, возникают ли в мире Татхагаты или нет, имеет место этот закон, это устойчивость Дхаммы, это непреложное течение Дхаммы, все обусловленные феномены непостоянны. Татхагата пробудился в это и пробился к этому. Затем он объясняет, обучает, провозглашает, утверждает, раскрывает, рассматривает и проясняет это так, все обусловленные феномены непостоянны. Два, монахи, возникают ли в мире Татхагаты или нет, имеет место этот закон, это устойчивость Дхаммы, это непреложное течение Дхаммы, все обусловленные феномены страдательны. Татхагата пробудился в это и пробился к этому. Затем он объясняет, обучает, провозглашает, утверждает, раскрывает, рассматривает и проясняет это так, все обусловленные феномены страдательны. Татхагата пробудился в это и пробился к этому. Затем он объясняет, обучает, провозглашает, утверждает, раскрывает, рассматривает и проясняет это так, все феномены безличностны. Кисакамбала сутта, шерстяное покрывало. АН 3.137. Благословенный сказал, монахи, шерстяное покрывало считается наихудшим из вязаных предметов. Шерстяное покрывало холодное в холодную погоду, жаркое в жаркую погоду, безобразное, дурно пахнущее, неудобное. Точно так же, доктрина Макхали считается наихудшей из доктрин разных отшельников. 1. Этот пустоголовый Макхали учит такой доктрине и воззрению, нет камы, нет действия, нет усердия. 1. Монахи, благословенные, араханты, полностью просветленные прошлого учили доктрине камы, доктрине действий, доктрине усердия. И все же этот пустоголовый Макхали противоречит им, заявляя, нет камы, нет действия, нет усердия. 2. Благословенные, араханты, полностью просветленные будущего будут учить доктрине камы, доктрине действий, доктрине усердия. И все же этот пустоголовый Макхали противоречит им, заявляя, нет камы, нет действия, нет усердия. 3. В настоящее время я являюсь арахантом, полностью просветленным, и я учу доктрине камы, доктрине действий, доктрине усердия. И все же этот пустоголовый Маккхали противоречит мне, заявляя, нет камы, нет действия, нет усердия. Подобно ловушке, поставленной в устье реки, которая приносит вред, страданий, беду и несчастье многочисленным рыбам, точно так же пустоголовый Маккхали подобен ловушке для людей, которая возникла в мире ради вреда, страдания, беды и несчастья многочисленных существ. Один, Маккхали Гасала был основателем движения аджевиков. Его доктрина состояла в отрицании закона камы, беспричинности возникновения страданий и счастья, а также в отсутствии возможности изменить свою судьбу. Сампада сутта, совершенство. АН 3.138. Благословенный сказал, монахи, есть эти три совершенства. Какие три? Один, совершенство в вере, два, совершенство в нравственности, три, совершенство в мудрости. Таковы три совершенства. Вудхи сутта, возрастание. АН 3.139. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида возрастания. Какие три? Один, возрастание в вере, два, возрастание в нравственности, три, возрастание в мудрости. Таковы три вида возрастания. Сутты АН 3.140-142. Все эти три сутты, поочередно следующие друг за другом, взятые вместе, представляют собой сутту АН 9.22. Сутты АН 3.140-3.145. Все эти три сутты, поочередно следующие друг за другом, взятые вместе, представляют собой сутту АН 11.10. за исключением последних двух пунктов номер 10 и 11 стиха. Акусала сутта, неблагое. АН 3.146. Благословенный сказал, монахи, тот, кто обладает тремя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими тремя? 1. Неблагим телесным действием, 2. Неблагим словесным действием, 3. Неблагим умственным действием. Тот, кто обладает этими тремя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, тот, кто обладает тремя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими тремя? Благим телесным, словесным, умственным действием. Тот, кто обладает этими тремя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН 3.147-149. Сутты аналогичны предыдущей АН 3.146 за небольшими изменениями, достойным порицания телесным действием, безукоризненным. АН 3.147 – неправедным телесным действием, праведным. АН 3.148 – нечистым телесным действием, чистым. АН 3.149. Патха Мабхата сутта, изувеченный один. АН 3.150. Благословенный сказал, монахи, обладая тремя качествами, глупый, несведущий, плохой человек содержит себя в изувеченном и неискалеченном состоянии. Он достоин порицания и критики со стороны мудрых. И он порождает множество неблагих заслуг. Какими тремя? 1. Неблагим телесным действием, 2. Неблагим словесным действием, 3. Неблагим умственным действием. Обладая этими тремя, порождает множество неблагих заслуг. Монахи, обладая другими тремя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек содержит себя в неизувеченном и неискалеченном состоянии. Он безукоризненный и не критикуется мудрыми. И он порождает множество благих заслуг. Какими тремя? Телесным, словесным, умственным благим действием. Обладая этими тремя качествами, порождает множество благих заслуг. Сутты АН-3-151-153 Сутты аналогичны предыдущей АН-3-150 за небольшими изменениями, достойным порицания телесным действием, безукоризненным. АН-3-151 – неправедным телесным действием, праведным. АН-3-152 – нечистым телесным действием, чистым. АН-3-153 Вандана сутта, почтений. АН-3-154 Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида почтения. Какие три? Один – телом, два – речью, и, три – умом. Таковы три вида почтения. Пубанха сутта, доброе утро. АН-3-155 Благословенный сказал, монахи, у тех существ, которые пускаются в хорошее поведение телом, речью, и умом утром, утро является добрым. У тех существ, которые пускаются в хорошее поведение, днем, день является добрым, вечером, вечер является добрым. И далее он добавил, воистину благоприятен и удачлив, рассвет счастливый, радостный подъем, ценный момент, как и блаженный час, придет для тех, дает кто подаяние, всем тем, ведет кто жизнь святую. Поступки верны речью, а также телом, верные мысли, как и устремления, когда ты делаешь все то, что подобает, то получаешь подобающую пользу. И счастлив тот, кто получил такую пользу. В учении Будды таковые возрастают. И пусть и вы, и все ваши родные, здоровыми, счастливыми пребудут. Патхама Патипада сутта, практика 1. АН 3.156. Благословенный сказал, монахи, есть три пути практики. Какие три? Грубый путь практики, насильственный путь практики, срединный путь практики. 1. И что такое, монахи, грубый путь практики? Вот некий человек придерживается такой доктрины и такого воззрения как это, нет изъяна в чувственных удовольствиях, и затем пускается в потакание чувственным удовольствием. Это называется грубым путем практики. 2. И что такое насильственный путь практики? Бывает так, когда некий человек ходит голым, отвергает условности, лижет свои руки, не идет, когда его зовут, не остается, когда его просит. Он не принимает пищу, поднесенную ему или специально приготовленную для него, не принимает приглашение на обед. Он не принимает ничего из горшка или чаши. Он не принимает ничего через порог, через палку, через пестик ступы. Он не принимает ничего от двух обедающих вместе людей, от беременной женщины, от кормящей женщины, от женщины, живущей с мужчиной. Он не принимает ничего с того места, где объявлена раздача еды, с того места, где сидит собака или где летают мухи. Он не принимает рыбу или мясо. Он не пьет спиртного, вина или забродивших напитков. Он ограничивает себя одним домом во время сбора подаяния и одним небольшим кусочком пищи, или двумя домами и двумя небольшими кусочками, семью домами и семью небольшими кусочками пищи. Он ест только одну тарелку еды в день, две, семь тарелок еды в день. Он принимает пищу только один раз в день, один раз в два дня, один раз в семь дней, и так вплоть до двух недель, практикуя ограничения в приеме пищи в установленных промежутках. Он ест только зелень, или проса, или дикий рис, или обрезки шкуры, или мох, или рисовые отруби, или рисовую накипь, или кунжутную муку, или траву, или коровий навоз. Он живет на лесных коренях и фруктах. Он кормится упавшими фруктами. Он носит одежду из пеньки, из парусины, из савана, из выброшенных лохмотьев, из древесной коры, из шкур антилопы, из обрезков шкур антилопы, из травы и кусы, из материала из коры, из материала из стружек. Носит накидку, сделанную из волос головы, из шерсти дикого животного, из совиных крыльев. Он выдергивает волосы и бороду, он практикует вырывание собственных волос и бороды. Он тот, кто постоянно стоит, отвергая сидение. Он сидит, охватывая колени руками, он практикует усердие в сидении с охватыванием колени руками. Он лежит на матрацах с шипами, он устраивает свою постель на матраце с шипами. Он прибывает, посвящая себя практике купания в воде три раза в день, в том числе вечером. Вот такими многочисленными способами он осуществляет практику мучения и умерщвления тела. Это называется насильственным путем практики. Три, и что такое срединный путь практики? Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство в отношении мира. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство в отношении мира. Это называется срединным путем практики. Таковы, монахи, три вида практики. Сутты Айян 3.157.162 Сутты идентичны предыдущей Айян 3.156, но меняется описание третьего пункта о срединной практике. Вот монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. АН 3.157. Вот монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. АН-3-158, вот монах развивает качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. АН-3-159, вот монах развивает силу веры, силу усердия, силу осознанности, силу сосредоточения, силу мудрости. АН-360, вот монах развивает осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, успокоение как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. А.Н. 3.161 Вот монах развивает правильное воззрение, правильное устремление, правильную речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильную осознанность, правильное сосредоточение. А.Н. 3.162 Патхама Кабма Патхапиила Сутта, Течение Каммы 1. А.Н. 3.163 Благословенный сказал, монахи, тот, кто обладает тремя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими тремя? 1. Он уничтожает жизнь, 2. Поощряет других уничтожать жизнь, 3. Одобряет уничтожение жизни. Тот, кто обладает этими тремя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Дутия Кабма Патхапиила Сутта, Течение Каммы 2. А.Н. 3.164 Благословенный сказал, монахи, тот, кто обладает тремя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими тремя? 1. Он воздерживается от уничтожения жизни, 2. Поощряет других воздерживаться от уничтожения жизни, 3. Одобряет воздержание от уничтожения жизни. Тот, кто обладает этими тремя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН-3-165-182 Сутты идентичны предыдущей паре сутты АН-3-163 и АН-3-164, но в каждой следующей паре меняется качество, берет то, что не дано, АН-3-165-166, пускается в неблагое сексуальное поведение, АН-3-167-168, лжет, АН-3-169-170, речью сеет распри, АН-3-171-172, грубит, АН-3-173-174, пускается в пустую болтовню, АН-3-175-176, полон жажды, АН-3-177-178, имеет недоброжелательность, АН-3-179-180, придерживается неправильных воззрений, АН-3-181-182. Рагапей Лиласутта, жажда, АН-3-183, благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать три вещи. Какие три? 1. Пустотное освобождение, 2. Беспредметное освобождение, 3. Безжеланное освобождение. 1. Ради прямого знания жажды следует развивать эти три вещи. 1. Согласно комментарию, пустотность, беспредметность, безжеланность, название состояния сосредоточения, которые предшествуют неббане. Они различаются только в том, каким образом к ним подходит. Они окрашивают первичное постижение неббаны, медитирующей, который созерцал тему непостоянства феноменов, впервые постигнет неббану как беспредметность. Тот, кто созерцал тему страдательности феноменов, впервые постигнет неббану как безжеланность, из-за отсутствия желания. Тот, кто созерцал тему безличности феноменов, впервые постигнет неббану как пустотность. Сутты АН-3-184-352. Первые сутты в этой серии повторений идентичны АН-3-183, Но вместо ради прямого знания жажды здесь идут другие фразы, ради полного понимания жажды, ради полного уничтожения жажды, ради оставления жажды, ради уничтожения жажды, ради преудоления жажды, ради угасания жажды, ради прекращения жажды, ради отказа от жажды, ради покидания жажды. А далее все эти сутты повторяются, но вместо жажды здесь идут иные слова, злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукавства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности. Хатхакка сутта Кхатхаке Ангутара Никая 3.34 Отрывок Однажды Благословенный пребывал рядом с Алави, расположившись на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. И тут Хатхакка из Алави, блуждающий по лесу, в поисках места для физических упражнений, увидел Благословенного, сидящего на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. Увидев его, он подошел, поклонился и сел рядом. Затем он обратился к Благословенному. Учитель, я надеюсь, Благословенный спал спокойно? Да, молодой человек, я спал спокойно. Я один из тех в мире, кто спит спокойно. Но, учитель, зимняя ночь холодна. В феврале выпадает снег. Тверда земля, истоптанная копытами быков. Тонка подстилка из листвы. Тонки ваши желтые одежды. На деревьях лишь редкие листья. Холодные ветра задувают. И все равно Благословенный говорит. Да, молодой человек, я спал спокойно. Я один из тех в мире, кто спит спокойно. В таком случае, молодой человек, я задам тебе вопрос. Отвечай, как посчитаешь должным. Как ты думаешь, представь домохозяина или его сына, у которого есть дом с остроконечной крышей, покрытый штукатуркой и внутри и снаружи, не пропускающий сквозняков, с плотно закрывающимися от ветра окнами и дверьми. Внутри дома стоит диван, набитый конским волосом, покрытый длинным одеялом из овечьей шерсти, одеялом из белой шерсти, расшитым одеялом, куском оленей шкуры, с балдахином наверху и с красными подушками на каждой стороне. И там горит лампа. И четыре жены спят вместе с ним. Как ты думаешь, спокойно он бы спал или нет? Каково твое мнение? Конечно, учитель, он спал бы спокойно. Он был бы одним из тех, кто спит спокойно. Но как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный страстью, так что охваченный этим жаром, что рожден страстью, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара, рожденного страстью, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то эта страсть была оставлена татхагаттой. Ее корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем, поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный отвращением, так что охваченный этим жаром, что рожден отвращением, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара, рожденного отвращением, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то это отвращение было оставлено татхагаттой. Его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем. Поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный невежеством, так что охваченный этим жаром, что рожден невежеством, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара, рожденного невежеством, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то это невежество было оставлено татхагаттой. Его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем. Поэтому он спит спокойно. Всегда, всегда он спит спокойно. Брахман, который полностью освобожден, который не льнет к чувственным удовольствиям, который лишен всяческих обретений, нашедшей успокоения, отрубив все путы и подавив в сердце страх. Остывший, он спит спокойно, обретя в уме покой. Палийский канон Ангутара Никая 3.67 Катхаватху Сутта Темы для дискуссий Монахи, есть три темы для дискуссий. Какие три? Можно вести дискуссию о прошлом, говоря, так было в прошлом. Можно вести дискуссию о будущем, говоря, так будет в будущем. Или можно вести дискуссию о настоящем, говоря, так оно в настоящем. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не дает категоричного ответа на вопрос, требующий категоричного ответа, не дает аналитического ответа на вопрос, требующий аналитического ответа, не задает уточняющего вопроса на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса, не откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону, тогда в таком случае этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, дает категоричный ответ на вопрос, требующий категоричного ответа, дает аналитический ответ на вопрос, требующий аналитического ответа, задает уточняющий вопрос на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса, откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону, тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не подтверждает ведение разговора в рамках того, что является возможным, или того, что является невозможным, если не поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если не поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинное, если не поддерживает принятый порядок ведения разговора, тогда, в таком случае, Этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, поддерживает ведение разговора в рамках того, что является возможным, или того, что является невозможным, если поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинное, если поддерживает принятый порядок ведения разговора, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он мечется от одной вещи к другой, сбивает дискуссию с темы, проявляет недоброжелательность и отвращение, сердится, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, не мечется от одной вещи к другой, не сбивает дискуссию с темы, не проявляет недоброжелательность и отвращение, не сердится, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он унижает того, кто задал вопрос, ставит его в неловкое положение, насмехается над ним, цепляется за незначительные ошибки, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора. Подходит ли он для разговора или не подходит. Тот, кто слушает, тот подходит. Кто не слушает, тот не подходит. Когда человек подходит, он четко знает одно качество, понимает одно качество, оставляет одно качество и реализует одно качество. Четко зная одно качество, понимая одно качество, оставляя одно качество, реализуя одно качество, он достигает правильного освобождения. В этом смысл ведения дискуссии, в этом смысл обсуждений, в этом смысл того, чтобы подходить для дискуссий, в этом смысл того, чтобы слушать, то есть освобождение ума за счет прекращения цепляния. Те, кто во время беседы злится, не допускают возражений, заносчивы те идут по пути, который не является путем благородных, выискивая в споре недостатки друг друга, восторгаясь чужому, произнесенному неправильному слову промаху, запинки, поражению, благородные не ведут беседы подобным образом. Если мудрецы, чувствуя подходящий момент, собираются говорить, то их справедливые слова согласуются с путем благородных. Так говорят просветленные, без злобы и надменности, с успокоенным, а не бурлящим умом, без горячности, без раздражительности. Они говорят за счет правильного знания, без зависти. Они восхищаются, когда сказано правильное, и не унижают, когда сказано неправильное. Они не изучают лишь для того, чтобы найти недочет. Они не цепляются за небольшие ошибки, не принижают и не пытаются сокрушить собеседника, не бросают беспорядочных слов. Ради знания в качестве цели, ради привнесения уверенности, советуют то, что верно. Вот как благородные дают совет. Таков совет благородных. Осознавая это, мудрецу следует давать совет без надменности. О качествах. Согласно комментарию, эти качества, соответственно, благородная истина о пути, благородная истина о страдании, благородная истина о возникновении страдания, благородная истина о прекращении страдания. Отчаика сутта. Срочная. Ангутара Никая 3.91 Есть три неотложных дела домохозяина-фермера. Какие три? Вот фермер быстро подготавливает поле так, чтобы оно было хорошо вспахано и взборонено, он быстро сеет семена. Быстро посадив семена, он быстро запускает на поле воду и затем выпускает. Таковы три неотложных дела фермера-домохозяина. И теперь фермер не имеет власти, чтобы сказать, пусть мой посев взойдет сегодня, пусть зерна появятся завтра, пусть они созреют послезавтра. Но только, когда пришло время, посевы фермеров зайдут, зерна появятся и созреют. Точно так же есть три неотложных дела монаха. Какие три? Развитие возвышенной нравственности. Развитие возвышенного ума. Развитие возвышенной мудрости. Таковы три неотложных дела монаха. И теперь монах не имеет власти, чтобы сказать, пусть мой ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанности сегодня, или завтра, или послезавтра. Но только, когда пришло время, его ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанностей. Таким образом, монахи, вы должны тренировать себя так. Сильным будет наше желание развивать возвышенную нравственность. Сильным будет наше желание развивать возвышенный ум. Сильным будет наше желание развивать возвышенную мудрость. Вот так вы должны тренировать себя. Продолжение следует...